Привет! Вы смотрите «Бесценный опыт», шоу, в котором мы с друзьями собрались вместе, чтобы поиграть в Pathfinder, записать это на видео и поделиться этим с вами. Вау, крутяк! Просто бомб! Смотрите, давайте я представлю, кто у нас на этот ближайший модуль за столом. У нас есть Максим, у нас есть Соня, у нас есть Маша, у нас есть Глеб и у нас есть Даша! Добро пожаловать, Даша! Всем привет! Даша тоже будет играть с нами. Соответственно, Фидос не будет, Вася не будет. Вот так вот. Сегодня у нас нулевая партия, сегодня мы будем разбираться в правилах, создавать персонажей по артам, которые придумали ребята, теперь это надо все обличить в циферке. Я буду рассказывать про всякие приколы здесь в правилах и разбираться в них в какой-то степени самостоятельно. Поговорим про мир, поговорим про модуль, про всякие запретные темы и про то, как работают здесь разнообразные нюансы. Потому что, например, в Pathfinder оказалось нет преимущества. А может и есть, но я еще не нашел правила. Но так как будто бы нет. Вот. Соответственно, поскольку это нулевая сессия, она выйдет в тот момент, когда мы будем записывать уже первую, кажется. Да. Да. Вот. Поэтому, если вы во всех наших разгонах услышите, что мы уже какое-то правило понимаем абсолютно неправильно, вы напишите. Потому что у нас будет еще возможность это сделать правильно. Не факт, что мы это сделаем правильно, но вы как минимум можете об этом нам написать. Система для нас новая. Есть ли кому-то что добавить? Вопросики какие-то предварительные? Уху, Pathfinder! Да нет, Кирилл так хорошо все рассказал. Ну, ладненько. Тогда времени мы терять больше не будем и приступим к очередному выпуску. Без ценного опыта. Думали, мы забыли, а мы вовсе не забыли. Соня? Уважаемые дамы и господа, зрители этого чудесного шоу, я напоминаю о том, что у нас есть чудесная пачка соцсетей. У нас есть, не поверите, сейчас буду все перечислять, ни разу в жизни не слышали. У нас есть ВКонтакте, там есть чудесные мемы. У нас есть Телеграм, там много кринжа, там много кружочков, там хайп. Там есть, у нас есть также Дискорд. Дискорд, там у нас есть замечательная чудесная комьюнити. Также у нас там арты, мемы, система браслетов, кстати, есть прикольная, интересная. Вот, ну и, конечно же, как я могу не рассказать вам про Бусти? Бусти, что такое Бусти? Бусти, это те буквы, которые делают мне хорошо. Бусти, это, значит, чудесная наша платформа, на которой можно нас поддержать, а также получить дополнительный и эксклюзивный консенс, среди которого самое крутое, это, конечно, спросим, за тысячу, но нет, после партии. После партии это наш подкаст, в котором мы каждый раз после партии собираемся и обсуждаем, как нам, что нам понравилось, что не понравилось. Вот, как-то так. Подписывайтесь. Так, мы сомневаемся, что к нулевке будет после партии, но вы все равно подписывайтесь, дальше будет. Там были прошлые после партии, они прям отличные. Ребят, ну я первый раз это делаю. Да, да, молодец. Очень хорошо. Все, Винка. Ребят, ну я первый раз это делаю. Итак, у нас будет модуль, в моем понимании, сессии на пять, может чуть больше, может чуть меньше, посмотрим по ситуации, как нам будет это все заходить. По официальному приключению корон короля кобальдов. Первый раз веду официальное приключение, никогда раньше этого не делал, посмотрим, как это все сложится. Соответственно, поскольку это официальное приключение, мне надо рассказать вам чуть-чуть вообще про мир, в котором мы играем. И с этого я и начну, чтобы вас в это все чуть-чуть погрузить. Планета, этот мир называется Галларион. Галларион. Он здоровенный. Здесь в общей сложности раз, два, три, четыре, пять, шесть континентов. И еще один какой-то разбитый континент, возможно, семь. Тут... Архипелаг называется, разбитый континент. Вот я не уверен, Галларион. Я не уверен. Он называется Атслант. Он просто слово остров забыл. Да-да-да. Много маленьких островов. Что важно знать по сеттингу? Это весьма стандартное волшебное средневековье, где достаточно большое количество населения, большая история того, что было раньше. И вместе с этим, разумеется, монстры, чудовища, драконы, лечи, добрые боги, злые боги. Ну, в общем, все, что можно ожидать от стандартного волшебного фэнтези. Что по важным событиям? Значит, 10 тысяч лет назад Галларион практически был уничтожен. Вот это называлось низвержение. Опять эльфы виноваты? Наверняка. Правда, наверняка. Потому что почему? Иначе эльфы так удачно от этого и сбежали в другие миры. Вот. И 10 тысяч лет это все дело восстанавливалось. Эльфы вернулись из другого мира. Гномы здесь тоже пришли из так называемого первого мира. И в отличие от ДНД, здесь гномы подвержены болезни под названием выцветание. Если они, короче, сидят на жопе ровной и получают новых ощущений, они начинают выцветать, терять эмоции и умирать из-за этого. Теоретически гном может жить сколько угодно, пока у него достаточно новых впечатлений. Как правило, лет 400 же. Ну, как пример. Эльфы во время извержения залезли глубоко под землю и там сидели, в ус не дули. Вот. А люди как-то выживали на поверхности, и, разумеется, у них была фора, поэтому люди все еще самый распространенный народ. Как так удачно сложилось, никогда такого не было. Что тут важно отметить еще? Был мужик по имени Ароден. Ароден, пишется. Ароден — это бессмертный, который пережил это низвержение и дальше стал, ну, по сути, таким, ну, живым воплощением божественности во всем мире. Он обзавелся последователями и нашел звездный камень, так называемый. Это кусок звезды, который, ну, дает в том числе кучу магических сил и вообще полезный артефакт. После чего, ну, Ароден его нашел, поставил там остров. В центре буквально всех действий стоит остров под названием Кортас. И это, ну, вот, как Альгамбра, если сравнивать. Все у тебя спиздили, получается. Получается так, да. Ретроспективно. Это один из крупнейших городов в мире. Там все замечательно. Ароден стал все меньше уделять внимания. Ушел просто в другие миры и в божественность, по сути. Ты говоришь, другие миры — это как планы? Как планы, да. И здесь есть еще чуть-чуть более эзотерический формат других миров. Типа просто проебался. Где-то. Дальний предел. Да, ну, типа того, типа того. То есть тут не указано, значит, куда именно он ушел. Вот, типа. Ароден уделял все меньше и меньше внимания заботам обитателей внутреннего моря, занимаясь иными, недоступными для смертных делами. Однако предсказание гласило, что однажды он вернется на галереон и поведет за собой человечество в эпоху славы. Час возвращения Ародена близился, и целые государства были заняты грандиозными приготовлениями, готовясь приветствовать его. Но Ароден не пришел, потому что сдох. Ты хочешь бессмертный? Ну, убили, видимо. Тут нет конкретно, понятно. А, ну так это, тогда понятно. Я, кстати, тоже бессмертный. Главное, чтобы тебя не убили. До смерти. До смерти. До смерти я бессмертный. От чего ты умер? От смерти. Бога убили, или он просто где-то скончался. И хорошая, красивая эпоха славы не пришла. Вместо этого пришла эпоха утраченных пророчеств, разочарования, где герои нужны как никогда. Вот. Это вот какая-то общая базовая инфа вот больших вещей, которые происходили. Слушай, а сколько вот эти вот инфа распространена среди людей? Слушай, это, ну, слушай, это можно сравнить с концепцией, ну, Библии. Это вот такого же уровня. Типа, какие-то регионы, безусловно, не знают. Я сейчас понял, что я настолько же богатый, насколько Ароден бессмертный. Понимаете? Ну, типа... Богатый пока день не закончится. Типа, могу говорить, что я сейчас богатый, но есть один нюанс. Я не богат. Вот. Икона. Что важно еще? Основной регион, где все происходит, выглядит вот так. Я потом пущу книгу, можно будет посмотреть. Здесь много каких-то отдельных небольших регионов. Тут делится именно по регионам, внутри которых есть, соответственно, отдельные страны. Регионы жестко разные, но среди интересных каких-то штук, которые я знаю благодаря играм по ПФу, что есть расколотые земли, где в целом такая анархия и беззаконие. И ребята просто сами создают все баронства и в них тусуются. Да, их пиздили, да? Реально. А вообще далеко на севере, ближе уже к... к полярному клубу, по-моему. Там орки. Нет, там демоны создали огромный разлом через весь мир. Ну, не через весь мир, там просто огромная здоровенная дыра, которая соединяется с бездной, и оттуда периодически лезут демоны, и туда часто делают крестовые походы. Охуяна. Вот. И завалить не думали? Есть еще неподалеку от нашего местодействия регион, где полностью управление под... Ну, не под дьяволами, но правящая каста поклоняется дьяволам, там есть рабовладельчество, и как раз рыцари-происподни, которые это все делают. Вот. Наш модуль будет проходить в Сияющих Королевствах. Это регион прямо на север от вот этого легендарного острова Кротаса. Кортаса. Кротаса. В стране под названием Андоран. Она небольшая, и все, что про нее написано, память не изменяет. Все, что она небольшая. Да. Нау. Новое демократическое государство Андоран. Демократическое. Это что за слово такое? Раньше оно было частью чели. Это вот как раз рабовладельцы и... Откуда ты? Я из чели. Все окей, ребята. Слушаем дальше. Смеемся над людьми словами. Окей, окей, окей. В общем, челы такие, блин, мы не хотим больше быть рабами, мы построим себе новое государство. Чели. Все. Вот, это демократично. Кто правит, я вам не отвечу. Какой ты чел, очевидно? Из чели. Ну, вероятно, совет. Хочется верить. Чел. На восток от вас древняя империя Талдор. Там раньше... Ну, типа, это была огромная империя, которая большую часть этого континента завоевала когда-то давно. И только сейчас челы... Ну, потом они распались и начали сейчас возрождаться. Я перестану говорить это слово «хороша». К северо-востоку от нас горы Пяти Королей. И там обитают два альфа. Вот. Я говорю то, что может хоть сколько-то понадобиться. Вот. Это про Галларион в целом. Про другие планы я вам рассказывать сейчас не буду, потому что внимательно я про это не читал. И мы точно не коснемся. Ну да, маловероятно, что кто-то из нас такой «О! Изгнание». На первом уровне. Да. А еще из важного здесь куда больше распространены гоблины, чем много где еще. Точка. Типа гоблины куда чаще встречаются, отношения к ним, как правило, так себе, но их много. А они в основном племена, которые нападают на все остальное? Нет. Это, знаешь, они, короче, могут устроить свою какую-то маленькую, маленький лагерь под городом, ну или рядом с городом, буквально у стен, и там тоже что-то торговать. Могут встраиваться в городские системы. Но, как правило, как правило, все еще занимаются криминалом и всем таким. Вот орки здесь по большей части отдельно тусуются и как-то самостоятельно с этим всем разбираются. Но орки это тоже как зло и зло. Лучше как монстр, да. Зло и зло. Еще много леших. Леших. Буквально леших. Что такое лешие понимание этой игры? Ну, типа, это какая-то, не знаю, двуногие растения, которые уходят и общаются. Буквально лешие. По богам. Богов здесь много, но не так много, как было у нас в кампании. Осмодей, например, бог, а больше вы никого и не знаете. Да? Да. Но можно провести определенные параллели, типа, главный бог дварфов, главный бог эльфов и так далее. Кореллона нет. Удача или удача? Абсолютно удача. Вот. Я скорее почему бы напомнил про богов, потому что здесь у вас есть возможность выбрать религию и получить в этом какие-то знания, даже не будучи там жрецом, паладином или чем-то подобным. Вы просто можете верить в кого-то бога или следовать каким-то из его заветов. Так, теперь про наш поселок, в котором мы начинаем. Поселок. С городского типа или? Слушай, весьма городского, да. Значит, поселок называется Соколиная лощина. Картинка. Ну, прям городского типища, да. Симпатичный, Симпатичный. Находится он Что за Калина? Лощина. Лощина, да. Находится он на берегу, по-моему, озера, а, на берегу реки достаточно полноводной. По сути, это просто лесорусский поселок, который основали лесорусский. А какой? Нет, лесорусский. Там живут лес и руси. Вася, Вася. Да, я увидел. Сейчас. Надо на левку по вампирам выложить. Нет, там был вопрос цвет уже. Или нет? Нет? Завтра? Вопрос цвет завтра. Все, подкинул. Лесорусский поселок основанный что-то типа 200 лет назад, кажется. Сейчас я скажу точно. Ничего себе долго живут. Живут. Да, 200 лет назад. 150. 140 лет. Просто цифра в книжке меняется. Нет, надо года считать. Да, 140 лет существует поселок, его основали три семьи лесорубов, сейчас осталась одна, и она такая полукриминальная. Они называются Криды. Как? Нет, нет, Фамилия Крид. Они в качестве хобби поют. Моя невеста. Всех дочерей называют Валей. Да, все, так, все, кранавалов. О, если после этого видоса от нас отпишутся, это все моя вина. Очевидно. хобби хобби может быть чуть-чуть ее. Так, Криды. Криды. Нет, это реально будет проблемой. Я просто представляю, что они все абсолютно еще одинаковые. Они как бойсбэн. Он реально похож. Весьма условная. Actually можем поменять название, чтобы это не было таким разъебом на протяжении всего модуля. Нет, мы привыкнем. Я привыкну. Смотри, я говорю Крид, и все нормально. Хорош, хорош. Ну да, окей. Ладно. Да, слушайте, про них конкретику какую-то покажет раз. Какую-то конкретику рассказывать пока что не вижу особо необходимости, но можно знать, что на этот поселок часто нападали. Нападали гарпии, нападала карга, нападали хобгоблины, какая-то тварь на протяжении десяти лет похищала здесь детей. Его называли шепчущей за стенами. Классическая деревня. Да, классическая деревня, никто с этим ничего не делал, потому что демократическое государство, и у них не получалось как-то, видимо, реализовывать. Новое, молодое не успевали. Я не знаю, книга не дает на это ответа, почему армия хобгоблинов и от нее защищался типа такой поселок. На сколько, пардон? Полторы тысячи населения. Ну, а для средневековья достаточно большой город, почитываясь. Слушай, для магического средневековья не сказал бы. Окей, вот, все, что здесь делают ребята, это валят лес и пилят лес, потом сплавляют его вниз по реке к какому-то из больших городов. Вот, про поселок кажется все, что я хотел рассказать, ну, на этом этапе, по крайней мере, есть какие-то вопросы. Нет. По лору, по всему этому. В целом, картинка складывается, где мы, что мы делаем. А есть инфа, куда съебались две другие семьи? Как-то закончились. Как-то что-то с ними случилось и больше их нет. Вышли из объединения Random Clue. Ну, да, типа того. Blackstar испался. Они бы пытались сделать втроем, а потом сначала один просто умер, а потом что-то и другой умер. И все, и осталась только одна семья. То есть, по сути, власть в городе принадлежит криминальные ячейки. Да, full-o-p-g. А давно они умерли все. Сейчас я тебе скажу, лет 20 точно. Да, мне это не касается. И какой там А, нет, слушай, в 6 лет 6 лет осталась только эта семья, а предыдущую сожгли, потому что считали, что то ли они культисты, то ли они все, короче, доппельгенги. Что-то умерли, сожгли. Не, ну первые скончались действительно во время сражения с другой семьей. Просто на улице что-то встретились, посражались, скончались. Кстати, бессмертные были. В войне с хоп-гоблинами одно из семейств закончилось, и это было 40 лет назад. Слушай, а как там власть у одной семьи вот эта, если там вроде как демократическая республика? Ну, это большая демократическая республика, это по сути просто поселок, у него нет в этом смысле типа он принадлежит гильдии лесорубов, лесорубы сами решают, как это все здесь будет. Но изначально это были три семьи, которые как-то работали как противовесы и издержки, как система издержек и противовесов друг для друга, но сейчас остались наиболее жестокие во многом. И продолжают править. Но по сути они сплавляют лес, это скорее знаешь, это как шахтерское поселение какое-нибудь, где ты работаешь на шахте и поэтому ты гражданин условно. Вот. Вопросов нет? Кул! Тогда давайте я расскажу про основные изменения в ПФ в сравнении с ДНД. Сколько раз ты дальше играл в ДНД вообще? Достаточно? Ну, типа десять? Раз десять точно. Ну да, типа Кул, ну тогда значит у всех могу более-менее опираться. Во-первых, у вас три действия. Точка. Нет разделения на бонусные, на еще какие-нибудь. Просто у вас есть три очка действий по сути свои. Разные активности, которые вы можете делать, стоят разное количество очков действия. Например, сотворение заклинания, как правило, два. Какой-нибудь туманный шаг, чтобы ДНД было по бонусным действиям. Здесь вместо этого будет стоить только одну очку действия. Вот, перемещение одну очку действия, не знаю, ударить мечом тоже одну очку действия. То есть, по-хорошему, вы на первом уровне уже трижды можете ударить мечом совершенно спокойно. Но, есть нюансы. Поскольку у нас вон одна заклинательница, всех касается, здесь по-другому работают это. Первая атака вход без штрафов, вторая атака вход штраф минус пять, третья атака вход штраф минус десять. На попадание. Да. То есть, можно попробовать попасть, но не факт, что это сработает. Можно сразу, Кирюх, вот на бланке персонажа есть свободное действие. Да, сейчас до этого дойдем. Есть свободное действие, оно один раз вход, и у вас всегда написано будет на ваших листах, ну, типа, какое действие свободное, какое не свободное. Например, свободное действие это отпустить предмет. Дернуть рычаг у нас здесь сейчас это уже действие полноценное на одну, на одну штуку, на одну. есть также ответные действия, но в отличие от ДНД, у вас нет базово, например, атаки по возможности, когда враг от вас отходит, или пытается еще что-то сделать в вашем присутствии. Это черта, которую необходимо изучать. Воинам она, например, доступна, по-моему, почти сам. Глобально. То, что в ДНД было способностями, здесь тоже по большей части, не по большей, здесь тоже есть способности, которые вам открываются просто базово от того, что вы растете в уровне класса или выбрали отдельный вид, отдельную расу, что-нибудь. Но, вместе с этим все остальное крайне, подвижное и настраиваемое под вас. Потому что вы каждый, ну, практически каждый уровень выбираете себе черту. Все черты вам сразу недоступны, они открываются вместе с ростом уровня. И черты могут как, например, дать позволить вам изучить какой-нибудь дополнительный навык, так и дать дополнительное ответное действие, улучшить вашу возможность протискиваться через какие-нибудь узкие ходы или дать ситуативные бонусы в определенных ситуациях. Весь ваш персонаж построен на чертах. Да, на чертах, наверное. И если вы посмотрите на вторую страницу, то вот у вас полный список черт, которые вы когда-либо сможете взять. просто переверните первую. Ну и, соответственно, также можно обратить внимание, что лист персонажа в пэфе на четырех страницах. Сейчас я расскажу про базовые изменения, мы начнем это заполнять и станет в моем понимании по крайней мере понятнее. А что вы страдаете? Нормально все? Спасибо. Все они такие. Так, реакция это типа ответные действия. Да, все так. А где у тебя написано реакция? Я сравниваю. А, сравниваю с дендер. Да? Ну, типа это вопрос перевода, но да, реакция это ответные действия. И, например, когда ты там падаешь и пытаешься за что-то схватиться, ты тратишь ответные действия. То есть здесь нет такого, что ты делаешь что-то просто. У тебя должны для этого быть очки. Как правильно? То есть ответные действия входят в пул вот этих вот трех действий, которые у нас есть. Нет. Ответное действие у тебя тоже одно. Если ты сначала от тебя отошел враг, ты его ударил, а потом тебя столкнули, ты не можешь схватиться за уступ, потому что у тебя нет ответного действия. А перемещение входит в действие? Перемещение это один из вариантов действия. Все верно. Ну, давайте я просто опишу, например, общие действия, которые доступны всем. Взаимодействие. Достать что-то, дернуть что-то, открыть дверь и так далее. Встать. Действие. Отложить свой ход. До этого еще дойдем позже. Свободное действие. Высвободиться из захвата, попытаться распутать путы. Тоже действие. Подвигаться действие. Подготовить какое-нибудь действие, когда случится триггер. вот как отложенное действие. Как отложенное действие. Но здесь есть два разных варианта. Можно свой ход перенести на позже в инициативе. А можно отложить действие, когда кто-то что-то сделает. Это вот стоит два очка. Поиск. При помощи внимания поискать, где у нас спрятаны враги. Действие. Ползать. Действие. Понять, что существовал лжет. Действие. Прыгнуть. Действие. Лечь. Действие. Ударить. Действие. Скрыться за баррикадой действия. Сделать шаг на пять футов, не провоцируя атаки по возможности. Тоже действие. Так называется шаг. Вот. Просто пример кнопок, которые есть. Их еще много. Ну, так же, по-моему, у вас где-то... Не, на листе у вас этого нет. Но есть вот такая памятка неполная, которую можно при желании друг другу поперечить. Будь здоров. Другой связи от общей. Да. Просто я... Да? Окей. Просто шути. Я так больше не могу. Старый лист увидел, но... Вот. Продолжу пока общие какие-то вещи тогда. Чарты. Вот возьмем на примере, не знаю, следопытов. Например. Сейчас я его только найду. Вот мы смотрим на то, как у нас растет следопытов. Там первый уровень мы опускаем. Ну, а там на втором уровне черта навыка, черта следопыта. На третьем уровне общая черта. На четвертом уровне черта навыка, черта следопыта. На пятом уровне повышение навыка, повышение характеристик. И так далее. То есть, как правило, вы каждый второй уровень берете себе черту класса и общую черту. Черт очень много. Есть специфические для класса, которые дают, по сути, возможность создать свой архетип. То есть, как ты дерешься, так ты это и делаешь. То есть, там, у следопыта, например, можно брать каждую черту на то, чтобы хорошо стрелять из лука, а можно, наоборот, чуть распыляться. И, соответственно, важно отметить, что, ну, вот вы дошли, не знаю, до пятого уровня, или до какого здесь будет подходящего. Вы дошли до четвертого уровня, вам на выбор следопыту доступно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь черт. Вот. Из которых можно взять любую. Но также можно взять черту прошлого. Это не единственное, это не то, что ты выбираешь один раз из всего, и дальше не можешь с этим делать ничего. Ты просто дошел, выбрал уж, и тебе просто открылся новый пул штук. Вот. Это просто то, как это работает. Дальше. Нет, судя по всему, преимущества, и все приколы внутри боя, все их бонусы, штрафы и так далее, это цифры. Это плюс два, минус два, плюс один и так далее. То есть эти какие-то вещи есть смысл считать. Ничего не дает вам преимущества, все дает вам небольшие бонусы. Но у этого есть логическое объяснение, потому что здесь чуть по-другому работают кредиты. В ДНД критический провал при атаке и по новому изданию, судя по всему, при всем это только один скуба, критический успех только 20 скуба. Здесь по-другому. Допустим, у нас сложность проверки 15. Если вы выкинули 10, это провал. Если вы выкинули... Если ваш результат 10, это провал. Если ваш результат 5, это критический провал, потому что он на 10 ниже сложности. Если же вы, например, у вас бонус плюс 13 или это плюс 20 на какую-нибудь проверку. Сложность 15, но вы выкинули один скуба. Это не критический провал, а просто провал. Потому что 11 скуба снижает степень успеха на 1. 20 скуба повышает степень успеха на 1. Сложно объяснить. Сейчас попробую еще раз. 4 сложности... Ну, 4 возможности успеха. Критический успех, успех, провал, критический провал. 20 скуба и 1 скуба не дают автоматический критический успех или критический провал. А понижают степень успеха на 1. Или повышают степень успеха на 1 в случае 20 скуба. Просто, допустим, у тебя бонус плюс 15, сложность проверки 40. Ты выкинула 20 скуба. У тебя получилось 35. Это провал, но поскольку это было 20 скуба, это вместо этого успех, а не критический успех. Понятно? Угу. Даша? Нет. Нет. Хорошо, давай еще раз. Я говорю тебе проверка, возьми до 20, я говорю тебе проверку. Давай. Сложность проверки 17. У тебя бонус плюс 5. Окей. Ну, я выкинула 9. Бонус плюс 5, 14. Это просто провал, потому что сложность проверки была больше. Все, я поняла, что если бы я выкинула на 10 меньше, то это автоматический критический провал. Да. Но, смотри, я должна выкинуть именно это значение или выкинуть итоговый результат? Итоговый результат. Если он на 10 меньше сложности, это критический провал 100%. И если я выкидываю 1, то на сколько оно снижается на... На 1. Просто на 1. Ну, типа, успех превращается в провал, провал превращается в критический провал. А, на 1 по степени. Все, все, окей. Я просто, ну, я считала, что ты вычитаешь 1, типа, ну, минус 1 к значению, и ты начала считать, я такая, нет, это не так. Да, это было как раз к тому, что бонусы и штрафы, почему это плюс 2, минус 2 и так далее? Потому что криты определяются по-другому. Если ты набираешь плюс 10 к сложности, это уже крит. Да, Соня? Сложность 17. У тебя со всеми бонусами и штрафами получилось 27. Это критический успех. Ну, да, я, да, я поняла. Вот. Дальше. Заклинания. Рассказываю тебе, Соня. Работают в этой игре по-другому. Потому что... Так, потому что я не знаю, как работают они в других. Ну, смотри, нет, ты в любом случае так или иначе с этим сталкивалась. Потому что, ну, в ДНД как? У нас есть условные там чародеи и барды, которые учат заклинания, и вот у них есть эти заклинания, которые они херачат. Но им не надо их подготавливать, они не могут их менять, но могут как-то их трансформировать. Угу. И есть, например, там жрецы-друиды, которые каждое утро могут пересобрать себе заклинания. Есть волшебники, которые могут делать так же, но у них ограниченный список заклинаний, они выбирают не из всех. Это все неважно. Спасибо. Не слушайте меня. Да, потому что в Pathfinder'е заклинатель делится на два типа подготовленные или спонтанные. Ой. Можешь рассказать только про то, который сегодня? Сегодня был подготовлен. Мне там нужно со зверушкой общаться. Да, по-моему, у тебя подготовленный, но просто для понимания вообще в чем разница. На случай, если вы там, может, захотите и за заклинатель сыграть сейчас. Судя мы такие, не, не, я... Я мультиклассируюсь. Например, это тоже по-другому работает. Пизда. Я не мультиклассируюсь. Потому что мультикласс открываете доступ к чертам. К каким-то. К чужим. Мультиклассированным. Не, не, не. Не чужим. К мультиклассированным. Мультиклассированные черты. Черта мультикласс. Почему тут нет черта, интересно? По-моему, для всего. Так вот. Подготовленный заклинатель каждое утро выбирает себе заклинание. Но тут в чем нюанс. Допустим, ты знаешь заклинание лечения рам. Ты подготовила его вот на первую руку. Ты не можешь скастовать его просто так на ячейке второго круга или на ячейке третьего. Ты с утра готовишь лечение ран третьего у круга, чтобы скастовать его на третьем кругу. Так. Ты не можешь в моменте сказать «Я хочу наложить это заклинание на таком-то уровне. Тебе надо заранее на это закладываться». А ты можешь подготовить лечение ран условно и для первого, и для второго, и для третьего? Да, все так. ты можешь быть все свои ячейки забить лечением ран при желании но тогда у тебя не будет других спонтанный заклинатель в этом смысле проще потому что он он готовит сейчас я скажу точное в меньшей степени нам нужно поэтому я не буду жестко про это затирать где они начнут да у спонтанных заклинателя есть репертуар заклинаний как ну вот там в днд например у чародеи леварда они знают меньшее количество заклинаний но могут в любой момент сказать к чал я использую это заклинание им сложнее их повышать они также но для того чтобы бард смог наложить огненный шар не на третьем а на четвертом уровне ему надо насколько я по крайней мере понимаю выучить версию этого заклинания четвертого уровня и добавить его в свой репертуар как хорошо что у нас нет бардов вот еще заговоры которые здесь называются фокусы я предлагаю уже просто по этому переводу идти чтобы не мучить и голову фокусы то же самое что заговор обтенды слабее доступно много тебе 6 с первого уровня прикольно и они типа всегда подготовлены условно они всегда подготовлены ничего не расходует можно применять неограниченно а он повышается до тоже растет в уровне но не как в днд а повышается до значение круга равно половине вашего уровня то есть на третьем уровне это будет фокус будет как заклинание второго круга по силе прикольно да ну то есть типа не однако стать три насколько я понимаю ну надо смотреть по описанию каждого еще есть так называемые фокальные заклинания фокальные отлично рассказываю про фокальные заклинания вот фокальные заклинания это то что в dnd называлась бы например проведение этим Божественным каналом у жреца или паладина Какими-нибудь ограниченными Короче, ограниченная классовая способность Типа Я даже не знаю, с чем еще сравнить Какие-нибудь заклинания волшебника, которые он может один раз наложить бесплатно Типа таинственных арканумов Да, да, типа того Это вот конкретные, знаете, те заклинания, которые можно там Один раз в день не ограничено Многие подклассы дают вот эту штуку Здесь это все называется фокальные заклинания И для них используются фокальные пункты Максимум их может быть у вас три Как правило, их можно, ну, либо прокручивать и досоздавать Похоже на ячейки чародейства Чем-то Фокальные пункты используются только для фокальных заклинаний Ни для чего больше Рассказываю Соне, потому что у Сони это все есть И фокусы, и фокальные, и заклинания каждое утро готовить А еще учить В твоем случае, потому что твой зверь должен их учить отдельно И со свитков может их учить Ты выбрала класс, который совмещает в себе волшебника, чародея и колдуна Соня, ты супер Спасибо Соня, молодец Ты сделала то, что Соня смогли сделать мы все Вы умрете сразу И я тоже В ГТРВ В ГТРВ В ГТРВ, безусловно Насколько вероятно, что этот модуль закончится смертью всех наших персонажей? Небольшая Уже официальное приключение не я создавал Хотя хер его знает Может, нам окажется, что у вас будет типа 17 боевых сзади Мы не узнаем, пока не начнем Максим из важного что-то пропустил Криты работают по-другому Не 20 скуба и 1 скуба А плюс 10 к сложности проверки Или минус 10 к сложности проверки 20 скуба и 1 скуба вместо автоматического крита Повышают степень успеха на 1 в случае 20 И понижают на 1 в случае единицы Так, это как будто бы все основные изменения В остальном это все еще Мы кидаем до 20 на определение успеха в проверке А потом кидаем кубики на выяснение, сколько урона мы нанесли Вот Вопросы какие-то пока что на базовом этапе Что-то, возможно, про ваших персонажей Про какие-то атаки и прочую всякую бежу Нет, хорошо Тогда зачем я закрыл книгу? Итак, поехали Мы начинаем создавать персонажей И разбираться во всех этих прекрасных деталях Знаешь, что, какой у меня есть глобальный вопрос? Так Может быть, потом его обсудим и ты скажешь Подфайндер, он как будто бы относительно ДНД Больше про боевки и механики Чем про вот то отыгрыш своего персонажа Да или нет? Слушай, у меня складывается такое ощущение тоже Но если ты смотришь базово на правила ДНД Ты видишь те же самые механики Которые по большей части заточены именно под боевку Потому что и ДНД, и ПФ определяют на самом деле боевку У тебя здесь нет социальных навыков Особо Каких-то механик под это И все прочее Здесь, ну, это героическое фэнтези Мы сражаемся с монстром Но это не значит, что здесь не будет места исследованием Решению загадок, головоломок и так далее Они, слушай, не детские загадки Там типа на логику по большей части С этим у тебя как будто бы получше Чем с детскими загадками Детские загадки А у кого хорошо с детскими загадками, ребята? Детей? Нет Я не знаю В следующем ответ он такой Блин, прикольно Я так же делаю Ну вот, именно Так, с чего мы начинаем создание персонажей? С накидывания кубиков на характеристики Ты так же это действует или как? Ну, это один из вариантов, как мы можем это сделать Вообще Вообще здесь это работает по-другому Можем весело кинуть кубики Можем сделать баланс Весело кинуть кубики Хорошо, значит Просто смотрите Когда вы кидаете кубики Вы теряете повышение характеристик От расы, от класса, от происхождения И так далее Чего? Почему? Потому что вы кидаете кубики Смотрите Давай Как это работает базу? Все, что вы выбираете на создание персонажей Вы выбираете себе народ Который дает мне два повышения характеристики Народ расу В смысле Вы выбираете происхождение Которое дает два повышения характеристики Вы выбираете класс Который дает повышение ключевое для класса характеристики И после этого вы получаете еще 4 повышения характеристики Повышение характеристики Это повышение характеристики на 2 Так Изначально у тебя все по 10 Да И ты получаешь 2 от того, что ты условный человек 2 от того, что ты Такой-то Такой-то человек Сколько? 4 от того, что Ты взял класс Нет, 1 от класса 2 от происхождения и 4 просто так Ага, то есть это 16 16 очков Которые можно раскидать уже плюс к 10 Все так, да, но они просто определены классом Они не фули рандомные, да? Плюс 16 очков, но тут есть нюанс Что на первом уровне нельзя повысить Характеристики выше 18 Какое говно, дайте кидать кубики Подожди, это один вариант Сейчас Кубики очень весело Ну хорошо, давайте тогда стандартно по нашим правилам Что как минимум 2 характеристики Пардон, как минимум 1 характеристика должна быть не ниже 15 Да Как это происходит? Выбираете 4D6 Кидаете, выбираете самое нижнее значение Складываете все остальное Сейчас я покидаю ее там Записывайте Потом распроставляете других D6 Ничего себе Кирилл, подожди, пожалуйста, 3D6 Так, еще раз мы кидаем Самое маленькое убираем Все 4 могу кидаем Так, кидаем Сколько раз кидаем? 6 6 Ладно Кирилл, у тебя есть еще 2 D6? Спасибо Пожалуйста Самое маленькое убираем Да Как минимум 1,15 должно быть Да Рерол всего Это так работает? Да Да Е-мое Четыре пятерки, я считаю, что было сейчас О, nice Поехали, надеюсь, это будет удалось Супер Че, когда с жопа получается? Нет, ну типа О, прошлый просто был абсолютно ровный Там типа 13, 11, 10, 10, 10, 10, 10 Сейчас вот я начал продлять 5, 16 Что это? Хау То есть оно уже проходит Мне сейчас 3 шассерки выпало Nice Ну вот У меня так лак собрался в прошлый раз Не, ну слушай, это нормальная Ну вот Немножко Кэла Ну Отличные характеристики Ну это колдовная Ну 15 есть? Да, два раза Ну, знаешь, играем Ааа У тебя же наноси? Да, у меня до 16 У тебя? Все год? Да В общем, у тебя есть, или только Только шестерки выкидываешь Тут снова МВП модули делают Угорается Блядь, у меня единственный? Нет У меня вообще пиздос Что самое низкое у кого? 10 Нет, 9 5 5 7 Отлично Распределите себе Распределите себе пока на листе Эти характеристики По характеристикам Соответственно Для вас важно понять Какая Какая у вас Характеристика Ключевая Так Плут Ловкость Или иная Вот так вот И иная Характеризма, вероятно В твоем случае Воин Ловкость или сила Ты, по-моему, на ловкости хочешь играть? Да, да Ведьма интеллект Да, ведьма? А, это не здесь Сейчас Ведьма в другой книге Мне кажется Наверное, да Наверное, в правой квадратики Да, да, да В правой циферке Пока не, да Потому что там еще будут повышения Я поэтому говорю Пока на Плотную А, ты сказал Наплотную Сказал на листе Выписать себе Маша, можешь Блокмарчик один передать? Пожалуйста Счастливо Ведьма интеллект Действительно Сорви голова Ловкость, я guess По-моему, ловкость Да Сейчас Они просто в разных частях Книги Это что? Все нормально Сорви голова Да, ловкость Кто у тебя? Шерк был? Следопыль, ловкость Или сила Это ключевая Дальше важная Для следопыта Еще выносливость Мудрость важна Для плута Харизма Выносливость Для Сорви головы Я бы сказал А что он дает У нас здесь Не свободное время Начинаем Блин, я снова Ничего искать не буду Все, мудрость Поставил Для сервы головы Я бы сказал Что Выносливость И мудрость Тоже Или выносливость И харизма В твоем случае Войн Понятно Выносливость Просто Качай И голову не мучай Ведьма Интеллект Харизма Выносливость В такой последовательности Я думаю Ничего осталось Блядь Вот Что, силу По-моему Все дампаем Правильно У меня 10 Что такое А что быть Опять в интеллекте? Мудрости То, что Не, маня На мудрости завязано Что такое дампаем? Берем самую Низкую Стату туда И забиваем Хер на эту Характеристику Так Ну слушай От интеллекта Зависит навыки Да, все верно От интеллекта Зависит количество От модификатора Интеллекта Зависит количество Навыков Которые вы получаете На первом уровне Вот Можно мастер, пожалуйста От мудрости Зависит Внимание Да Как будто Мне важнее Чтобы хотя бы Какие-то навыки были Чем То, что Он В чем-то Разбирается Да, потому что Навыки здесь Тоже работают По-другому Здесь нет Бонуса умения Которые растут С уровнем Но Если вы владеете Навыком То вы К броску Добавляете Ваше значение Уровня Если вы Десятого уровня И вы владеете Акробатикой У вас Акробатика Плюс 10 Прикол Так, напомню Вносливость Это ХП Сложение ХП Блять Простите Че-то я Такой здоровый Такой Еще, кстати Важный момент Здесь Меньше спас бросков Здесь Есть только Три испытания Это вот Стойкость Реакция вода Да, ну по сути Выносливость Ловкость Мудрость Нет спасов Харизма Интеллекта И сил Так Ловкость Это как я Уворачиваюсь Ловкость Влияет на Твой КД Да Ага И мудрость На всякий Слушай Ну Внимание Чтение Эмоций Ну такого рода Медицина Тебе так красиво Все расписывают Вот Хорошо Это сделали Теперь Народы Народ же в этом В таком формате Больше не дает нам Дает Но меньше Ага Дает, но меньше Ты просто Вначале сказал Да, я набрал Я сам читаю книгу Прямо сейчас Так Гномов нет Гоблинов нет Дварфов нет Люди Так Люди Это у нас Раз-два Вы так бы получили Два универсальных Повышения характеристики Вы получаете Только одно Ваша скорость Двадцать пять футов Размер средний Базовые пункты Здоровья Восемь Размер Ср Потому что народ Теперь здесь Тоже дает Изначальное хп Че восемь? Хп? Хп Это макс хп, да? Ну Не финальная еще Запись, но да И характеристики А где скорость пишется? О, да Характеристики Характеристики Одно повышение Универсальное Какой-то одной характеристики Плюс один Плюс два А модификаторы Тоже четные здесь? Да Все так же Как дэнда Можно разбивать На один-один? Нет Хал По-моему 25 сказал скорость Да? Маша, у тебя Какая скорость? Двадцать пять Все Под характеристиками Там класс Да Нельзя делить Только на два Полоэльфы Да А что с этим-то Сейчас Насколько я понимаю Ты не получаешь Повышение характеристик Из-за того, что это Полоэльф Но У тебя Те же самые Пункты здоровья Та же самая скорость 825 Так, а есть ли у вас где-то Куда пишутся Дескрипторы? Есть Что такое дескрипторы? Давайте я расскажу Дескрипторы Это теги По сути Которые определяют Действительно вас Например Заклинания какие-то И так далее То есть вам не нужно Помнить, что вы Человек Эльф Вампир И так далее Вы просто Смотритесь на свои Дескрипторы В дескрипторе Написано Эльф Такое Это заклинание Не действует на Существо Дескриптором Эльф Все чуть-чуть Более структуризировано В этом смысле Ярлык А? Ярлык Да, ярлык Хорошее подходящее слово Ярлыки Ну, дескрипторы Мы будем называть Дескрипторы Чтобы не путаться Есть у всего У заклинаний У атак У черт И у существ Разумеется Тоже Дескрипторы Людей Гуманоид Человек У тебя Также Дескриптор В дополнение К гуманоид Человек Еще Полуэльф И эльф А куда их записывают? Вот здесь Там Минимальное Окно Для них Ну да Значит Гуманоид Человек Эльф Полуэльф Все верно Ебаный в рот Не, просто Ну реально Очень маленькое место А ты можешь сокращать Ну да По три буквы Пол Чел Пол Я человек Пол Блин Я хочу за ламинат играть Моя За паркет Мудос Так Федя уехал Просто началось Блядь Также Ты получаешь Сумеречное зрение Сумеречное зрение Это пишется В восприятие Под строкой Внимания Вот здесь Ага Сумеречное зрение Ну Сумеречное зрение Позволяет тебе Видеть в тусклом освещении Так же Как На свету В темноте Ведь не позволяет Чтобы видеть в темноте Нужно Ночное зрение Ночное зрение Будет давать В оттенках серого Соответственно Не отличается Yes А также Каждый раз Когда ты будешь Получать черту народа Ты можешь выбирать Из черт народа Людей Полуэльфов И эльфов У тебя Вот такой вот Вот таким Вот 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 Так Это база Это мы сделали К чертам Мы Дойдем Я Максим И я люблю Выбирать А ты хочешь Продолжить Прям совсем Или Может быть Нам с Соней Что-то Нет Я продолжу Сейчас Я просто Посмотрел По логике Полурослики Пункты здоровья 6 Мне кажется 8 Размер Размер У тебя Небольшой У вас У всех Был Средний Там же Наверху Скорость 25 футов Ты получаешь Повышение Характеристики В ловкости Или Мудрости И Или Или Сейчас Или Я не понимаю Сейчас Полурослики Два Повышения Характеристик Да Ничего себе И ловкость И мудрость Все верно Ты говорил Что больше 18 Не может быть 18 Может быть 18 Может быть И есть Еще Прикол Просто Мем Анекдот Ты можешь Поднять До 18 Также Ты можешь Поднять Одну Характеристику 17 До 18 Но Потерять Вот эту Лишнюю Единицу Дробить Все еще Нельзя Ну Понятно Да Вот Или Привинить К любой Другой Характеристике Если Это Превысило 18 Она Становится Универсальна Ты Также Получаешь Понижение Характеристики Сила Минус Другой Сколько Теперь 8 Нормально Да Дескрипторы Гуманоид Полурослик Интересно Куда Записывается Вот это Что Скажи Мы найдем Еще Я тоже Хочу Посмотреть Восприятие Запиши Себе Остроглаз Остроглаз Причем здесь Цветок Ты получаешь Ситуативный Бонус Плюс 2 Когда Применяешь Действие Поиск Чтобы найти Спрятанных Или Необнаруженных Существ Дойдем до этого Это разные вещи В пределах 30 футов И когда Ты выбираешь Цель Плохо Видимое Тобой Или спрятанное От тебя Существо Тебе Это Тебе проще По ней попасть Про конкретную Но напомни мне Об этом позже Потому что Ну да Я тоже Чем И Китсуне Открываем Сайт Потому что Это Отдельная Штука Китсуне Сайт Под Файндер Фэмили Да По-моему Это Буквально Какая-то Японская История Да Все верно Да Тяночка За столом Ни хамас Проклятье А Где Главное не перепутаться Так Хорошо что Девочки с дорогой Размер Средней скорость 25 футов Повышение характеристик харизма Если уже 18 То можешь Как универсально Использовать Сколько там Плюс 2 Плюс 2 А ловкость нету? Нет Жаль Дескриптер Гуманоид Китсуне Блин Что это за хуйня Китсуне Через А Не знаю Также у тебя есть Сумеречное зрение И твоя способность Изменения формы Куда это тебе записывать Я без понятия Если честно Ладно Просто забудь про него У тебя нет способностей У меня есть Действия и занятия Снадвижения Хобби Национальность По ней нажму Тут есть Фотка национальности Смотри Это заклинание А Ну заклинание Ну это не прям заклинание Это Это действие Врожденное заклинание Нет? Да Это врожденное заклинание Наверное Нет Это не считается Санкральной Трансмутацией Полиморф Я посчитаю Это заклинание По крайней мере Сейчас Я тебе сейчас За скринью Пришлю В телеку Но по-моему Суть изменения Формы Китсуны В том Что она может Находиться Что в том Что в другом Облике Сколько она хочет Да Слушай Везде написано Что это действие Так что Ну да Типа действие А потом До того момента Когда она Бэкгвозь обратно Да Я тебе Короче Скинул Формулировку Как-нибудь Себе это Куда-нибудь Запиши Такое есть Предложение Спасибо Так что еще Важно Дескрипторы Мы записали Варианты Вы можете Выбрать Языки Вы все Знаете Всеобщий Можете записать Просто общий Языки Это где В самом низу В самом низу Да Ага Вы все Знаете Общий Всеобщий Да Даша Также Знает Полуросличий Ты по-хорошему Знаешь Лифийский Но это В любом случае Считается Вы можете Знать Языки В количестве Равным Один Плюс Ваш Модификатор Интеллекта И тут Уже Можете Двигаться По Логике Ну то То есть Как Ну у тебя Полуросличий Идет Зачет У тебя Эльфийский Нет Ну то То есть Ты Ты дальше Можешь Добавить Один Плюс Платификатор Интеллекта У тебя Эльфийский Я тебе Говорю Что он Скорее Просто Входит В этот Дополнительные Языки Которые Один Плюс То есть Я знаю Всеобщий И Один Еще Плюс Языки Обычные Значит Общий Гномий Гоблинский Дворфийский Драконий Йотунский Это Великанные Оручий Подземный Полуросличий Сильван Эльфийский Необычные Языки Необычные Можно Общий Общий Обычный Так А у нас же Характеристики Больше Меняться Не буду Тогда Давай Дадем До этого Яна На всякий Тут На сайте Pathfinder Family Написано Что Китсон Начинает Игру Говоря На всеобщем И Сильван И Могу Еще Один Выбрать Если Высокий Показатель Интеллекта Я Вижу Что У меня На сайте Написано Что Ты Знаешь Общий Дополнительный Языки В количестве Вашего Модификатора Интеллекта Если Положить Окей А можешь Скинуть Этот Сайт Чтобы Мы На Одинаковые Вещи Смотрели Вот Но У тебя Просто Больше А А А Ага И Дополнительно Ты можешь Выбрать Давай Будем Считать Что Это Один Плюс Модификатор Интеллекта Но Тебе Также Доступен На Выбор Например Сильван А Сильван Так Сильван Ничего Не Поняла Но Хорошо Ладно До языков К ним Еще Вернемся Дальше Про Исхождение Исхождение Принем Сейчас Происхождение Обычно Дает вам Два Повышения Характеристики Нам Даст Только Одно И Всякие И Знания Навыков Что Нам Важно Итак Я Перечисляю Все Вы Запоминаете И дальше Будем Идти Уже По Конкретике Адвокат Адепт Боевых Искусств Азартный Игрок Акробат Артист Благородный Боец Бродяга Гадатель Гладиатор Друг Животных Заключенный Землепашец Кочевник Купец Механик Моряк Отшельник Охотник Охотник За головами Полевой Медик Посланник Послушник Преступник Разведчик Разнорабочий Перемесленник Рудокоп Стражник Сыщик Травник Трактирщик Ученый Это два разных Художник Шарлатан А также Трактирщик Ученый Художник Шарлатан Это Два Моя Клика Я не А также Беженец Конный Разведчик Культист Мусорщик Оруженосец Паломник Повар Побстанец Подопечный Разбойник Посыльный Сборщик Податей Слуга Собиратель Кореньев Худовод Учитель Цирюльник И Редкие происхождения Которые мы не будем брать Оп Прочитай хотя бы одно А ты уже закрыл Пофиг Забей Забей Недреко Редкие происхождения Такие как Благословленный Возвращенный Дикое дитя Должник Фей Королевская кровь Потеревший память Проклятый Терзаемый Призраками Спуки Пайфли Вася Чего Написал себя Стражника Стражника Душа конечно Лежит к мусорщику Абсолютно Корей Небо собирает Не хочется Стражник Стражник Вынесли службу В страже Из чувства патриотизма Или желания подзаработать Как бы то ни было Вы знаете Как разговаривать Подозреваемого Но решили уйти со службы Возможно в поисках Лучшего применения Вашим способностям Вы получаете Два повышения характеристик Одно из них Должно быть Примено к силе Или харизме Другое универсальное Универсального Ты не получаешь В одном повышении Характеристик На силу Или харизму И ты изучаешь Навык запугивания И знание закон Или знание военное дело Ну пусть будет Знание закон Ага Соответственно Ты ставишь галочку В букву И И И в запугивании Да? Да Кто-то Кто-то Будь собирателем Корениев Пожалуйста Нет? Так же Под происхождение Ты получаешь Черту Навыка Это пишется Вот здесь Быстрая Угроза Быстро Угрожаешь? Просто только согласными Я тебя Все Я много чего выписала Окей Реально себе Походу сценографией занималась Друзья, давайте Выберем вместе, пожалуйста Что я выписала? Бродяга, кочевник, охотник, травник Шарлатан, мусорщик и собиратель кореньев Шарлатан еще у меня выписан Можем в этот момент послушать Еще раз Бродяга, кочевник Охотник, травник Шарлатан Мусорщик, собиратель кореньев Мне нравится бродяга и собиратель кореньев Да, собиратель кореньев топ Давай посмотрим, что это такое Это такой послушник Некоторые недуги не исцелить при помощи одних только трав Вам известно и ритуальные снадобия Для которых призываются духи природы Помогающие умерить боль и отвести другой взгляд В компании «Искатели приключений» Вы обретете не только попутчиков Но и защитников от тех, кто сочтет вас шарлатаном Это очень похуже Вы повышаете повышение интеллекта или мудрости Изучаешь навык «Окультизм» и «Знание травничества» И получаешь черту навыка «Волшебные корешки» Блядь, я беру это Хотя подожди, а «Бродяга» это ху Можно? Пожалуйста Можно Спасибо Бродяга Выжили на улицах крупного города, перебиваясь карманными кражами Никогда не знали, удастся ли вам сегодня поесть Некоторые отправляются в путь в поисках славы Для вас же это просто способ выжить Повышение ловкости или выносливости Изучаешь навыки «Воровство» и «Знание», связанное с тем городом, где вы вели бродячую жизнь И черту навыка «Карманник» Это плута, короче Ну да, «Собиратель кореньев» звучит больше в тебя Я себе его записал на всех случаях Ну хорошо, я буду «Собирателем кореньев» Отлично, ну то есть, типа ты просто была целительница, это по сути Такая знахарка Так, Маша Акробат и благородный Акробат, вы зарабатывали на жизни акробатическими выступлениями в цирке или просто на улице? Возможно, вы решили отправиться в странстве, когда с заработком стало туго Или просто решили с большей пользой использовать свои навыки? Повышение силы или ловкости Навыки акробатика и знания цирк По черту навыка «Устойчивое равновесие» Ну, как будто в предысторию не очень Так, а второе? Благородный Благородный В глазах простолюдинам жизнь благородного кажется сущей идеей Но вы аристократ с рождения, неважно состоятельный или не имеющийся за душу ничего, кроме титула И прекрасно знаете, что это сплошные обязанности и интриги Возможно, вы стремитесь сбежать от обязанностей или улучшить свое положение в обществе И потому применяли шелка и роскошь на жизнь искателя переключений Повышение интеллекта или харизма Изучаешь навык общества и знания генеалогии или знания геральдика И получаешь черту навыка «изящные манеры» Вау Бо Че делают изящные манеры? Забей, потом Ну, типа это просто отдельно написано Ну, понятно, поэтому забей, потом Блин, ну акробат прикольный, но как-то, э? Ну, можно Ну, знания цирка Берешь или берешь? Ну, это, конечно, не забирать каренев Ты можешь определять, кто клоун Слушай, у меня есть знания цирка, ты прям похож на клоуна Какие эти характеристики у акробати? Сила или ловкость? Сила или ловкость А там харизма и что-то еще? А там харизма или интеллект? Ну, давай харизма и интеллект Тогда записывайся благородного и черту навыка «изящные манеры» Навыки общества и либо генеалогия, либо геральдика Глеб, давай послушаем преступника Преступника Вы ввели преступную жизнь и орудую самостоятельно в составе организации Может, вы отправились в станции, что в странстве Чтобы искупить свою вину, скрыться от правосудия или быстрее разбогатеть Повышение ловкости или интеллекта, изучаешь скрытность и знание преступный мир Также получаешь черту навыка «опытный контрабандист» Опытный контрабандист Опытный контрабандист Меня очень еще интересует шарлатан-разбойник Шарлатан Продавец змеиного масла Вычеркиваем Вычеркиваем Да, типа интеллект, харизма, обман, знание преступный мир и обаятельное лжец в качестве черты Хотя Что там еще? Какие характеристики? Какая это? Интеллект, харизма, обман, знание преступный мир Дальше он там возьмет Хорошо Записывай черту навыка «обаятельное лжец» Даша Кочевник Кочевник Вы привели жизнь в дороге, освоили основы выживания при старанстве и их по незнакомым землям И научились обходиться минимуму припасов и жить без каких-либо удобств Пустившись на поиски приключений, вы продолжаете странствовать Но теперь судьба зачастую забыт в вас еще более опасные места Повышение выносливости и мудрости Изучаешь выживание и знания, связанные с той местностью, к которой ты путешествовала И получаешь черту навыка «уверенность для выживания» Может, только одно повышение берем из этих? Да Кирилл, а можешь, пожалуйста, еще раз? Чего повышать в собирателях кореньев? Интеллект или мудрость? Ага Так, а мне, можешь, я не успела просто... Выносливость или мудрость? Или Да Изучаешь выживание и знания, связанные с местностью Ну, то есть пустыня, болота, леса Пояса, я не знаю И черта навыка «уверенность для выживания» Я должен сказать, что мы проиграли уже на этом этапе Так, ага, хорошо, а дальше что вот здесь в навыках отмечать? Подойдем сейчас В навыках ты оккультизм и знания травмничества отметила? Нет Отметь Оккультизм просто, типа, что? Ставишь галочку в букве «И» справа Это значит, что науку тебя изучим Оккультизм и, блядь, что? Знания кореньев? Знания в скобочках коренья Травмничество Травмничество Ой, хорошо Травмничество, да? У этих килла у нас нет, а знания травмничества у нас есть Да, да, вот, вот ваш хил Спылов нет, а, ну, снейк-коилс Охуенно All the way Так, все-все? Вроде да, у нас еще есть положение характеристик от класса Сейчас От класса Я не знаю, как работает эта игра Нет, от класса вы повышение характеристик не получаете уже Все, характеристики закончены Поэтому можете их записывать и определить модификаторы Даша, нужна ли помощь с модификаторами? Да, я просто не помню, как они, откуда 10 плюс 2, да? 10, 11, ну да Плюс 0, 12, 13, плюс 1 Каждая четная Конечно, у меня У меня 4 нечетных характеристики Хар У меня 3 И вот не раскидаешь особо Не помню Так, если минус, если 7, то это Минус 2 Минус 2 У меня минимум плюс 1 Безумие Так, 10 это 0 Минус 1 Где-то плюс 2 Да 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 Минус 2 Плюс 1 Так, пять, это минус три, ошибись. Давайте теперь по вашим классам и начнем с Максима, потому что он ближе всех. Твои пункты здоровья, в дополнение к тому, что ты получал от народа, десять плюс модификатор выносливости. Десять плюс модификатор выносливости и плюс вот эти восемь. Да, да. Это что, тут волшебники не умирают от падения с лестницы? Прикинь. Нормально сделана система в этом плане, ничего себе, почему раньше вы не играли. Ты также... Сейчас. Внимание, видишь, внимание тоже навык, но вынесен отдельно. Да. Внимание у тебя экспертное? Экспертное? Да. Так, это важно рассказать. У навыков есть уровни их изучения. Просто изученный навык дает вам бонус... Убедюсь. Где у нас про это инфа? Здесь же... Я думал, ты хвалишься. Да, справлю. Коман, навыки. 232-я страница, все хорошо. Как было где-то еще. Так вот. Навыки, навыки, навыки. Жизнь подобная лестница, что падает с деревом. Оно есть на листе персонажа. В самом начале. Там под блоком персонажа. А, да, ты права. Спасибо. Да, левый верхний угол. Изученный навык ты добавляешь... Модификатор навыка становится 2 плюс уровень. Сейчас. Не знаю. Да. Вот у тебя экспертное внимание. Да? Следовательно, у тебя во внимание значение мудрости плюс твой уровень плюс 4. То есть, если у меня мудрость 13, то есть плюс 1. Да. Значит, у меня плюс 1, плюс... 1. 1 и плюс 4, плюс 6. Да. Тут же есть специально вот это I, E, M... Да, 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 да. Где нужно галочками поместить. А вот то, что у меня изучен навык обман от филда истории, получается, мне нужно поместить изучен. Да, все верно. Угу. Так, а M.A. Мастерский легендарный. Это берется чертами навыков. И таким образом у вас становится, соответственно, 6 и 8. Все понятно. Все ясно. Дальше. Испытания. Пишутся в большой блок испытаний. У тебя экспертная стойкость, экспертная реакция и изученная воля. Ничего себе ты... Ух, блядь. Сейчас, а где это испытание? По центру сверху. Ага. Вот класс брони. Так, значит, экспертная... Стойкость. Стойкость. Экспертная реакция. Экспертная реакция и... Изученная воля. Изученная воля. Всеми спосбросками мы так или иначе обладеем, просто некоторые становятся экспертными. Ага. Так, и рассчитывается так же? Да, все верно. Так же, как навык. Ничего. Давай мы сначала тебе все запишем, а дальше ты все будешь рассчитывать. Дальше. Выбери изучать акробатику или атлетику. Так, пусть это будет акробатикой. Хорошо. И дополнительные изученные навыки в количестве равным 3 плюс 2 модификатора интеллекта. Шесть навык. Нормально. Нормально. Вот, они все становятся изучены. Так же, давай тоже, я думаю, куда интересно пишу. Что это пишу? Во, умение вооружии, левый нижний угол. Угу. Простое, экспертное. Угу. Особое, экспертное. Угу. Экзотическое, изученное. Я... Вписывай в пустой блок. Экзотическое. Лежит. Ничего себе. Безоружное, экспертное. Безоружное оружие. Безоружное оружие. Записал? Да. Возвращаемся наверх к броне. Броня всех типов у тебя изучены. И без брони тоже изучены. Просто везде. Без брони легкая, средняя, тяжелая. Везде от мечей И. 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 Классовая сложность воина. Мне пока непонятно что. Но вернем. Тут есть классовая сложность прям под характеристиками. Да, я не до конца понимаю, как она здесь определяется. А. Ключевая характеристика есть какая-то. Ну да, значит, твоя ловкость. Ну, ключевая характеристика ловкость. Умение у тебя в ней есть. А, да, и она у тебя изучена. Следовательно, так же, как и все остальные навыки. Без. Классовая сложность. Для определения, например, сопротивления врагов твоим сбиванием с ног и всего такого. Ага. Так же, как и все навыки, просто распределяешь. Ключевая характеристика у тебя. Ловкость, насколько я понимаю, ты выбрал. Да, да. Вот, следовательно, умение из-за того, что она у тебя изучена. Плюс два. А. И вот у тебя и получается. Че? Сколько-то. Ага. Слева выписываешься. Ну, типа, медификатор плюс умение. Десять плюс ловкость плюс умение. Все. Да, уровень еще. Угу. Ну, умение. Я не умею. Вот. Кул. Можешь это все более-менее спокойно вносить. До черт мы дойдем потом. Угу. Дальше. Ведьма. Можешь покусывать. Ну, или ты можешь открыть сайт и сам начать это все. Да, да, да. Я подожду тебя. Хорошо. Я? Я сам. Ну, окей. Внимание изученное. Угу. Испытание, стойкость, реакция, изученная, воля экспертная. Испытание, стойкость, изученная, воля экспертная. Реакция, изученная. Угу. Навыки, благодаря своему покровителю. Ты изучаешь опкультизм? Итак. Итак. Вот это, кстати, хороший вопрос. Я не знаю, но я считаю, что ты можешь получить экспертность в этом навыке. Потому что он тебе повторять не вижу в этой проблемы. Окей, спасибо. Так. И дополнительно изученные навыки в количестве 3 плюс модификатор интеллекта. Ну, у меня экспертность в обнимании, поэтому ноль. Атаки. Соня. Пипец, ага. Изученная простой, изученная безоружная. Лево-нижнем. Угу. Защита, изученная без брони. Все остальное может не заполнять. Это где? Сверху, к вас брони. Спасибо. Так, без брони изученная, да? Да, все остальное нет. Угу. Дальше, четвертая страница тебе нужна? С заклинанием. Ага. Значит, у тебя изученная атака с заклинанием, просто ставь И. Так, сейчас, я пойму, где это? Лево-верху. А, нет, ну ебанно. Проверка атака с заклинанием. И. Угу. Ну, изученная. И сложность заклинания тоже изученная. Традиция у тебя оккультная, а ты подготавливающий заклинать. Нормально, внимание два. Я неправильно почетал лист. Так же у тебя есть фамильяр, но до фамильяра мы еще дойдем. Трежу фокусы наговора. Пока сидим. Набрала все, да? Как успеть? Я ни хуй не прочитала. Окей. Мне казалось, ты читала как раз. Я читала. Экспертное внимание. Ага. А, сэр. Соня, здоровье 6 плюс модификатор мудрости. Фу, выносливости. У тебя 10 плюс модификатор выносливости. В дополнение к тому, что... И это прям вот дополнение, да? У меня просто это прям выносливость. Блядь. О, нормально. А если это минус один? Значит минус один. То есть пять? Да. Утого у тебя один цехапай. Жесть. Пока. Так. Экспертная реакция и воля. Изученная стойкость. Изученная акробатика. Плюс 4, да? Стиль ты себе выбрала, Сарвиглова? Да вот я как раз его и читала. Сейчас. Ну, видимо, фехтовальщик. Фехтовальщик или боевой танцор? Танцор с клинками. Моевой танцор, ты же циркач. Нет, я уже благородна. Ты благородна. Я знаю изящные манеры. Будьте здоровы. Ну, фехтовальщик это на обмане, а танцор с клинками это на исполнении. Зависит от того, какой навык ты хочешь, мне кажется. Типа красиво завораживать движениями клинков или делать ха-ха. Я уже за твоей спиной, у тебя нож в печени. И нет яиц. Да. Нормально, нормально. Фехтовальщик как будто больше ложится. Ну да. Ну давай фехтовальщик. Фехтовальщик дает все изученные навыки обман. Обман. И дополнительно изученные навыки 4 плюс модификатор интеллекта. Четыре. Based. На атаку изученные простоя, особые и безоружные. Безоружные-то проще? Да, ну пустое поле. Защита изучена легкая и без брони. Где защита? Сверху класс брони. Ага. Так, легкая и без брони? Да. Классовая сложность у тебя, соответственно, тоже изучена. С левой бот характеристикой. Заполняй. Так, а тут, ну типа, пишешь характеристику и умения, которые у вас есть. Так же, как навык. Угу. И плюс один катур. Так же, как навык. Глеб. Да, давай по всему пройдемся, на всякий случай. Ну давай. Мне надо тебе далистать руку. Быстро. Экспертное внимание. Угу. Экспертная реакция воли. Экспертная реакция воли, да-да. Изученная стойкость. Да. Изученная скрытность. Изученная скрытность, да. Лутовской стиль у тебя пройдоха, по-моему. Подвешенный язык, лесть. Да-да-да. Он тут, где я читаю, называется негодяй. Ну типа, это про харизму ведь, да? Да. Дипломатия обман изучаешь? Обман тогда, получается, я еще больше изучаю. Да, потому что, да. Ну, мы считаем так, мне, я не готов это искать сейчас. Угу. Скажите в комментариях, где мы неправы. Да, типа, если что, типа, он что-то как универсальное может брать, или просто, ну, надо было другую предысторию брать. Потому что, если да, ты открыешь. Дальше. Я вижу, дойду после глеба. Угу. Ты можешь сделать харизму своей ключевой характеристикой. Давай попробуем так сделать. Хорошо, это просто будет влиять на сложность всех твоих штук и так далее. Она у меня 18. Отлично. А новость у тебя сколько? 17. Ну, да, харизма лучше в этом смысле. А, хп, 8 плюс модификатор выносливости. Навыки. Джизус Крайст. 7 плюс модификатор интеллекта. 7. Атака. Изученное простое оружие. Угу. Изученные, вот это в прочерк вписывай, короткий лук, короткий меч, мягкая дубинка и рапира. И безоружные. Кор-меч, кор-лук, дубинка. Ну, этот, блэкджек, знаешь, такая кожа пьянта. И рапира. Рапира. Защита. Изученная легкая броня и без брони. Ага. Ну, и классовая сложность у тебя тоже изученная, и она у тебя наиловкость. На харизму. Угу. Куда мы добавляем от уровня плюс? Она изучена. Угу. Ты сказал, что мы от того, что мы какого-то уровня добавляем плюс куда-то там. В навыки, в испытания, в классовую сложность. Уровень добавляется ко всему. Угу. Кроме атак в ближнем бою, по идее. Угу. То есть, даже если у меня, ну, там, в воровстве нету никакой галочки, он не изучен даже. Нет, тогда ты в уровень не добавляешь. Тогда у меня просто моя ловкость идет. Да. Все, спасибо. У тебя был какой-то вопрос. Это вот он красивый был. Угу. Так, и следопут. Угу. Следопут. Да, вот они тайные тропы. Экспертное внимание. Экспертная стойкость и реакция. Угу. Изученная воля. Изученное выживание и природа. Угу. Ты записываешь или ты уже это все сделаешь? Я, я, ну, чекаю, да. Ага. Ну, я просто слышу. Дополнительно, вот, четыре плюс модификаторы интеллекта. Да, 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 держи в курсе. Четыре плюс модификаторы. Да. Изученное простое, особые и безоружные атаки. Да. Легкое, среднее. Да, подожди, простое. Да. Безоружное и... Особое. Особое? Ну, это типа воинское. А, ну вот, это, я просто пыталась понять, это... Оружие просто... Ну, да, 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 я. Такая, да, такая речка, пробчика. Броня. Легкое, среднее, без брони. Ага. Изученное. И классовая сложность, как везде. А, все, две балки. Классовая сложность, как... Так у нас всех. Так же, как у всех, и тоже изученное. У тебя характеристика, сюда... А, ну, да, ну, изученное, я имею в виду. Да, и какая-то же на ловкости, да? Или на силе? Да, да, на ловкости. Полуросток на силе. Ага. А по... Ну, короче, тут на сайте еще есть очки здоровья. Там вообще 10. 10 плюс модификатор выносливости. Ну, типа, вот у меня сейчас 6. Я к этому добавляю 10. Плюс 10. И еще выносливость. У меня это просто мотивляет... Мощная полуростница какая-то. 20 где-то. 18. 18. У тебя модификатор выносливости... А, это 0? Плюс 2. А, 6 от полуростника. 6, да. 16, да. Да, нормально. А у меня какая ключевая характеристика? Интеллект. А, нормально. Живем. Ну, вы все вот на этот лист можете даже не смотреть. Он вам всем четвером не понадобится. Так что, да у вас лист персонажа на трех страницах. А по-хорошему, ну, я на трех страницах. Так, отлично. Получается, сейчас у нас изученный, это плюс 3. Ну, технически, да. Технически, да. А я бы была фехтовальщика, да? Да. Все, да, дальше я рекомендую вам открывать ваши классы и смотреть, что вы дальше получаете, и задавать мне вопросы. Потому что, иначе мы так по кругу очень долго. 6, уровень 7 и 10. Попробуем со всеми остальными штуками тоже разобраться. Так, отлично. Все, нормально. Мне пришлось набрать буквально все навыки. Типа... Буквально все? Ну, у меня 7 навыков. Плюс еще какие-то предыстории, плюс еще то, что изначально была скрытность. В итоге, типа, у меня нету... Нету запугивания, нет знаний, нет исполнения, нет мистицизма, оккультизма, природы и религии. Все остальное есть. Кайф. Мои любимые навыки на мудрости, в которых я обладаю умением. Просто нулевки. У тебя мудрость минус 3? Да. Сильнейший. Что дают навык медицине? Он тебе открывает, ну, бонусы. А вообще, ну, у тебя есть действия первая помощь. Я не знаю, что она конкретно давала. Но я посмотрю сейчас. Где ни пачки. Где интересно. Что здесь написано? Нет, здесь это инфа нет, но хочется верить, что где-то есть. Давайте. А, потому что тут, это вот здесь. Основные правила игры. Вопросик, вопросик. Вода. Как я откатался. Так он хорош. О, специально взял медицину, чтобы, ну, помогать вам. Плюс, плюс ноль. Я взяла медицину. Все. Четыре. Динус 3, плюс 3. Охуенно. Хорошо, что-то в навыках просто. Это в навыках шифровка, обознание магии. Медицина. Первая помощь. Когда у тебя в руках инструмента лекаря, ты оказываешь первую помощь, что рядом, которое при смерти или истекает кровью. Если оно и истекает кровью и при смерти, то надо выбрать что-то, пытаешься лечить. То есть, совершаешь проверку медицины против продолжительного урона, стабилизируешь вот это все. Я взял навык общества. Что такое навык общества? Это мы все живем в обществе. Личности института, на которых зиждется цивилизация. Осведомлены об исторических событиях, благодаря которым мы сформировались современные общества. Можно вспомнить информацию о местной истории ключевых деятелей культуры. Можно выпрашивать пищу. Изучив общество, можно получить... Можно делать действие расшифровка, ну то есть шифры и так далее, неизвестные языки. И также создавать поддельные документы. Природа, религия, минус 3. А природа это... Знание природы, я понимаю, просто... Я не беру его. Можно давать команды животному, изучив? А, нет. Изучение природы требует изучения заклинаний, относящегося к первобытной традиции и опознания первобытной магии. Здесь вообще четыре магические традиции. Мистическая, волшебники, руны, вот эта вся херня. Окультная, это всякие эзотерические тексты, вайбы и прочее. Сакральные, жрецы-паладины, первобытные, друиды. Следопыты, если берут определенные черты. То есть я не могу взять себе природу? Можешь. А, все. Я взял. Я разбираюсь в ягодах. Сколько? На сколько разбираешься в ягодах? На плюс четыре. Чеба. Потому что здесь природа от мудрости. А, я на минстрирую. Поэтому я не хожу в лес. You know. Что еще? Все, я убираю дипломатию. Так, я записал себе обаятельный лжец. Теперь, что тут дальше? Род деятельности я выбрал. Да? Да. Быстро было. Когда я успешно делаю финт? Какую? Да. Сколько у нас пунктов героизма? Один. Вкинь у меня какой-нибудь навык. Который-нибудь приведет. Какие у тебя есть? Агробатика, воровство, дипломатия, обман, общество, скрытность. Этика. Или знание о готовке. У тебя знание о готовке. Нет. Я только сейчас это придумал, к сожалению. Мне пришло это раньше, я бы его взял. Сейчас спану переписывать. КБ, нет, не посчитал. Ну, потому что у нас нет брони еще. Все. Ну да. Ну да. Да, брони нам тоже надо будет заняться. Так, смотрите. Открывайте сайт, который у нас... Давайте я его продублирую. Нашими здесь будем навсегда. Классы... Находите ваш класс, открываете его. Записывайте себе способности, которые вы получаете на первом уровне. Записывайте ваш стиль. И дальше открываете черты вашего класса, которые доступны на первом уровне. И выбираете столько, сколько нужно. По-моему, как правило, она там одна. Черты пишутся на второй странице, соответственно. Если будут какие-то вопросы по чертам, у меня есть полный список. Могу их вам... Так, тут первый уровень. Вы получаете кучу... Выбираешь одну из этих черт. Да. Это способности... Тут по-другому оно все называется немного, кстати, на сайте. Как будто бы. К сожалению. Да-да-да, там формулировки. И что такое... И еще способность навыка. Это что? Это получается? Способность... Ну, черта плута и черта навыка. Открываешь просто, ну, посылка и херачишь. Ебануться. Да, с навыками сложнее. А, вот у меня есть очаровательный лыжец уже. Но ты можешь вниз пролистать, там будут поменьше не только способности, которые на... Да я хотя бы хочу понять, что такое очаровательный лыжец. Вот. Хороший начало. Войны, например, я точно знаю, что получают базовый блок-щетон, как черту. Угу. Так, какие-то дословные предыстории, начальные умения и способности воина. Каждый четный уровень после него, боже. Мама миа, ешь да умила. Черты навыков я бы рекомендовал вам смотреть. Ну, короче, черты навыков можно брать к навыкам, которые у вас изучены или экспертно, соответственно. Так, а сколько у нас чего черт? А ты открывай свой класс. Это в классе где-то? Да. На первом уровне написано, сколько ты получаешь. Я могу вот тоже открыть. Сорви голова. На первом уровне ты получаешь способность соревнованного черту. Сорви головы. Черту навыков не получаешь. Одна, короче, черта. Да? Ага. Ну и еще все твои личные приколы. Стиль, точный удар. И вот это вот все. Сказать на так. Вот, а вообще... Раз. Берите, если вам так удобнее. Все, вот, вот до сюда. Ага. Убив врага, вы угрожаете. Говорите другому врагу, что он следующий. Делайте проекрозы. А в чем поинт? Я... Вот, внезапное нападение. Да? С быстрым бровком вы бросаетесь к рогу и наносите удар. Дважды сделайте перемещение. Ну, перемещение. Если вы закончили перемещение в досягаемости ближнего боя хотя бы одного врага, то можете совершить по нему удар ближнего боя. Без этой черты я не могу сделать два перемещения и ударить? Можешь. Я думаю, ты просто чуть тратишь. Просто это дешевле стоит. Это за два очка действия ты делаешь все это. Там же есть же там эта надпись? Два... Два робика таких. Нет? Да, 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 да. Два робика, это значит, что ты за два очка действия делаешь два передвижения и атаку. Стоимость трех очков действия. Я ничего не понимаю. Чем тебе помочь? Ведь мне может, я считаю. Типа настолько все плохо. Хорошо, что ты сейчас вообще делаешь, Саня? Вот я смотрю, здесь я перешла на ведьму. Да. Вот. Открываю ведьму. Да. Достиви книжку. Да. Вот вижу, особенности класса. Забей. Я просто не могу забиться. У тебя на первом уровне нет особенностей класса. Ты на первом уровне получаешь начальное умение, покрабителя, фамильяра и всякие свои заклинания из глаза. Да. Я правильно, что это я вот это изучаю, да? Да. Круто. Хоть что-то я сделала правильным. А финт, если ты ниже пролистаешь, у тебя написано вообще все это более подробно на этом же сайте. Да, я вижу, я это и читаю. Финт, это вариант действия, да? Просто он у меня несколько раз прописан. Я вот пытаюсь понять, это штука, которую я и так могу сделать, или мне ее нужно еще и изучить каким-то образом. Потому что вообще она прописана в негодяя сразу, что типа, когда вы делаете финт, и я такой... А я умею делать финт? Сейчас я посмотрю. Негодяй, блядь. Негодяй, блядяй. Слепы. Слепы. Вот раньше слепы. А, вот тут есть начальная способность, ты следующий раз. Хуёв, у меня ты следующая начальная способность. Я не хотел ее брать. Могу ее не брать. При вашем успешном финте, странице 249. Это действие, требующее изучения обмана. Финт, это действие отдельное, не атака. Ты его знаешь. Ты совершаешь обманным о нем, чтобы ваша атака застегла противника в раз в лоб. То есть... То есть я в любой момент могу сказать, что я своим действием делаю финт, а потом в следующем действием делаю атаку. Да? Угу. Все, вот это меня интересовало просто, потому что оно не ложилось у меня в голове. Так, а вот способности сорви головы, это черты. Да. Другой перевод. Можно еще вопрос, Килю? Нужно. Смотри. А, это примеры. Все, нет вопроса. Ладно. Математику мы хотим. Примерно тоже. Так, получается, у меня есть из обилок точный удар, финишер и уверенный финишер. И черта. Да, наверное. Ну, типа, я не понимаю. Я тоже. Так, ладно, я точно не искател ловушек. Хорошо, давай посмотрим. Два ромбика. Ага. Так, сорви головы, первый уровень. У тебя есть, ну, в целом, особенность, кураж. Угу. Да? У тебя есть стиль сорви головы, который дает тебе всякие приколы, отвлекающие маневры, ну, который определяет, как ты получаешь кураж. Угу. У тебя есть точный удар, это просто особенность. Не черта, особенность. Угу. И ты прописан, что он делает. И у тебя есть уверенный, решающий удар. Ну, финишер. Угу. Это все разные штуки, которые... Да? Давайте эту книгу просто дам. Да, я ее открыла, типа... И плюс какая-то черта из списка первого уровня. Да? Все верно. Более, куда записывать. Черты на вторую страницу. Особенности, по-моему, туда же. Блин. Там мало класса. Тут есть прикольная штука подкладывания улик. Че, классовые черты и способности. Вот сюда особенности один, сюда особенности один. Мало места. Ну, прописать ее, конечно, не получится. Есть прикольная штука подкладывания улик, что ты, типа, просто быстро кладешь в карман что-то другому челу. А у подкласса головорез. Это можно делать в тот момент, когда ты его толкаешь. Прикол. Кирилл, а вот у меня есть возможность для атаки, ну, это этот надход, как в Денде называется, когда мы бьем в реакции. У меня очередная атака. Ответные действия. Это у меня особенность получается. Давай посмотрим. Войн, да? Да, это у тебя, ну, типа, это... Да, это особенность, которая тебе открывает доступ к этому действию. Угу. Мы не берем то, что в Advanced Player's Guide, или... Берем. Берем? Он нам доступен, но ведьма тут. Да, вот сегодня у меня очередную атаку, ты как раз можешь записать вот сюда, в действие занятия, что она у тебя доступна. Третья страница. Так, ладно, здесь разобрались, это логкое выполнение просто будет. А, вот, даже в свободные и ответные действия, вот внизу записано. Угу. И ты туда можешь закинуть и блок счетом, который, по-моему, ответное действие, да, и внеочередную атаку. Глобальные, полезные вам действия и занятия можно записать на третью страницу вот сюда. В нижнюю часть. Что такое бонус обстоятельства? Ситуативный бонус, контекст, дай, пожалуйста. Это умение, навык, не знаю, короче, я могу изучить чудовище, и вы, союзники, которым вы скажете о слабых местах чудовище, получаете бонус обстоятельства плюс один к своему следующему броску атаки по этой добыче. Да, ситуативный бонус плюс один, просто бонус. Бонусы здесь разных типов, они есть ситуативные. Закрываешь? Я хочу сказать, что это будет фустики. Они есть ситуативные, они есть, по-моему, врожденные, и еще какие-то. И у них просто чуть-чуть разные правила. Сейчас. Подробнее проверка, штраф за дистанцию. Вот, есть ситуативные бонусы, они не стакаются, то есть если что-то дает ситуативный бонус плюс два, например, состояние застан врасплох, то два плюс один не сделает плюс три, это будет просто использоваться наибольший. Бонусы предметов работают также только наибольший, бонусы состояний работает только наибольший, но они стакаются между собой. То есть если у тебя, например, бонус к атаке благодаря заклинанию и бонус к атаке благодаря, там, твоей обилке, то это будет стакаться, а одинаковые не стакаются. Вот, есть еще штрафы без типа. Ну, у штрафов такие же правила, но есть штрафы без типа, которые просто работают. Складывайте всем остальным. Да. Я пока читаю. Для ваших точечных боев. Ну, два, две особенности, одна черта. Хорош. Что, думал, закончу? Ну, с двумя особенностями, одной чертой я закончил. Вот. Можно тоже открыть на сайте. Держи. Графа снаряжения. У тебя есть 15 золотых монет. Книгу читать. Там есть готовый набор, по-моему, где-то дальше. Можно просто выбрать готовый набор. А так, ну, типа, доспехи, еда, вот это все. Еда. Рационы. Мама. Все, я понял, что он мне дает негодяй. Отлично. Хорошо. А ну просто в сумму-то куда-то, непонятно, куда, блин, вообще, блин. Хорошо. И что? Ничего. Внезапная атака. Внезапная атака. Черты ты выбирала из списка большого. А они пишутся на третьей странице. Некоторые черты дают тебе действие. А они пишутся на протесты. Давай конкретно. Давай, ну я могу сказать прям... У меня есть начальная способность. Ага. Ладно, это не начальная способность. У меня просто есть преимущество охотника. Я не знаю, что это. Преимущество охотника — это особенность твоего класса. Она никуда не пишется. А не пишется ли она случайно в особенности? Ну вот, да, тут просто есть классовые черты. А, да, да, ты пишешь туда название. Все, я просто пишу, что у меня есть это преимущество охотника. Угу. А, и у него есть под категория еще шквал, который дает мне именно... Я просто пишу это все в одном. Ты просто записываешь, и дальше, ну я бы вам всем рекомендовал это как-то себе выписать куда-нибудь в ток. Наскоренить как будто. Носить с собой. Что такое действие с тренировкой? Какое? Действие с тренировкой. Вот финт идет в графе действие с тренировкой. А, ты тоже финтуешь? Да. Я не знаю. Это значит, что это должен быть изученный навык, чтобы им пользоваться. Какой? Обман. Там если пролистаешь выше... Тут написано deception, train, action. Обман. Почему он не написан по-русски? Нигде. Выше пролистай. А, это блок. Это блок. Я тоже, я уже столкнулся с этим. Прикол. Так, Кирилл, расскажи, пожалуйста. Где наборы? Не-не-не. Вот если, допустим, я возьму себе кольчужную рубаху, тут написано штраф к навыкам минус один, но при этом у меня сила равна двенадцати, то есть вот этого штрафа к навыкам не будет. Да? Все так. Блин, прикольно. Ну так и посмотри, у нее, по-моему, ограничения по ловкости. Как кидается инициатива в этой игре? Внимание. Проверка, внимание. Ты врешь? Нет. А если вы для инициативы использовали обман или скрытность? Что за хуйня? Ну сейчас... Это вот моя классовая способность. Неожиданная атака. Вы вступаете в бой быстрее, чем враги могут отреагировать. В первый раунд боя, если для инициативы вы использовали обман или скрытность, существа, которые еще не действовали, считаются для вас застегнутыми врослом. Безумие. Сейчас посмотрю. То есть не только внимание, но еще и обман или скрытность. Сейчас. Блин, что за бред? Я слишком ловкий, чтобы носить броню, блядь. Ты классик, а? Ты из нее выскальзываешь просто. Я того губы целовал. О, вот такое я первослушаю, мне кажется. Да, хорошо. Способность навыков. Способность навыков. В пятой главе. Ну, поехали. Общая способность. А мне сейчас... Я правильно делаю, что я выбираю заклинание себе, да? Я бы на том месте сначала выбрал снаряжение, но можешь начать с заклинаний. С заклинаниями как будто сложнее. Это пиздец. Я, блядь, на первом уровне могу оживить нежисть, чтобы она сражалась за нас. Что? А я финтовать. Хрен. Ты в спину зайди, в тузо. Ровно так же столько же стоит навсегда изменить стиль одежды. Вот как вам такой заклинажка такая. Что-то встать, что всегда изменить стиль. Да, все, она просто вот так выглядит. Теперь она годка. А ты можешь кого-то другого или только себя там написанное? Потому что ты просто ходишь такой... Просто стилист. Теперь ты и мать. И себя, и... Чтобы он лучше соответствовал вашим эстетическим предпочтениям. Это буквально, типа, блядь. Дед, ты очень плохо одета. Смотрите, да, инициатива, как правило, это проверка внимания. Но если ты крался или вы осмысленно старались избегать удружения, то вы будете кидать скрытность, а враги будут кидать внимание. Враги всегда кидают внимание. Вы можете кидать восприятие, скрытность, а в случае социальных столкновений, дипломатию или обман. Убеждение или обман. Дипломатия. У нас дипломатия называется. То есть... Инициатива в социальных столкновениях. Мне интересно, как это работает. Максим, у тебя был какой-то вопрос, как вы думаете? Да, я, получается, на ловкости должен брать какое-то фехтовальное оружие. Да, конечно. Есть черта менеджера наемных рабочих. Что она нахуй делает? В отличие от большинства, вы можете найти и обеспечить лучшую рабочую силу. При найме наемного рабочего для услуги... Смотрите, услуги. Этот наемник получает бонус обстоятельства плюс два ко всем проверкам навыков. Реально. Просто я играю в Pathfinder, чтобы проработать. Чтобы быть HR-ом, охуенно. Блин, если бы я знал, я бы собрал персонажа под это. Пользовались бы только услугами. Просто чел, который выходит, встает на бочку и такой, у меня есть работа. В целом, короче, есть ощущение, что в пэфе можно примерно все что угодно собрать. Подхватывать ритм. Что прикольнее, плюс два ккд или возможность застигать врасплох врага? А чем-то застигать? Врасплох у тебя будет... Застиг. У тебя будет синергироваться с ним, потому что он тоже использует врасплох. Состояние врасплох дает минус два ккб противнику, если он застигнет врасплох. Всем. Если я провалюсь, то я буду застигнуть врасплох. А что? Всем? Нет, не всем. Зависит от... Он может быть застигнут врасплох тобой, а может в семи. Да, я могу делать так, чтобы семи надо застигнуть. Из-за того, что я негодяй. Но только прикрыто так, по-моему. Ну да, а еще можно убрать челика в захват, и он тоже будет считаться застигнутым врасплох. Сейчас где это здесь? Я ушел в седьмой уровень случайно. Вот захват вы застигнуты врасплох и неподвижны. В семи. Вы кладезь информации, но не вся она заслуживает доверия. А я же могу взять необычное, особое оружие? Да. У меня будет эльфийская сабля. Окей. На поле ставить, довольно. Это ненормально, что здесь так много всего на первом уровне. Это пиздос. Ну ты выбрал из себя словно заклинательный класс, Соня. С фамильяром еще, которого тебе тоже предстоит выбрать. Может, вы с Соней тут останетесь, а мы типа едем. Ну-ка, как вы закончите, я думаю, что мы просто, ну, укропнемся, как вы закончите с вашей штукой. Потому что пока есть еще какие-то вопросы. Так, после черты способностей надо одеваться. Да. Тоже можно на сайте снаряжение. Опять же, рекомендую. Есть наборы. Наборы тоже удобны. Есть штука шарлатан, которая заставляет. Ты используешь магический предмет и пытаешься сделать так, как будто ты маг. И всех вокруг обдурить, что на самом деле ты, типа, скастовал огненный шар самостоятельно, а не с помощью этого кольца, который ты носишь. Вау. Способность обмана. Пришел на первом уровне, можно брать, кстати. Так, 13 золотых монет. 15. 15. А у нас всех 15? Да. Да, тут написано начальные деньги 15ZM в скобочках 150 сантиметров. И я такая... Что? Ну, это, типа, серебряные монеты SM, но, типа, окей. 150 сантиметров монет. Буду иметь в виду. Это смотри, как выложил. Подфайндер такой. Вернемся на секундочку к броне. Я вам сейчас расскажу охуительную историю. Значит, я хотел взять себе кольчужную рубаку. Мне Кирилл Андреевич говорит, посмотри там, типа, по ловкости. Я смотрю, не прохожу. Думаю, ну, значит, надо взять, ну, что-то полегче. Ну, значит, сам. А там ты не добираешься. А там с бонусом плюс один, две кожаный и стеганый доспех. Я думаю, ну, нахуй тогда кожаный, а стеганый удобный. Ну, это там прописано. А бонус такой же. Возьму стеганый. Смотрю. И его я не могу из-за ловкости взять. Может, ты что-то не так смотришь? Бор. Ну, все так. Да, все так. А ты же на ловкости хотел быть. Ну, типа, его ограничивает просто. Он не полный модификатор ловкости будет добавлять только часть его. А, ну, ты можешь его взять. Просто он будет косить тебе ловкость какую-то, да. Так оно же и в ДНД так же работало. У тебя там на каких-нибудь, на какой-то кольчуге у тебя, когда ты кольчуге 16 и максимум, ты можешь давать плюс 2 от ловкости. Ты можешь взять вот так, наверное. А там, вполне возможно, есть черта какая-то. Кожаный клёбаный. Типа, у него бонус КП плюс 2 против плюс 1. Мне кажется, что должна быть какая-то черта на это. Да, это то же самое. Или просто стёбаный. Нет, это просто кожаный. Ну, я думаю, просто кожаный. То есть это... Сейчас, это у меня 9. Этих самих осталось. Это 10 плюс 1 и плюс моя ловкость. Да. Так, а вот такая стрелочка. Это реакция рядом с... Кругленькая строчка. Как работает реакция, напомни, пожалуйста. Это типа, ну, тратит очки действия? Это тратит твоё ответное действие. Ответное действие это не считается действием. Это просто ответное. А ещё, ну, поскольку вы изученная или экспертная вся эта броня, этот бонус тоже добавляешь. И ещё плюс 1 за этот самый, за уровень. Нет, уровень тут ты не добавляешь. Ну, и не хотелось. Есть в воровстве. Так. Навык. Так. Скрывающее жонглирование. Это, короче, сцена из... Иллюзии обмана 2, где они передают карты друг другу постоянно. То есть это скрыть предмет постоянно в движении. То есть тебя обыскивает страшник, и ты постоянно прячешь, не знаю, кинжал так, чтобы он его не заметил, постоянно водя руками. Вау. Угу. Выдумщики. Реально. Ну, это прикольно звучит. Да и за ухо его потом достаёшь. Угу. Почему ты весь в крови? Угу. А, нет, ты добавляешь уровень к классу броню. Бонус мастерства в целом считается, ну, вот так вот. Бонус мастерства — это степень изученности навыка плюс уровень. Следовательно, она тоже добавляется. Безумие, блядь. То есть на четырнадцатом уровне у меня базовый КД 24 просто так. Ну, у меня сейчас, получается, на первом уровне КД 18. Ну, это и КДД можно выбить, но, типа, тем не менее. Ну, это посольнее будет. Слушай, Кирюх, у меня ещё вопрос. Вот я взял себе сам. У меня получается, значит, умение плюс четыре, потому что это особое оружие. Сила, ну, не сила, у меня одна ловкость, она плюс четыре. Я тоже беру. Урон я добавляю. Тут просто написано «сила», я так понимаю. К урону ты не добавляешь бонус умения. А вот тут вот квадратик, он про что тогда? Ну, силу ты добавляешь. А, именно силу, а ловкость. Ну, и ловкость, да. Всё, значит, вот так вот. И это... Идём дальше. Похер, возьму кармази. Ну там чё-то так много. Ладно. Куда это вписать теперь? Ну лёгко это такой контент, если что. Мы просто материмся в экранах. Кстати, вы могли заметить, что качество камер то улучшилось. В середине выпуска, на отметке в два часа, вдруг неожиданно говорю о том, что у нас новые камеры, которые снимают, в моём понимании, лучше. Посмотрим ещё, как это будет выглядеть на монтаже. Исключительно благодаря вам вашей поддержке, за что огромное спасибо. На стол тоже есть, сейчас я её на секунду включу. Это стол. Она пишет. Да, она всё это время пишет. Ну да. Кирилл, что вторая комната на лёгке. У меня для тебя деловое предложение. Так. Смотри. Тропнуть. Тут близко. У меня есть 9 золотых монет осталось, да? И я нахуй не хочу считать, сколько стоят ёбаные сухопайки и бурдюки с водой. Давай, я говорю, что у меня заканчивается золото. На особо приключения достаточно бравиантов. Нет, так не получится. Возьми набор. Возьми набор, вычти из него какое-нибудь оружие и прочую херню. И получи себе результат. Дошёл до наборов вообще? Это про вот эти? Снаряжение? О, уличная жизнь. Нет. Сейчас. Классовые комплекты. Где этот воин? Воин. Комплект искателей приключений. Где? Где, сука? Здесь. Нет. Снаряжение искателей. Еще необходимо? Ну, да. Здесь указывается. Рюкзак. Гурдюк. 10. Кусков мело охуенный. Пал пизды. Самое важное. А, ну вот, у тебя тут даже деньги, ты можешь всё это взять. И голову еще не мочит. Потому что остаток деньг 11-2, стоимость 3,8. Просто докупаешь это всё. Ну, кроме двуручного мяча на длинном лухте не помешает. М-м-м. Да. Я нихуя не помню. У тебя есть набор, возьми его. Только без двуручного мяча, потому что он не должен. Набор воина. Ну, ты предметик меня не будешь. У нас обучен природе, ты можешь взять лечение ран. Нихуя себе. Вот сюда. Блин, вот на самом деле, я теперь разрываюсь, между этим просто карманником, что звучит базово скучно, и челом, который может прятать вещи просто перебирая их в руках. Я не знаю, зачем мне это, но оно звучит настолько всрато А где монетка? Вроде все Нет? Остались предметы Что такое? Ксень, как тебе помочь? Ну я выбрала пока что три фокуса Из скольки? Из шести Из пяти А сколько всего фокусов? На первом уровне пять плюс один это сглаз Который идет от покровителя И одно заклинание от покровителя Там типа два заклинания Три, считая, заклинания от покровителя Плюс, по-моему, по таблице пять Пять плюс один от покровителя, который идет Всего шесть, но один уже предопределен Я правда нахуй не понимаю Извините за нахуй Там, короче, фокус Покров ночи Он дается Вот И Я чуть не могу найти его в оккультных фокусах Потому что там другие переводы Так это все на этом сайте Проблема Да, здесь Хитро Это они умно придумали Вот, то есть, смотри Сейчас Слушай, ведьма, наговор, тьма, фокус, эвакация Необычный Могу тебе так вот дать? Вот Ну, ночь Покров ночи Шрауд оф найт С глаз чары Ну, да, да, да Оно есть Так, я че тоже доебусь дала Че-то я не понимаю До доспехов Так Ну, ладно Дай бог Есть одежда исследователя, которая считается без доспехов У нее нулевой бонус и модификатор ловкости плюс пять То есть, я могу добавить, типа, свой максимум ловкости, который у меня есть Да Ага И есть легкие доспехи, где бонус плюс один и модификатор ловкости плюс три То есть, я могу добавить свои ловкости, только плюс три Да Ага Так Да Я занимаюсь этим снаряжением теперь, наконец-то Одно хочешь Где это? Можешь с кем-нибудь посылку снаряжения, пожалуйста? Да Да, все Абачочки Все, собрался все снаряжением Ну да, ну, я начисал, я взял этот набор Есть меч и лук Дайте мне к нему Киканя Ну ладно И все Давай посмотрим Будь Спасибо Сейчас можно я просто посмотрю, как она выглядит? Будь здоров Будь здоров Будь здоров А что тебя интересует? Тридцать футов Тридцать футов Ну, залп тридцать футов Но Можешь стрелять из звука Вплоть до О! Черты народа еще А у всех нас черты народа? Ага Блядь Блядь Миродослужен тоже Если она вообще Ну, у тебя нет А! Есть у тебя Черты Людей Эльфов И полуэльфов Блядь Так, ты мне сказал, что у меня только черта с обе головой От класса, да Блядь У всех есть черта народа И все А, это у меня только была черта навыка еще? Тот еще убрал черты навыка? Что? Какие черты навыка? У меня просто... Ну, вот у меня было написано еще черта навыка Ну, потому что я плут, я так понимаю Да У плутов это все чаще Сейчас я тебе скажу, как это работает Да, забирай Так это стоил один Ну, да Вы на первом уровне У каждой получаете так же черту народа Мы просто это упустили в тот момент И я забыл к этому вернуться Черта родословные Это... Это... Ну, типа Если у тебя под народ У тебя не... Ну, у тебя Типа полуэльфийские черты Те из-за этого доступны условные Угу О! Ну, что же по сайте Можешь подождать книги Тебе книги не нужна? Чем не оттенена? Так, смотри, Кирилл Я владею короткими мечами Это буквально только короткий меч получается, да? Ну, да Все, я понял, спасибо А, и всем простым оружием Например, латные рукавицы Блин Латные рукавицы это простое оружие? Да А если я ее к палке привяжу Это хуточка с булавой Тут есть шипованная латная рукавица Хуеть Я справлюсь ради Это будет считаться импровизированным оружием Для которого особые правила Что? Что, латные рукавицы? На палке На палке На палке, да Серб А где там черты? Там они называются по-другому Сейчас Ты открываешь родословные предыстории Саня родословная Сейчас Где человек? Вот Полуэльфы Вот И дальше у тебя ниже способность человеческого наследия И вот у тебя на первом уровне легчайшее безумное количество Что такое универсальная R? Нет, не лезь туда Закрой эту страничку Универсальное наследие нам не дружок Я не про это А, про что? Я про дескриптор оружия Универсальная R Это значит, что можно одной в две руки рубить уроны Все, спасибо Блин, 15 золотых Это прям до хрена, нет? Ну, там могут остаться Так, особое Это типа необычное здесь? Польское Да Просто есть еще обычное оружие, а есть необычное оружие Да Необычное-то оно и есть По идее Сейчас Броня была той или в той Есть необычное простое оружие и воинское оружие Блин Необычное это редко встречающиеся, насколько я помню Сейчас Где эта хрена? Оружие Признаки оружия Необычное Что значит необычное? Да, редко встречающиеся, какое-то околуникальное Все равно можно брать Возможно, стоит почитать правила Кирилл Я правильно понимаю, что полуэльфийская особенность Эльфийский атовизм Дает мне возможность взять темное зрение? Да? Ночное получается Ну, ночное, да Да? Я не могу это носить, потому что я не сильный Хорошо, если я пишу себе ночное зрение Нет, ты можешь, но ты будешь получать штраф Да не хочу получать штраф Все И это у меня особая черта Или родословная Особая А родословную откуда беру? Нет, ты ниоткуда не берешь Все, супер У тебя ее нет А куда писать, что у меня круженая броня? В графу снаряжения Особая, которая в листе, это воинское Сколько к дню? Просто просто и особая Да, особая равно воинское Ага Че? Не, Глебу спрашиваю, сколько к дню? Я еще не собрался А к дню сколько? Приголос Ты щитом? Нет Я притираю щиты На стол Я ваш щит Короткий лук у меня, наверное, будет Просто Так, собран или собран получается? Да? Это ужас Максим победитель А все смеялись над ним Вот здесь Есть заклинание успокоения Так Вы успокаиваете разум целью, повышая ее ментальную защиту и исцеляя ее раны Цель восстанавливает 1D10 плюс 4 ОЗ Очень круто, ХП Когда вы совершаете Короче, ХП, типа, здесь есть разделение на ментальное или не ментальное? Здоровье? Да Кайф Ну все, я беру это Предательское Что это такое? В контексте В контексте оружия Признак Предательское Там сверху есть признаки оружия Можно их посмотреть У меня 17, да? 18? Но у меня есть херня, что если я вижу, что меня атакует, я могу прибыть Предательским оружием, когда ты попадаешь по застегнутому врасплох существо Оно заносит дополнительные единицы точного урона в дополнение к обычному урону Я тебя по кумпу все равно А я вижу тебя и поэтому... Я тебя по кумпу Точный урон это если ты попадаешь... Это дополнительный урон, когда ты попадаешь в целевую избиемое место Есть способности, которые создают точный урон Например, твой кураж, скрытая атака, прицельная атака, следопыта, еще что-то Нельзя наносить точный урон тварям, у которых нету избиемых мест, типа, в слизи Глаза Слизи нет глаз Да ты плохо знаком со слизью, Кирилл Типа, у него не должно быть дескриптора аморфная По-моему Ну все, мне кажется, ты закончил упражнение Может есть, призна Ну нет, я не все вас подожду, но я там сейчас по-моему На уху и ближу Так, кость Д4 Что значит сил в оружиях? В листе персонажей я имею в виду Бонус силы, потому что, блин, любое это пишет, в этом случае бонус фокус Да, ну вот, меня просто мотивило, что это... Не-не-не Собачий тесак Так, мне нужно выбрать еще один фокус и еще одно взглянание Хорош, ну ты почти закончил на этом уровне Быстро А, я тебя пока фамильяром смотрю Вы знаете, в чем пиздец На втором уровне, ну и на каждом следующем, нужно практически с нуля собирать Теперь собирать лист Что очень дохуячо меняется Просто из-за того, что у тебя повышается уровень, этот бонус Ну вот Добавляется Ай Это был зверь, как у меня на фамильяра Короткий меч Ну, все идет Все идет Прочность Мы прописываем оружие Да? Ну В В Парк 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 вас нужно вдохновлять скажите мне мне очень не хочется хочется уметь чуть-чуть хотя бы драться а смертоносная д-10 значит что я могу повысить урон вместо этого кинуть я почитаю забей расскажу тебе потом оружие используется изготавливается ворка но это не про это я почитал просто интересный факт и 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 Пиздец. Ну да, кажется, что мы для твоего фамильяра, ты же лисицу хочешь? Тогда мы возьмем статблук гиены. Что наиболее приближается. Класс, мне нравится. Мне нравится. Да можно гиена? Не, ладно, там уже нарисовалась. Блядь, гиена. Охуенно. Скинул волос. Что-то такое набор ловца. Глёвка. Типа. Глёвка. 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 Сейчас же все заполнены, то у нас перерыв. Я в магазин схожу, что-нибудь попить, мы в слабенькую куплю. У меня нет. Угу. Спасибо большое. А что, на каком вы вообще этапе? Я выбираю себе эти и нужно еще штуку расы, народа. Да, черты народа. Угу. Тонированные очки. Кирилл, вот я взяла себе из оружия кинжал и короткий лук. Этого достаточно или... Я бы взял тебе, может быть, несколько кинжалов или короткий меч дополнительно к этому, который фехтовальный. Что-нибудь в это включает. Угу. Попытаюсь найти что-то по типу вдохновения, но в фокусах. Потому что тратить на это заклинание мне не хочется. Так. Давай я тоже посмотрю. Спасибо. Мы будем задрачиваться в этот вес, который мы носим? Нет. Нет? Нет. Тогда буду обузить ловкое уклонение, потому что оно от перегрузки зависит. Сколько у тебя силы? Десять. Плохо. Да, я не буду носить с собой до хера вещей. Оккультные фокусы, говоришь? Угу. Я пока взяла иглы и дротики, шаг искривления, телекинетический бросок и щит. Лестница десять футов. Возьму секрю кошку. Оп. Хера себе. Возьми себе заразительный энтузиазм. Он будет работать? Как заклинание? Да. Что ты имеешь в виду? Ну, типа я его прочитала, и такое ощущение, что он не будет работать как... Сейчас. А как это называется заклинание, которое ты пытаешься повторить? Благословение. Сейчас. Быть на блэссе ебнутым. Буквально блэсс. Оно будет работать так же просто на тебя и на одного человека. И этот заговор в этом смысле лучше, потому что благословение только на плюс один к броскам атак, а это к броскам атак спас броскам воли и проверкам навыков на основе харизмы. Оно супер. Так. Где эти черты народа? Черты народа. Способности. Напиздел тебе. Родословные предыстории и там... Описание родословных? Ну да, смотри, просто родословные. А, ну вот, человеческий... Нет, сейчас... Способность человеческого наследия. Я разобралась со всеми заклинаниями и фокусами. Хорош. И у вас даже есть хил. Собью с первой квартиры. Да не, меня трудно убить. Правда, легко потерять. Очень легко. Скрытность плюс шесть. Жестко. Внимание, два. Все остальное у меня не касается. Блядь, тут еще какие-то этносы. Блядь, что нахуй за сглазы? Сглазы это уникальные, ну, типа, полузаклинания, которые ты накладываешь за фокальные очки. Точка... Давайте дам сейчас просто... Здесь есть расписание. Так, Кирилл, тут куча штук от разных этносов. Угу. Мы определяемся с этносом для человеков? Нет. Следовательно, их мы не смотрим. Не смотрим. Потому что мы этой книжкой не пользуемся. Так, наговоры, фокальные заклинания. Фокальные заклинания. Фокальные заклинания фактически повышаются. Вот уровень. Фокальные заклинания, подробные песни. Вот изучаешь наговор сокрытия фамильяра. А остальные ты изучишь благодаря урокам. Урок на первом уровне ты не получаешь. Ну, все, пусть тогда. Потом разберусь. По идее. Ну, у меня есть заклинание сон, так или иначе. Да, все так. А простой урок или, типа, пиздатый улучшенный урок, это все черты, которые ты можешь брать на будущих уровнях. Да. Все. Потом, блядь. Не сейчас. А вот эти черты народу или чего там, где их вообще искать? Эээ, Кири, давайте я Кири, Кири. Ну, вообще как-то их мало для человека как будто. Что за чуваки? Да? Так, щас я... Так, Китсуна, блядь. Ха-ха-ха. Блин. Что там? Это Китсуна. Все, открою. А что мы куда-то скинули? Никуда? Ну, я их скину, Маша. Потому что там человеческие. Ну, смотри, у тебя их всего раз, два, три, четыре, пять на выбор. Шесть. У человека тоже сразу. Тебе скиньте или ты на что же? Скинь, пожалуйста. Скинь, пожалуйста. Скинь. Щелчок вашего хвоста высекает струйки голубой энергии. Там. Общая способность первого уровня. В данном тексте. Что может означать? Не-не-не. Фак ю мид. Есть общая тренировка. Это черта народа. Или что там. Которые дают вместо этого одну общую способность первого уровня. Это... Эти. Это под вид черт. Который называется General Feet с общей способностью. Посмотрим их. Посмотри. Ну, это, например, блок с щитом. Это больше всего похоже на черты из D&D. У тебя открыта где-то эта штука? Можешь, пожалуйста. Можешь. 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 А чё мы решили с этим? Раскрыть истинное имя. Национальное синим? Нет, национальное синим не смотрим. Всё, окей. А как хапаригенится в этой игре? Без понятия. Сейчас посмотрю. Нам одну вот эту хуйню нужно выбрать, да? Из расы. Да. Да. Коротких воздухов нет. Раз в 24 часа вы можете отдохнуть 8 часов, восстанавливать очки здоровья, равные модификатору телосложения минус 1, по множеству на ваш умень. Не целиком. То есть наш не всё хп. Равный модификатору телосложения минус 1. По множеству, по множеству, ну, минимум 1. Так, ещё раз. Сколько хп выставляешь? Модификатор телосложения и ксурвень. 2 умножить на 1. 2 хп. Да. Во время долгого отдыха. Всё так. Во время долгого отдыха 2 хп. Всё так. Я просто вот, ну, к этому спрашиваю. Но ты же сказал, модификатор хп, модификатор телосложения минус 1. Нет, минимум 1. Минимум 1. Всё. Угу. Зато с пылой все откатываются. Соня доживёт. Это ужас какой-то. Всё, ну ладно, я возьму, чтобы у меня из хвоста там что-то лилось. Из хвоста что? Ну что, мы ждём Артов или чего? Я себе просто обахну инициативу. Куда это? Сюда. Куда? Сюда. Правильно. Сюда. Сюда. Хорошо. Вот, известно. Лисий огонь. Невероятная инициатива. Плюс 2. Всё. А, базового бонуса к инициативе получается, нет, да? Внимание. Пустиц. Мудрость ты добавляешь в базовую инициативу. Базовая проверка в инициативе. Да, да, да. А обман или скрытность я кидаю только в особых случаях. Я не могу на постоянной основе прокидывать. Тогда это бессмысленно, возможно. Да, тут есть ли. Тогда просто скорость плюс 5. Тоже какую-то. Так, а что дает помощь, я не могу найти это в большом списке? Ситуативный бонус плюс 2. Челюк. Кажется. Возьму себе быстрое восстановление. Нормально. Я вроде всё. Хорошо. Вот, помощь. Ответным действием. Ты действием во время своего хода готовишься к помощи, потом ты тратишь ответное действие, чтобы помочь. Совершаешь проверку. Стандартная сложность 20. Успех бонус плюс 1. Критический успех бонус плюс 2. И может расти в зависимости от уровня изученности этого навыка. Критический провал минус 1. Заческа хуйня. Ну, конечно, то, что коннициатива у меня плюс 2, это полная хуйта. Может, интеллект срезать наоборот? Может. Будет тупой человек просто. Он не выглядит умным. Выглядит ли он мудро? Мудрым ещё меньше. Оставляй так. Он просто делает хуйню. Чё? Там нужно ещё выбрать что-ли. Надеюсь, там. Наследие. У тебя есть наследие? Да. Тогда выбирай ещё и эту хуйню. Срань какая. Так, тут всё. Вроде бы. Не, ну тогда вот это. Вроде всё. Надо будет всё ещё просто какой-то файлик запихнуть и распечатать. Ну да, мы сейчас ещё и потестим на стартере. Вы, кстати, запомнили, как работает Сника и вот эти вот все вещи. Так. Чтобы я запомнил, как работает Сника и все эти вещи. А я не знаю, как работает Сника и если что здесь. Почитай. Тебе этот чел должен быть в состоянии застегнуть врасплох, или ты должен быть от него спрятан или не обнаружен. Да, мой чел идёт и делал финты. Похуй это. Так, КД. КД. Да. Плюс модификаты ловкости. Да. Плюс бонус мастерства. Это то, что вы здесь? Или это просто здесь что это? Уровень плюс... Твоё умение. Твоё умение. Ага. Изученный, экспертный, мастерский, легендарный вот этот же. И всё. Как удобно, что вы все без щитов? У меня есть щит. Но у меня есть магический щит. А. Фокусом, который делается. Что-то на пахуе. Ну, вроде я тоже щит. А он делается вокруг тебя или у тебя в руке? То он мне в руке. Тогда, знаешь, что у тебя здесь твоё поднятие щита, которое нужно совершать, чтобы получить бонус от того, что ты с щитом. Пиздец. А, то есть просто на себя щит тебе не дают к даю? Не. Если ты хочешь поднять щит, то у тебя плюс два. Наверное, плюс один, плюс три. Сложная игра. Ну, глобально имеет смысл, конечно. Да, мне абсолютно практически каждая вещь, которая была сегодня предъявлена, имеет смысл. Да, 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 да. Да, да, да. Так, я сделала себе оружие и броню. Все остальные предметы типа там. Открывай книжку. Там есть набор. А, это не здесь. Это здесь, наверное. Что? Нет, наборы тут были. Она не из этой книжки. Свардбрайклер? Yes. Что ты вообще такое? Сорви голову. Что такое, Кошка? Что, еще какие-то предметы надо? А ты... А почему? Ну, забей это, не важно. А почему у тебя есть вес и нагруженность? Потому что просто я, ну, посчитала вначале. О, классовый набор. Ведьмы, сорви голову. Держите. Сенька. У тебя тут есть этот канал? Да. Я, кажется, сейчас тебе еще заклинание нафармлю. О, let's go. Сюда. Сюда лут. Откуда? Ну, и, короче, если ты в Кирцуны выбираешь штуку, которая называется... Ну, вот это вот наследие. Выбираешь в наследии... Сейчас скажу, что. Бананасик съесть. Выбираешь Кирцуны пустого неба, то тебе... Ты автоматически получаешь способность родословной знакомства с магией Кирцуны, которая дает тебе фокус, ступор, запрещающая защита и призрачный стук. Я беру это, кстати. Сколько у тебя ебать спылов вначале? У него 8 заговоров и 6 спылов. Две ячейки, кстати, на каст. И одно факольное, и один факольный пункт. Фокалер. Да-да-да. Можем просто калер его вызывать. Связующее. Одно ФП. Не, ну типа, можно, конечно, взять так же, что у тебя есть когти. Которые у тебя и так, и так есть. Типа, это странно. Так, а если я не хочу этот комплект? Я нашла себе... Собирай. Тут есть, типа, комплект искательных приключений, но я не нашла его стоимости в книжке. А больше, что и книжки. Не нашла его стоимость в этом. Ты, мне кажется, не там смотришь. А ты другое смотришь? Да. Леш, не знал, что ты смотришь. Расскажите вообще, как у вас дела. Блядь, тут некуда записывать это уже. А, это врожденными заклинаниями считается. Набор искателя приключений 15 серебряных монет. Пошел нахуй, там все так получилось. Пошел. Что там говно всякое, типа? Свечки. И веревку, не говно. Рюкзак, спальник, 10 кусков мела. Кресало, 50 футов веревки и 2 недели рационов мыла, 5 факелов и бурдюк. Хорошо, что у нас есть веревка, где они брали. 15 серебряных монет. Да. Ну что я нахуй. Инструменты ворта ты все взял? Да. Я не буду сгонять. Там еще взломщик и разные вещи. Я взял отмычки. Точка? Точка. Хорошо. Подожди, а что там? Раз, два, три, четыре, 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 четыре. 14 магических штук у меня есть. Правильно. Я хочу умереть. В ГТРП, естественно. Снаряжение, говоришь, да? Да, вот инструменты вора есть просто, а есть инструменты взломщика, которые дают, добавляют бонус предмета плюс один к проверкам вскрытия замка или отключения устройства. А, это я видел, да. Десять серебряных монет. Это сколько золотых монет? Одна. Все же. Что дает там стартовый набор? Вот я же перед тобой лежу. Я не люблю читать. Только что читала в телефоне. Ты в курсе, что это тоже чтение? А, нет. С челочком. Я ненавижу типографию. Так, где ты нашел? Вакидзасасе. Что? Да, я сейчас, он у меня открыт, я просто листаю. Не ругайся, Кирилл. А что, с Бруу никто не хочет? Шестдесятифудовый набор. Бандольер. Латунное ухо. Что? Латунное ухо, хочешь? Надеюсь, оно в... Комплект детектива. Сеть. Инструменты вора. Да. Инструменты взломщика, если на них просто нажимаешь на этом сайте, они ведут на одну и ту же часть страницы. Просто, мне кажется, инструменты вора входят в инструменты для... Ну да, вам нужны инструменты вора для вскрытия замка и отключения устройства. Это одно и то же. Но у тебя могут быть инструменты взломщика, которые лучше. А-а-а, в этом плане. Стоит дороже. Да. У меня нет 50 золотых, что ты спрашиваешь? Блядь, что? Надо 150 золотых, блядь. Маш, где этот пункт? Правда, дай много, я не знаю. Экономбо было. Где-то здесь. Гримёрский набор. Гримёрный набор. Или ты имеешь в виду общий? Общий. Общий. Где-то в книге там мел. Набор авантюристов. Сейчас пришлю тебе с собой. Так, а вот тут есть ножны. Это типа... Я не могу носить оружие, если у меня нет ножен? Да. Ты серьёзно? Да. В оружие не входят ножны. То есть нужно взять ещё ножны себе? Всё так. Или носить без ножен. Сука. Маша, а нахуя ты спросила? Да, я тебе был интересен. Ну здорово. Давайте следующие вопросы нам в чат пиши. Будем уже разбираться, это нужный вопрос или нет. Рационы на две недели. Это много? Две недели. А мы сколько там планируем быть? Вы не знаете. И вы можете возвращаться периодически в дерево. В Соколиную лощину. Ну типа две недели или больше? Я не понимал. Тут написано, что предмет исключён из игры. Да, да, да. Ножны исключены. Всё, значит нет ножен. То есть мы носим просто в руках? Да, в борту. Вот так вот достаёшь, блядь. А потом джанглируешь, чтобы никто не увидел, чем ты бьёшь. У нас нету акробатов из цирков. Есть. Нет, она благородная. А что такое благородность, если нет цирка? А можно вот это вот комбо-ведьма взять? Да, я тебе для этого это и дал, чтобы не думать. А, круто. Но я беру. Это 15 стоит? Там написано. Я не понимаю ничего. Я кшель тоже не понимаю, смотрела. Цена две золотых монеты, три серебряных монеты, две медных монеты. Это что? У меня 15 денег. Зачем мне остаток денег? Зачем мне говорят всё это? Блядь, чтобы потом тратить эти деньги на другие вещи. Ты что, дураки? Ну да, хорошо, я возьму вот эту. Всё, бери. Круто. Круто. А, бля. То есть у меня остались ещё деньги? Да. Оставь их просто, Соня, остались. Я не понимаю. Да, у тебя остались деньги ещё. Это нормально. А, подождите, я, наверное, ну, медь там какую-нибудь надо взять. Кинжальчик возьми, серп, не знаю. Клинок-коготь. Я надел на свои когти когти, чтобы резать, пока я режу. Ну, вся крутая. Здравствуйте. Ну, это ужас какой-то. Факел, один мм. Один мм. Один ммм. Ммм. Да, Соня. Что это такое? Ну, куда мне предметы записать? В снаряжение. Сюда, да. У меня есть посох. Проща с двадцатью ядами. Я услышал ядами и посмеялся. Я тоже. Проща с двадцатью ядами. А как ты сказала? Ну, я готов предположить ядами. А, ядами. Я-то думала, так и нужно, типа, ну, ядовитое проща, да. С лакончиком и сьеткой. Ну, да. Ну, да. А, мне серп дали, все нормально. Живем. Очень выгодная комба, кстати. Я вам всем советую. Ну, есть ли там девять наггетсов с соусом барбекю? Нет, слушай. Ну, можно типа апгрейдить. Впустный грустик, гадо. Так, все, всем осталось только снаряжение, правильно? Да. Ты вообще закончил? Да. Вроде бы. Все черты народу, родословные, вот это все. Даша тоже выбрала? Да. Черта народа и черта родословные, это одно и то же. Нет. У людей это одно и то же. У ребят есть подрасы. Что такое бандельер? Оно людей. Где тут не написано, сколько они стоят? Они не сколько, они не стоят? Несколько это сумка? Друзья, выберите. У меня хвост будет бить огнем или электричеством? Я думаю, электричество. Более редкий резист. Как правило. Я Пикачу, поняли? Что ты ищешь? Блин. Да ну, там просто написан этот комплект «Искатели приключений». И вот все, что в нем. Почему бы не посчитать, сколько он стоит сразу? Он тут есть где-то. Да, там верхняя самая. А, посчитали. 15. Вафельница. Что? Let's go, бэми. С узором. Она берет хвост, и она хвостом поджигает эту вафельницу, и мы жрем вафли. Нахуй все пайки. Ты упустил пару моментов еще в приготовлении вафель. Какие? Нужно, типа, вафли. Нужны вафли, чтобы приготовить вафли. Пиздец. Костюм против Роя. Ты уже просто читаешь смешные названия. Я могу взять дополнительно кухонные принадлежности, надо? Возьми. Игрушечная карета. Что? Игрушечная карета. Инструменты лекаря. Value. Блять, мне очень интересно, что такое лотунный. Ломик есть? Ломик есть. Хорош. Я посмотрел на более прокачанный, который стоит, типа, 20 золотых, и отбросил ты где нахер. Блять, латунное ухо, это чтобы подслушивать. Ну да. Прикол. У меня еще есть религиозный текст. Я взял себе замок. Самый дешевый. Да и сейчас устанавливаю. Блин. Прикольно, прикольно. Ну, тонированные очки-то берем? Переберем. Там есть тонированные очки, это я пропустил. 20 золотых. Легчайше. Блять, переносной таран. Золотых 50 где-то? 20. Так. По-моему, ДНД тоже был. Маска красивая. 2 золотых. А есть некрасивая. Да, 5 медных. Так, я как будто бы закончила. Хорош. Ну, все, мы вроде бы все. Сейчас я закончу хуйню. Я взяла себе даже инструменты лекаря. Нормально. Заживем. Полечимся. Полечимся реально. Я в основном хититься буду сам пить пульс. С лампой буду, да. Не, бля, не очень понятно, как тут хититься, конечно. Ну, я специально взял себе, как это называется, быстрое восстановление, чтобы восстанавливать 2 раза больше капайна на длительном отдыхе. Бейс, бейс. Припить шморстики. А, медициной можно это делать. Изученная медицина позволяет лечить ранения. У кого есть изученная медицина? У меня. У меня. Хорошо. Да? Считается ли медицина изученной, если модификатор... Класс брони 10 плюс ловкость плюс... Все. 10 плюс ловкость плюс уровень. 11. У тебя ловкость 0? Да. Гениально. Есть. 10 плюс ловкость плюс умение. Ну, это уровень плюс... А, умение. У тебя есть умение без доспехов? 13 у тебя когда? Ну. Это цифра. Соня там телосложение сделала. Ну ладно, чё-то, по-моему, отрицательное. Да. 9, да. Лики, она, ты хилиться будешь, конечно. Просчиталась на где? Друзья, зато я харизматичная. А тебе нужна харизма для чего-то? Да, с людьми общаться. А я имею ввиду... Ну, ладно. Чё, ты тоже всё? Хорош, хорош. Фу. Да, плодинка. Блин, ну я надеюсь, что всё. Let's go, друзья. Я вас поздравляю. У нас есть листы персонажей. Дальше мы ещё чуть поговорим про правила уже после перерыва. Тестим пару боёвок, которые я ещё посмотрю. И будет у нас всё кайф. Всё. Скоро вернёмся. Не переключайтесь. А вот мы и вернулись. Привет. Приветик-приветик. Я предлагаю начать с того, чтобы чуть-чуть отойти от создания персонажей и всего прочего. Что? Обсудить, как вы оказались в прекрасном посёлке Соколейная Лощина. Как вы уже знакомы? Знакомы ли? Пожалуйста, вы уже знакомы. Хотя бы два-три. Ну, как-нибудь, как-нибудь, пожалуйста. Так, никто никого не знает, правильно? Давайте мы максимум знакомы через, типа, третьих лиц. Вот пару раз слышали. И только плохое. Нет, мы знакомы за счёт соцсети. Там, глубинную почту просто бросаем незнакомым людям. Все были на тусовке у Крида. И никто не хочет об этом рассказывать. И поэтому мы друг друга не знаем. Да-да-да, и мы такие. Мы там познакомились, но решили, что лучше это не вспоминать. Это очень забавная история, знаешь, что, типа, все были на общей тусовке. Там пришёл какой-то пиздец, и никто, типа, не может нормально это обсудить. И все просто очень неловко такие. Ну, пойдём поквестимся. Да, видимо, выбора у нас нет. Отличная тайна для всех персонажей. Мы пошли пиздиться с гобальтами, лишь бы не общаться. Вот, ну что, давайте я вам вот так вот закину. Значит, соколиная лощина — не самое приятное место для жизни. Многие здания обветшали, а характер большинства жителей оставляет желать лучшим. Некоторые вовсе откровенно жестоки. И хотя в посёлке есть места, где добро держат верх, например, храмы Амидей, по большей части героям не стоит ожидать, что местные с ним сразу подружатся. В зависимости от вашего стиля игры, вашим игрокам может быть интересно помогать жителям соколиной лощины, или они могут захотеть убраться от этого места подальше. Можете сделать лощину более приветным местом, я не считаю, что это необходимо. Вот, выглядит посёлок грубовато. Дома некоторых семей могут похвастаться декоративной лепниной, резными корзинизами, наличниками или изящной мебелью. Кормятся посёлок за счёт своих лесопилок. Повсюду есть опилки. На север густой непроходимый лес. Вот, вопрос в том, что вы здесь делаете, где вы здесь работаете, работаете ли, или вы, ну, типа, прожигаете оставшиеся у вас деньги, типа, почему вы вообще здесь? Возможно, вы здесь родились и застали какую-то часть происходящего. Короче, давайте прикидывать. Да, yes. У меня были наброски. Давай. Покиньте. Мэй Чалопукич родился в этой деревне. Вот. У него, ну, мать-человек, а отец-эльф, он просто туда, короче, залетел, потомство оставил, и съебался. И наследство оставил только меч этот свой. Вот. А поскольку ему наследство дали меч, короче, он... Он в стражнике. Он в стражнике пошел. Он в стражнике пошел. Вот, но... Глубочайшая. Модуль из пяти серии, ребята. Но... Просто, если мы уже знакомы, то... Я думаю, что... Типа он ушел из стражи, как раз вот стал приключенцем, примерно, когда был поджог вот этих вот типов. Это потому, что он понял, что что-то как-то там не особо... Кто-то, ну, ответственность никто не несет. Это все система прогнила. А смотри, а я тебе как раз вкину чуть-чуть про... Ну, потому что, yes, база. Здесь шериф есть, которого... Может, это первая серия? Не-не-не. Тот был шеф. Шеф-риф. Который сменился после, вероятно, того... Ну, после уже пожара. Его зовут Дел Дрин Бейлсон. Дел через Е. Дел Дрин. Бейлсон. Он тоже полуэльф. Бейсон. Бейлсон. Бейлсон. Кирилл, пожалуйста, можно мы по концу модуля окажемся пройти? Посмотрим. С вотными. Близнецами. Мы тоже можем, кстати. Очень тупыми. У меня интеллект, извините, 16. И он сейчас находится в конфронтации как раз с Кридами, потому что его не устраивает вся эта ситуация, и он пытается... Ну, знаешь... Он пытается, короче, не лезть жестко в залупу, потому что ну, его просто завалит, вот, но все равно пытается быть, ну, по сути, вариантом такой оппозиционной фигуры. Вот, и пытается уже что-то делать, и вы просто... я к тому, что вы можете быть с ним на короткой, потому что он может быть одним из ваших входов вообще во все приключения. Да, вполне, вполне. Вот, а по поводу, короче, как мы познакомились, у меня есть один такой, этот самый, но это только если Кирилл вот такой высос позволит, значит, смотрите. Этное количество времени назад, когда все уже были в деревне, Криды, чтобы, значит, ну, поднять немножко боевой дух, увеселительное мероприятие, значит, сделали, а они устроили конкурс по командному спортивному ориентированию в этой тайге, вот, нас рандомно в одну команду запихнули, и мы такие, ебать нам прикольно вместе. Мы так ориентируемся. Ну, на самом деле, что-то из этого можно сделать, потому что у Кридов есть вариант того, как они могут благодарить отличившихся, жителей, крыс, также известных как. Есть обычный рынок, на котором продают, ну, просто всякий шлак, типа, оружие и доспехи низкого качества, и просто, ну, там, помелочи бытовую технику, вот это вот все. Перекупы. Когда у тебя айфона, у него пять владельцев до этого было. Вот. А есть верхний рынок, где можно купить хорошее мясо, хорошую древесину, хорошее оружие и доспехи, но туда нужен пропуск. И мне вполне видится ситуация, где они делают некий большой квест, ну, какую-то вот большую движуху, может быть, ярмарка какая-то, может быть, что-то еще, где команде победителей выдают как раз пропуск на верхний рынок, ну, там, на несколько часов, где вы проходите и что-то сбухаете. Условно. Это прикольная идея, если всем остальным тоже прикольно. Да. Мне норм, да. Ку-ку-ку. Хорошо, хорошо. Реально, он готовился. Я просто, это, воскрес после обеда. Остальные, что вы думаете, как вы попали в деревню? Давайте прикидываемся. Ну, моя, мне кажется, просто путешествовала, пришла туда и такая, ну, в целом, нормально, там, типа, густые леса, где она может собирать корешки. Я думаю, что она, на самом деле, банчит чем-нибудь. Слушай, смотри, для тебя тоже есть прекрасный непись. Неписью зовут Лорел Гибер. Это женщина. Лорел Гибер. Это буквально травница из магазина «Трава и снадобье», которая, вот так вот она, кстати, выглядит. Тут ты тетя. Вот, это шериф. О, ну, такой, слоняра. Слоняра, слоняра. Вот, она помогает тем, кому не по карману полноценной лечебной магии, потому что в городе есть жрец. И, ну, просто как раз занимается травмой. Вы могли спокойно познакомиться и как-то... Я думаю, что мы, типа, вместе можем даже работать. Ну, вот, да, скорее ты как-то работаешь с ней, как, знаешь, фрилансер, гоняющий в лес периодически что-то собирать. Приносишь ей корешки буквально. Да? Вот, подумай над тем, вообще знают ли все остальные, что ты, на самом деле, китсуна. Потому что, мне кажется, всегда нет. Нет, нет. Она может выглядеть пулей как человек. И мне кажется, что это... Да, 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 нет, тут, типа, там очень мало кто знает. Мне кажется, я как Фиона, я в над... Красотка днем, в ночи урод. И как за годом год. с этими ушами. Слез не взглянет. Прям не стоит. Ну вот, то есть, мне кажется, что ночью, ну и в лесах, типа, это именно образ лисы. И мне кажется, что когда типа, заебывается, она просто может типа уйти. Ну, потому что, в любом случае, человеческий облик это не самый ее родной. Вот, и мне кажется, что она уходит в лес такая так, уп так, морда вытягивается, да. Потому что это, это же в любом случае, это не прям фули лиса, это антропоморфная лиса. Я видела, там, по-моему, можно было брать фулл-лесу. Нет? Там, по-моему, два варианта. Это типа, либо человек, либо полу-леса, либо человек, либо полностью лиса. Нет? Я... Хозяин, не верусь в тюджет, посмотри, как тут присутствуют. Я, да, я типа, я посмотрю вот эти корректуры, ну, короче, да, моя уходит в леса, жестко. Делать лиса. Внезапный дэм. Спасибо, спасибо, спасибо. Как он отрывается. Я и так это делаю, ребята, просто сейчас нет фидоса, который такой... Нет осуждения за столом, да? Ну, меньше, меньше, всегда меньше. Совсем нет, я бы, ну, так уж я не порывался бы. Так, окей, остальные? Я приехала сюда года два назад с батей, который планировал наладить какие-то, наверное, поставки древесины в город рядом. Ты занимаешься чем? Ну, типа, на повозках как-то лодки улучшить или что? Я не знаю, есть там какие-то города рядом, которые над чем-то тоже специализируются? Ну, я думала, просто какое-нибудь строительство, типа... Ну, в каком ключе? Ну, типа, вот мы жили в каком-то городе побольше, он приехал в этот город, где мы сейчас, и, типа, просто наладить поставки древесины в этот город побольше. Он только купец? Ну, типа, да. А, окей. Вот. И что-то там чилят два года, я там чилю с ним, типа... А, окей. Я особо ничем не занимаюсь, думаю, просто тренируюсь где-то там в дворах, шляюсь по районам. Хорошо, но тогда я думаю, что ты получаешь достаточно, типа, избыточное количество знаков внимания от обычных, типа, челиков-лесорубов. И их детей в том числе. Вот. Типа, просто мужики, которые видят красивую девушку, такие... Кринж. И вот это вот все. Ужасно. А сколько лет? 15. Глеб, дашь? Ну что, мой чел приехал в город где-то месяцев пять назад, я думаю, что-то в таком формате. И я думаю, он работает именно на лес... Повале? Нет, на лесопиле. Да. Вот. И там же снимает какую-то небольшую комнатку. Просто очень изредка пытается что-то подворовывать и держать минимальные контакты с какими-то криминальными группами, но не вписываться полноценно в это, потому что сыт. Ну да, типа, криминальная группа здесь одна, и она держит лесопилку. Запиши себе надзирателя лесопилки Payden, в кавычке открывается расплата, закрываются Tidon. Payden, расплата, Tidon. Почему расплата? Потому что он воздает по заслугам всем, кто не сразу выполняет его приказ. У них давняя вражда с шерифом. Это шериф со всеми тратцем, да? С Делдрином? Да. Вот. С кем-тоом, с мое. Вот. На лесорубке работа жесткая, тяжелая и часто травмоопасная. Нормально, я ловкий. Уклоняюсь от всего. Ага. Уклоняюсь от всех травм. А Маша никого записать не нужно? Нет, Маша не нужно. Из город. Из городов. Из мужчин в этом городе. Я думаю, что насколько твоя персонажка заинтересована во всякой, знаешь, мелкой прикольной херне. Абсолютно точно заинтересована мелкой прикольной херне. Тогда запиши себе Джизус Крайст. Записывай. Кирпичих. А что? Кирпичих. 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 Кирпичи, только с ханом. Ну, здоров. Он надчихнул. Кильдриносок. Гном. Гном. Кирпичих. Кирпичих кильдриносок. Можно по-букву? Кирпичих. Кильдриносок. Кирпичих. Эти смешные слова. Так? Ну да, пока что мы больше всего угораем над названиями. Вот. Это гном-волшебник, у которого есть магазин, который называется Гуси-лебеди. Кирпичих. Я надеюсь, он там просто реально разводит гернат. И у него много мелких прикольных хуйник. Это он. Это маленьких. Да. И кирпичих кирпичей. И я также думаю, что... Насколько богатый купец твой отец? Я думаю, он был достаточно богатым, просто последние два года не особо что-то делает. Угу. Не, по идее, он может быть же этим. Он может быть челом, который специально находится в этом городе, чтобы постоянно обсуждать всякие клеймы по древесине, которые приходят в большой город и там уторговывают цены, например. Вот. И от этого ему может достаточно большая запеха капать от тех, что он там... А, ну что он как амбассадор этого города в этом поселке. И он постоянно, знаешь, например, проверяет эти поставки, вот это вот все. Или ты хочешь, чтобы он был таким чуть потерянным, скорее? я хочу, чтобы он занимался работой, но это, ты знаешь, вот дела, которые он может просто на какой-то базовом фоне выполнять и не особо, типа, запариваться. Окей, это рабочий вариант, вполне. Тогда запиши еще, пожалуйста, себе ты, вы, вы. Это даже имя. Чих. Я так назову своего чела, я думаю. ТВ-имя, И-фамилия. Ай, ты, вы, иди сюда. Я попрошу. Я думаю, что тогда ты останови, что вы остановились, вы снимаете одну из немногих комнат в таверне под названием Джек-Ошея. Через апостроф, соответственно. А нет, а вот это... Соответственно. Ошея. Как скажешь. И ее держит Джек-Кримми. Это женщина-барт. Джек-Кримми? Кримми. Двоем. Очень вкусные булочки с корицей, а еще она жонглирует сковородками. Кто она? Женщина-барт. Барт. Все так. Ну, типа, она не бард, она артистка. Скорее. Барт не в значении класса, вот так вот это скажем. Так, Даша. Я думаю, что моя полурослическая женщина где-то пару лет назад вместе с своей кочущей коммуны полуросликом проходила мимо этого города. И мне кажется, что ее мать получила какую-то травму ноги, из-за которой им пришлось отделиться от этой коммуны, и они вот остались в этом городе, и им пришлось осесть, и как раз она поняла, как сильно ей прикольно не путешествовать, а вот жить в одном месте, не кочевать. Она нашла себя, например, в охоте в этих лесах, и, ну, обеспечивать своих родителей там едой, на которой охотятся, и они такие, дочь, надо путешествовать, пожалуйста, давай, двигайся, она такая, не, не хочу. Хорошо, сейчас я посмотрю, что у нас здесь по охоте. потому что может быть нюанс. Что и нет. Ну, я не думаю, что здесь кто-то запрещает охоту, на самом деле. Почему бы... Почему запрещают охоту? Потому что это способ контроля и депривации ресурсов по определенным своему населению. да. Я могу делать это неофициально. Можешь. Мне кажется, что мы могли пару раз сталкиваться с тобой в лесу. Может быть, да. Я посмотрела, если что, то, да, у меня моя... Короче, из-за того, что я там себе набрала, у меня форма одна это типа человек, вот, а второе любой китсуны это типа лесоподобная вот эта херня. Ага, антропоморф, да, окей. Лесоподобная херня. Хорошо, где тебе кажется вы бы остановились, ну, и типа, что вы делаете, чтобы, ну, продолжать, ну, отрабатывать словно ночлег? Что у тебя же только мама, ну, ты и мама. Ну, да, 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 не знаю, я думаю, что что-то могут делать полурослики, может быть, можно заниматься готовкой, а можно торговать на нижнем рынке с кем-то, ну, типа, замечиться. Ты вполне можешь типа, ловить дичь, и как раз ее на нижнем рынке продавать. Такой вариант нет. В целом, могу и нелегально тоже это делать все еще. Ты просто хочешь что-то делаешь нелегально? Ты можешь быть поставщиком гусей и лебедей, и кипячиха. Хильдриновска. Слушай, знаешь, я тебе вот так вот думаю, я думаю, ты пыталась несколько раз продавать вот эту дичь и так далее на верхнем рынке и столкнулась с Киладрин Солк. Пока она смешная. Тоже полурослица. И она мразь. Она просто мразота. Вы уже успели выяснить, что чтобы продавать вещи на верхнем рынке нужны прям взятки большие. И она типа, она лутает часть товара, она набивает себе карманы и вообще. И ты в итоге пришла к тому, что типа ты скорее торгуешь на нижнем рынке. Ну, или кому-то поставляешь какое-то мясо на нижний рынок. Запиши себе имя Джелин Дуболот. Вот. Это главный на нижнем рынке, который просто отвечает за то, кто ставит там свою лавочку. Вот. Лавочку на нижнем рынке часто обкрадывают. Ну, типа какую-то часть товара или мяса просто уносят. Ну, и ты одна охотница, ты много дичи опять же не добудешь. Ты еще сходишь. Ну, да. Может быть, я делаю какие-нибудь частные заказики типа по деревне. например, это вот тогда такая серая зона. Ага, хорошо. Такая темщица. Темщица, темщица. Ну, тогда смотрите, что получается, вы спокойно могли пересекаться в лесах? Я думаю, что она, кстати, одна из немногих, кто видел, типа, моё лисе ебало. Может, я как раз им тоже на что-то охочусь. Ну, хотя ты сама лошадь. Я вполне могла, вообще-то. Ага, в жопу у тебя стоит человек, поворачивается куяк лиса. Туда. Кстати говоря, да, потому что мне кажется, что у китсуны всё равно больше развит нюх, допустим, тот же самый, или, допустим, ей нужен какой-нибудь там кабанчик, а я знаю, на какие корешки ведутся кабанчики. Я думаю, что ты также могла наткнуться на странные лиси следы, проследить за этим, и таким образом как раз вы могли бы и пересечься. Кул, ты просто в городе тусуешься, да? Ну, типа, я, скорее всего, выходила куда-то на окраину, типа, что там. Я думаю, это кладбище есть клёвое. Хватит мне персонажа с кладбищем. Да. На окраине увидела чела, который делает странную разминку. Вот да. Торисия. Ну да, а твоего персонажа все в целом просто могли видеть, потому что, а чем ты сейчас вообще зарабатываешь? Хороший вопрос. Потому что я изначально думал, что это, ну вот, типа, мы собранная пачка приключенцев, которые этим лутают, но, видимо, нет. Слушай, он может, на самом деле, тоже сейчас на лесопилке ну так, где-то подрабатывать, перебиваться. Ну да, такой разнорабочий. Слушай, а как тебе история с тем, что, допустим, охранять какую-нибудь лавку? Да, вот я тоже хотела сказать, что он может быть стражем на верхнем рынке. Нормальная тема, да. Тогда у вас мэтч, например, по знакомству. У вас мэтч по знакомству и у вас вдвоем более-менее мэтч. И после этого мы все равно делаем ярмарку, где вы все так или иначе пересеклились. Мы можем еще сделать мэтч у нас с Глебом, объясняю, значит, Делдерин в плохих отношениях вот с его челопукичем, вот, они приходили, короче, стражи, приходила к этому на лесопилку выяснить отношения, вот, и мой чел был с одной стороны, чел Глеба с другой стороны, эти срались, а мы стояли просто «Слушай, ты понимаешь, что он вьюбывает? Вообще, ну, людей. Я вообще не понимаю, нахрена мы сюда пришли». «Полня нормальная тема». «Да, окей, да». «Ну ладно, давай». «Давай, давай». «По пиву». «Да я не пью». «Хорошо, запомните или запишите себе это куда-нибудь, ну так, в общих челях». «А как, кого зовут?» «Да, моменты». «А это и мне надо писать». «А тут где-то блоккарта?» «Да?» «Да». «Где? Ты не помнишь, какая страница?» «У тебя справа легенда на каждой странице. Тебе нужна «Эпоха утраченных пророчеств». Раздел «На самое начало». «На она не подписана по странице». «Ну, они там видно по…» «Я понимаю». «Не корешку». «Противоположная сторона — это корешка». «Маша, ты с кем корешишься?» «С персонажем Глеба». «С Глебом». «Ис всех больше ни с кем?» «Я думаю, да». «Ну, типа, ты же говоришь, что ты не особо любимая». «Нет, почему я любимая?» «Типа, ну тогда вы могли просто опять же вы могли видеться вот с ними двумя, но я не думаю, что типа жестко общаться». «Ну, ну, мы не прям друзья, просто, small talk какой-нибудь». спокойно». «Так, мы где-то учили, да? А, вот Андоран». «Андоран, да». «А, я тебе могу конкретную точку показать». «Ну, вот здесь». «Угу». «Где-где-го». «Почти уборка фитраль». «Угу». 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 «Ну и, собственно, основной город Андорана, и, по-моему, Андоран и называется, все это, оно на юге». «Угу». «А это такие прям задворки». «В Андоране еще есть какие-то большие города? Или покер?» «Я не знаю». «Мне в целом Андоран нормально». «Андоран». «Что, Андоран?» «Ну, если это столица, мне норма». «Вот». «Смотри, да, есть много городов рядом». «Столица называется Алмаз». «Алмаз?» «Да». «Алмаз». «Может, я не знаю». «И она находится, соответственно, в самом низу реки, уже в ходе в море». «По дороге на север от реки есть поселок Риберфорд и Ольфден». «И тот, и тот, побольше, чем ваши». «Давайте имена запишем». «Я думаю, Глеб для этого и открыл карту». «Да, я пытаюсь выстроить... А, остров Кортус вот тут». «Да, прикол». «Тих, не очень далеко от вас на север. Давайте нам кого есть? Лорус». «Лорус». «Лорус». «Камиля есть или пофигу?» «Нет». «Она есть». «Кики». «Максим». «До лав ми». «Ай, райден». «До мака». «Нет, с одной. Кики». «Кики». «Камиля». 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 «Цветок, да?» «Да». «Аден». «Через Е или через Э?» «Один». «Через Е». «Один». 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 «Один» из «Рийска». «Рин». 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 «Три буквы». «Р и «Н». «Харш». записано так что еще важно знать про скалину лощину еще раз мы познакомились потому что мы выиграли ярмарку по итогу и пересекались до этого я не думаю что вы прям выиграли можем покидать кубики в конце нулевки выиграли в это или нет заодно проверим что еще важно знать 3 7 лесорубов которые были до этого тоже общее знание ларко сэмкил крит первые вымерли сэмкилы потом ларк сожгли теперь остались только крит но вы смотрим и знаем что кредо такие типа нечистые на 4 на вот эти две семьи никак но какой-то ларко были не общительные сэмкилы были отважны ларко в один момент кто-нибудь может мне кинуть проверку истории тут нет истории знание история или знание это местность давай обществом обществом можно до по сложности 15 нет нет ты не знаешь какой-то конкретики про них просто были вот вот эти три семьи ты так же поскольку ты в этом городе давно и родился здесь можешь записать себе имя друингар блеск топор через дефис этот варф который ее приехал сюда искать какие-то руины 10 лет назад и потерялся и и не был найден не был найден но его никто не искал что еще важно рассказать про город есть ты бы знала наверное что здесь есть художница которая собирает здесь но местного пошиба богему очень такую простенькую дэвира гадзель как дэвира через я гадзель вот что здесь еще у кридов есть охереть какой особняк в два или три этажа ну короче большой с водонапорными башнями чистоколом еще чем-то в общем от всего защищен ребята кстати не переживают за власть есть и горный дом под названием алая дама которую крида и держит соответственно это вот это как раз там аванпост другого преступного синдиката который скринами садов это можно достаточно легко просто считать потому что ты мог слышать про гильдию рэдрок один ты просто слышал про гильдию рэдрок вот такой вот тебе заход что я слышал по нее есть это местный преступный синдикат а все местные гильдии есть храм и амидей и амидей это богиня ну типа святой добра судя по всему если ты откроешь книгу в том же разделе есть раздел боги можешь рассказать нам что за и амидей перс смерти у нас никто не религиозный но вы все выбрали что нет ну да я так просто я подумал также из приколов ну про верхний рынок я рассказал закрытой а еще в городе есть башня в которой живет какой-то старый старый волшебник это уже мой любимый персонаж который никому особо себя не пускает наверху стоят горгуль и это богач это 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 прибитый дед и амидей богиня чести справедливости власти и доблести ее также называют наследницей так как она наследовал титул после того как погиб бог человечества до своего завершения она была простой смертный среди ее последователей много паладинов наказы проявлять сдержанность сражаться за справедливость и честь быть доблестным табу оставить товарища в беде без чести от себя не принять вызов от равного ну такая богиня паладинов реально буквально у нее символ я так понимаю буквально длинный меч у нее символ так вот про город вроде как рассказал это мы обсудили сам лесоповал лагеря лесоругов находится где-то в 12 милях от города то есть но полный день пути на ноге или ну типа большая часть дня на какой-нибудь повозке ребята там живут и работают лагеря всего четыре вокруг соответственно леса который там сейчас еще есть поскольку поселок существует почти полтора века многие ну типа дорога туда в какой-то момент превращается в кучу книги стоящих по округе вот здесь еще если мне память не изменяет добывают какую-то хорошую древесину экшн еще можно сырасти его а на севере вулкан который называется утес дроскара и он в какой-то момент взорвался давно давно и все убил он этого бессмертного убил ну тут есть бог зон кутон зон кутон кайден кайдин что за имена то рак отец всего сущего в армии а это если то рак то это краб то краб получается спасибо ну ты спросила я просто отвечу не про древесину что-то инфо особо нет блин да блин получается так и натуре не прочитал еще про да это не был список есть отдельные по расам вот так 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 еще пара вещей про правила но возвращаемся уже в общем постепенно к этому значит как работают снега чтобы работала ну это важно для многих здесь нет такого же состояния что знаете типа все враги застаны врасплох и у вас типа фулл бесплатный раунд действий здесь так не работают есть состояние врасплох противник получает минус 2 кб классу брони все он действует как обычно все делает как обычно просто он может за счет и собрался состояние врасплох можно вызвать очень много какими разными способами можно взять человека в захват можно сделать его неподвижным можно его можно его можно если чем упал то он тоже заснул брасплох короче а если он лег тоже вы можете смотреть на это как на крылья короче все что в dnd как правило дает нам преимущество здесь дает состояние вы застан врасплох и в целом здесь преимущество превращается просто в плюс 2 да паралич вот это вот все что еще важно сказать тут есть механика называющиеся чистые проверки это например спас броски от смерти когда вы теряете сознание вы начинаете ну постепенно умирать сложно когда ваше значение при смерти достигать 4 умирать не 3 как dnd 4 . в начале каждого хода вы кидаете до 20 добавляйте к этому текущее значение при смерти и если проходите то все хорошо ну то она наоборот уменьшается если доходит до нуля то вы по идее приходите в оси так а вот у меня в при смерти загнали какое мне состояние один да я при смерти 1 если с критата в 2 и с критата 2 а если у тебя при смерти 1 и дошел до нуля то то ты продолжаешь кидать вещь ты просто продолжаешь это кидать каждый каждый ход в надежде что останутся 0 и не уйду в минус 4 да все так кидаешься до 20 человек просто 20 по сложности равны 10 плюс текущее значение при смерти а тут этот это вот лечение ранений мы это обсуждали что вы делаете при помощи медицины а значит у кого-то экспертная медицина есть у кого-то изученные руки раз изучена 23 чтобы вылечить какое-то ранение вы совершаете проверку медицины по сложности 15 при успехе лечите 2 до 8 при критическом успехе 4 до 8 и это можно сделать любой момент это по-моему тратит заряды этого набора лекаря ну по-хорошему должно бы тратить но типа это не действие давай я посмотрю дайте книгу пожалуйста или открой сам на странице есть 248 248 что просто просто да а лечение ранений вы в течение 10 минут а ну типа ты в течение 10 минут занимаешься этим и нельзя после чего цель становится невосприимчивым действием лечения ран на час то есть если вы жёстко покоться на это можно раньше просто сделать привал типа 4 часа полечить раны поспать проснуться полечить еще рано а сама проверка занимать ну само лечение ран занимать 10 минут и на час иммунитет к этому состоянию да требования вы носите или держите инструмент лекаря сейчас дойдем еще до туда сложность проверки равна 15 но ведущий может изменить его в зависимости от обстоятельств ну да чем больше у вас медицина тем больше вы можете вылечить за легендарным уровнем умения у вас сложность 40 но лечите вы 2 до 8 плюс 50 а прикрытие 4 до 8 плюс 50 вау сильнейшая да давай я щас вернусь к 2 80 не 52 а 54 хочешь посмотреть набор лекаря? да давай ну чтоб сразу разобраться так шли полезно потому что видимо мы хилимс только так ай на сколько лечит твоя штука моя штука сейчас скажу на сколько лечит инструмент лекаря комплект перевязочных материалов трав и шовных материалов необходимы для проверки лечения медицины для лечения болезни лечения отравления лечения ранения и первой помощи расширенные инструменты лекаря дают бонус плюс 1 к таким проверкам если вы носите эти инструменты вы можете выхватить и вернуть их на место в качестве действия которые их используют для этого нужна одна рука нет за радость значит просто можно херачить потому что вот эти штуки тоже заполнить потому что в этом ну вот приказе заклинание типа надо ну пока соня ищет запишите в мировоззрение таки шкаунки да да все то что зло мы переводим как эгоизм добро мы переводим как альтруизм хаотичность мы переводим как нежелание ну или и весьма фривольное отношение к принципам законности власти и всего такого или принципов законопослушность соответственно у меня будет законопослушный нейтрально я думаю да похоже на это хаотичное дальше нейтрально да нейтрально 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 злое видимо да скорее всего да скорее всего законопослушно нейтрально глупственно добрые они нейтрально добрые или но даже законопослушно добрые ага вообще похоже юная молоденькая не не хаотичное тогда хаотичное нейтрально хаотичное нейтральное может быть истина нейтральная и истина это ну типа ты не законопослушно не добрая не злая не не законопослушный ну типа представь себе сетку 3 на 3 ну понятно да и вот ты ровно пацан ну вот вообще жажда путешествий а ты вот и не жаждешь же уже да 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 мне кажется ты с тем нейтральный ну типа мне мне все равно окей да просто я кул ах хорошо ээээ так это это мы рассказали о вот тоже важно обнаружение существ мы сейчас это еще проиграем в одной из сцен стартера но тем не менее и так сука я пока что скажу что я лечу своей штукой на 1d10 плюс 4 нормально но это ячейка или это фокус это ячейка ну значит в бою но вот именно на отдыхе вам нужен будет набор и так есть 4 уровня будь здоровья видимости существ и знания о том что они есть самый базовый видимость видно существо видно вы знаете где существо находится и вы можете выбрать это существо целью ваших атак и всего остального спрятанность существо для вас спрятан оно считаю оно все еще может быть застегнута врасплох сейчас которого вы спрятаны тут просто в обратную сторону написано сейчас я попробую это поменять а вот есть спрятанное существо вы считаетесь для этого существа застанными врасплох и чтобы вы могли по нему попасть вам ну или вообще как-то на него воздействовать вам нужно пройти чистую проверку со сложностью 11 для тебя сложность этой проверки 9 потому что ты остроглазая проверку внимания чистая чистая проверка сложность 11 просто d20 кидается и все да все так но действие можно совершить действие поиск чтобы найти где а вот эта чистая проверка она в действие никак не вписывается да никак это вот просто типа тут есть спрятанное существо киньте кубик я могу это делать вообще окей дальше необнаруженность вы вот это существо вы не знаете где оно даже ну даже теоретически в каком оно пространстве спрятанное оно сидит условно за бочкой мы знаем что оно сидит за бочкой вы знаете что оно где-то там за бочкой потому что у нас прилетела стрела да 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 вы знаете общий регион поэтому вы можете кинуть проверку чтобы типа вот я на шару стреляю и попадаю вот это в этом суд а не обнаруженность же это вы не знаете где эта тварь кто в вас стреляет вы считаетесь ею застанными врасплох и вы не можете выбрать это существо цели аааа но вы можете попробовать узнать где она находится выбрав случайную клетку ну по вашему типа я думаю что он тут вы совершаете атаку аналогично правил для спрятанности но я все все чистые проверки все остальное делаю фулли тайна потому что возможно возможно она в этой клетке новую провалили проверку или что-то еще вот и есть то есть получается что если ты попадаешь по такому существу ты не говоришь попал если ты попал ты не понимаешь а ну все вот просто это скорее то что типа ты выкинула чистую проверку у тебя хорошо я говорю в этой клетке ну кажется никого нет а возможно просто плох проверку выкинул ну то есть такие моменты и есть незамеченность самое лучшее вот мы скрытно подкрадываемся к какому-то отряду и они вообще не знают о том что мы есть это незамеченность они не подозревают о том что вы есть все остальное это состояние по сути в бою то есть вы либо по сути мы не в бою и тихо крадемся враги где-то вокруг враги где-то там а вон вот 4 градации так а чтобы найти спрятанного силы если ты пытаешься найти то ты выбираешь поиск а чистую проверку ты кидаешь когда если пытаешься атаковать блять туда ага окей а если ты находишь ну типа что тебе дает если ты находишь его ты по нему попадаешь атакой а так ты ну типа вот ну ты делаешь поиск а ты делаешь действие поиск ты точно знаешь что он там тебе не надо совершать чистую проверку а дальше плохая видимость если вы если существо для вас плохо видимо много туман что-нибудь еще слабо заслоненное место называется по сути а то чистая проверка со сложностью 5 чтобы экшли попасть чтобы выбрать целью эффекта без области если вы просто угны шарки отдаете yes и невидимость в случае если на вас невидимость вы считаетесь не обнаруженным и из этого никак не вы выходите но вместе с этим я должен отметить что есть очень много вариантов того как по-другому можно обнаруживать невидимых и прочих разных существ шелестнюх всякие сумеречные ночные зрения чувства вибрации эхолокация и часть из этого даже доступна персонажам игроков так что учитывайте и у тебя есть еще нюанс да дайте книжку ну вот сенудобно МАСИМ ну Молодцы хорошая работа well-oiled well-oiled так запишем ты получаешь когда ищешь спрятанных или не обнаруженных существ то есть третий уровень сложности, ты получишь ситуативный бонус плюс 2, если это в пределах 30 футов. И когда ты выбираешь целью плохо видимое существо или спрятанное существо, значит с 5 до 3 снижается для тебя, если плохо видимое, и с 11 до 9, про что я собственно и сказал. Ну да. Вот. Хорошо. С этим разобрались. Резисты. Бывает такое, что у противника, например, устойчивость к огню. В ДНД мы выделили урон на 2. А здесь у противника написано устойчивость к огню 10. Вы наносите 12 единиц урона, 10 я вычитаю, 2 получат. Блин. Одну единицу урона, от чего бы, ну типа если у вас, например, это колющий урон и урон огнем одновременно, то одну единицу какого-либо урона в любом случае получит, даже если у него, ну если у него не неуязвимость. Неуязвимость просто контрится, но даже если он типа 10 урона огнем съел устойчивостью, и 5 урона колющего съел устойчивостью, в любом случае одну он получит. А если я наношу огненным снарядом, не знаю, есть он тут или нет, по такому челу типа 3 единицы урона, он получает единицу? Да. Или вообще ни хрена не получается? Единицу в любом случае, если это устойчивость. Минимальный урон ты в любом случае наносишь. Что? Если мой уверенный, решающий удар, который наносит половину урона при провале. Ну, ты... Это разные вещи. Ты, ну, половина урона... Ну, типа, это половина на половину будет, типа? Нет, нет. Устойчивость не делает половину. Ну, типа, вот у него 10. Так. Я нанесла 12. Так. И провалилась. Да. Нанесла 6, он в любом случае получает 1, потому что все, съела устойчивость. Другой пример, но окей, разберемся потом. Да. Да, ну, типа... Это я actually понимаю, как работает. Что еще? Уязвимость работает так же, у него есть значение. Ну, то есть, типа, там, не знаю, вода — 15, серебро — 10. Это наносит дополнительный урон. Просто поверх. То есть я бью тебя серебряным кинжалом, если ты опротень. Ты получаешь 1 до 4 плюс модификаторы, и сверху еще десяточку. Угу. Это работает по числу, которое... Да, все верно. А здесь очень много чего работает по числу рядом. То есть, например, вы накладываете на противников замедление. Это будет записано у противника как замедление 3. И каждый раунд оно будет снижаться. Замедление здесь, короче, жрет действие в начале раунда. И вот замедление съело 3 действия, это стало замедление 0, оно пропало. Угу. Вот. Это тоже рассказал. Пункты героизма. Единственный момент, где у нас есть перебросы, это пункты героизма. Пункт героизма вы получаете по одному в начале каждой встречи. Здесь рекомендуют выдавать за каждый час игры после первого. Посмотрим. Я думаю, что я буду выдавать это вам как, ну типа, мелкую награду сразу всей пачки. За то, что вы там что-то сделали, кого-то загасили и так далее. Угу. Потому что я не понимаю. Здесь пишут, типа, выдавайте за среднее и значительное свершение. Чтобы определять среднее и значительное свершение, надо считать опыт, который вы за это получаете. И, ну, сложность цены с точки зрения противников. Я не буду это делать. Вот. Я, мы и опыт считать не будем. Я вам просто буду выдавать уровни. Потому что, ну, типа, мы прошли этот этап, мы больше не складываем 60 плюс 79. Только при бросках урона. Я не понимаю, что это проблема. На что можно тратить пункты героизма? Можно потратить один пункт, чтобы перебросить до 20. Использовать второй результат обязательно. Два на одну проверку нельзя. Или можно потратить все свои пункты героизма, минимум один, чтобы избежать смерти. Когда ваше состояние при смерти должно увеличиться, вы вместо этого тратите все пункты, отменяете состояние при смерти и остаетесь без сознания с нулем пунктов здоровья. И продолжаете кидать? Нет, не продолжайте кидать. Просто, если вас бьют, то у вас появляется состояние при смерти. Короче, вот тут, вот в отличие от ДНД, с состоянием при смерти нельзя выйти. Если ты снижаешь, вот, если ты снижаешь состояние при смерти до нуля, ты становишься стабилизированным. В этом смысле. И все. Ну да, как ДНД. Да? Ну просто в ДНД можно выкинуть критический успех и встать. Встать, да. А здесь ты в любом случае валяешься. Котень не поднимут. А выйти из нуля хп просто похититься? Да, хил или время. Угу. Как известно, время лечит. Получается хил или хил. На это нужно потратить обязательно все пункты твоего героизма. То есть ты не можешь потратить один. Ну если у тебя один, ты тратишь все. Да-да-да. Вот это был мой тоже вопрос. Я имею ввиду, что если у меня пять, я не могу сказать, я трачу один и встаю. Я обязательно трачу все. Да, ты обязательно тратишь все и ты не встаешь, ты остаешься. Ну да-да-да, я имею ввиду, не продолжаю умирать активно. Ну вот, допустим, у меня сейчас... У вас не может быть больше трех пунктов героизма. А, все. Допустим, у меня сейчас... Все неизрасходованные теряются по концу встречи. А-а-а. А, не на парте. Допустим, я лежу при смерти три. Угу. Так? У меня есть один пункт героизма. Да. Я его вливаю сюда. И остаешься, все, просто стабилизировано лежишь. Ничего не кидаешь. Не на один ты поднимаешься просто в ноль сразу. Ну, при этом... Отменяешь состояние при смерти. И такой же результат будет, если я три очка сюда подрочу. Да. А-а-а. Это спад-бросок смерти. Его кидаем мы? Да. А, давай я, наверное, буду это кидать. Могу ли я за очко теряизма перебросить кубик спад-броска смерти? Да. Ну, ты будешь обязан просто использовать тот, который второй выпадет. Да-да-да, я просто... Ну, я лежу при смерти. У меня сейчас три. У меня выпал результат. Плохой. Я снижаю... Я, типа, трачу очко героизма на то, что перебрасываю этот кубик. Остаюсь нормально. Следующий ход. Я понял о чем ты, да? Да. Я могу переб... Ну, типа, я могу не въебать все три очка в то, что встать, а могу въебывать их поочередно, чтобы, типа, сохранить... И когда останется одно, просто отменить в случае чего. Ну, это больше value, типа, тут... Ну, типа, так ты можешь встать, ну, так тебя могут потом похилить, ты сможешь использовать этот переброс в какой-то другой момент, а так ты сразу все эти три очка въебываешь, чтобы выжить. Ну, в этом плане, да. Да. А могут тебе как-то... Ну, типа, если ты лежишь, у тебя там два тебя пиздят, ты еще понижаешь? Да. Ну, ты понижаешь, потому что ты получаешь урон. Каждый раз, когда ты получаешь урон, ты снижаешь на один. Нормально, нормально, нормально. Понятно. Ну, два при критическом успехе противника, соответственно. Но здесь нет вот этой же опять истории, что, ну, типа, ты стоишь рядом, чел, без сознания, без сознания в пяти футах автоматические криты и вот это всего. Паралич здесь не такой аутбай. То есть технически вот у тебя... Ну, ты постепенно доводишь свое... Перебрасывая кубик, ты постепенно доводишь себя... Не доводишь себя до четырех. Значит, на случай того, что, типа, ты можешь менять все последним одним. Так. Но при этом тебя бьют, и ты можешь не успеть это сделать. Все так. Угу. Ну, если тебя бьют. То есть ты не просто валяешься и стекаешь кровью. Так, что-то еще я хотел рассказать. А, местность. Есть просто пересеченная местность, как в ДНД Х2. Есть сильно пересеченная местность. Х3. То есть 15 футов за каждую клетку. Если вы пытаетесь пролезть куда-то в узкий лаз, вы считаетесь застегнутыми врасплох. Это другое состояние? Нет. Это все одно и то же. Я просто... Вы в расплохе. Так, не в танце. В два прохе. В три прохе. Чтобы не падать. Чтобы все было нормально. Короче, тут есть нюанс. У меня это все записано. Буду доходить, буду говорить. Укрытие. Укрытие тоже важно. Потому что здесь укрытие дает бонус к классу бренни. Как и в ДНД. Да, но по-другому. Как скажешь? Ну, чуть-чуть по-другому. Потому что... Типа, здесь тебе не нужно прятаться за укрытием. Ну, то есть, типа, тратить передвижение, чтобы падать за него, например. Насколько я понимаю. Есть действие укрытия. Ты его делаешь и получаешь, ну, там, в случае надежного укрытия, плюс четыре класса бренни. Что неплохо. Нормальное укрытие также дает бонусы к проверкам прятания и так далее. То есть, ну, условно ты роба. Ты подошел за укрытие, прожал укрытие, спрятался, получил бонус плюс два или плюс четыре. Упиздавал куда-нибудь еще перемещение. А, перемещение нельзя делить. Вы совершаете действие перемещения, вы, ну, все. 25 хуя чуть прямо. Ну, ты можешь пробовать. Или пять. Ну, у тебя, в любом случае, на этом перемещение закончилось. Угу. Ну, ты сначала сделал одно действие, потом второе действие, потом третье действие. Все. Ну, я могу, допустим, ну вот, я использую действие перемещения, прошел там десять. Да. Что ты сделал? Действие. Действие. И потом третье действие. Еще одним действием перемещения, да, так можно. Но внутри это делить нельзя. А одно действие перемещения занимает все такое перемещение? Это, типа, вот так? Ну, или у тебя есть 25 перемещений на все твои три действия? Нет, каждое действие перемещения — это пройти двадцать, ну, твою скорость передвижения. То есть можно семьдесят пять заход? То есть как? Рыбок x полтора. Угу. Что ты тогда имеешь в виду, что нельзя делить перемещение? Нельзя делить эти двадцать пять футов в моменте. То есть я не могу сказать, я делаю действие перемещения, прошел пятнадцать футов, потратил второе действие на удар, и, ну, у меня же там осталось первое действие десять футов, и еще прошел. Так нельзя? Ты... Ладно, в общем, я поняла... В ДНД по-другому. Ну, понятно, окей, окей. Поэтому и поясним. Вот. Дальше. Соня, поняла ли ты, как работают фокальные заклинания? Это экзамен. Фокальные заклинания работают так, что на них можно тратить исключительно фокальные пункты. Другой момент. Сколько у меня фокальных пунктов? Дайте книжку. Вот эту? Да. Я постраховал. Спасибо, Максим. Все правильно. Все. Итак. Страница триста, основной книги прав. Поехали, ребята. Я не особо, но у меня одно. Оно сейчас. Пока что, да. Одно фокальное очко. Фокальные заклинания работают так же, как заговоры в этом смысле. Угу. Угу. Ну, как фокусы. У них тоже их круг накладывания округляется, ну, по тем же правилам. Но для их сотворения ты тратишь ФП. Все фокальные пункты ты восстанавливаешь после длительного отдыха. Угу. У них лисиц, да. Ну, пока у тебя базовый один и, ну, у тебя и лимит один. Короче. Насколько я понимаю. А получается, после каждой партии уровень получается? Получается. Посмотрим. Опять же, возможно, это будет больше 6 партий. Возможно, мы не до того уровня дадим. ХЗ. Сложно сказать. На этом этапе. Вот. Так. В твоих заклинаниях тебе так же надо будет посмотреть на их компоненты. Ты не вербальный, соматический, материальный. Вот это вот все. Движение. Слова Стоит ли там что-нибудь, чего-нибудь Так Ты сама выбрала кастера Ой, нам бы классно было Почти кастера Потому что бы никто Не взял его Да, все так Нехало последнего убирать Очень факт, конечно Мы тебя очень ценим и уважаем У тебя все получится Так что не говори за всех Ты можешь сделать это дома На самом деле Конечно, я сделаю это дома Я распечатаю все это Не помешает на лист Уже стрелки какие-то Кажется, что глобально На этом все Все важное, что я хотел Рассказать Давайте тестить все Насколько это для вас работает А насколько работают Ваши персонажи А потом еще в конце Поговорим про социальный договор Да ДКР В удар в ближнем бою И в... Дробящик, кольщик, рубщик Нихуя себе Ну что, ты не понял это меня? Нет Не надумал Это департамент капитального ремонта Гасиево дышал Так Давайте попробуем подраться Ну Максим У меня первый вынес Так мы не с друг другом Нет Батл Роэль Даша Вот это я могу сделать Отлично Батл Роэль вампир Соня Представим себе ситуацию Вы заходите в подвал Вам сказали Что в подвале Значит Пропадают Материалы Кто-то Их Пожирает И Вы такие Да Мы герои первого уровня Ебать Конечно Мы пойдем Сверху Разобраться Чиии Как мы И там это все занесено Вот Это все рыбохранилище Значит Вы спускаетесь туда Вам Дали это задание Вы спускаетесь Вниз И видите Что Что за твой север Блять Что вот здесь Вот У стены Куча всяких Припасов Рыбохранилища Здесь Какая-то дра Вы спустились Вы это все Посмотрели Из дрыва Лизают Гигантские крысы И Нападают На вас Нет Я спрятался Пум Пум А нет Раз Два Три Четыре Вот Они бегут И собираются Вас Кушать Давайте Пожалуйста Совершим Проверку Инициатива Я спрятался Можно я буду Скрыто Добавляем же Нет Не в этой ситуации Сука А? Просто ловко Добавляем же Собаку Крыса Да и не Одна Грызуны Бросаются На вас Щелкая Огромными Зубами Клац 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 Да Глеб Кто попросил Тебя это Прочитать? Книжка Она разговаривает С тобой Кружки Да Я ебнулся Ну шо Шо ты давишь Ааа Марфи Бля Дайте Каш Так 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 Значит Да Хорошо Выкину Совершили Прошу Проверка Инициативу Дай Презентацию Внимание Хорошо 20 выше 23 И у меня Тоже 23 Ну мне 17 Скуба Я выкинула Я тоже Блин Так Так Значит Лорус И Рим 23 20 15 16 16 А вы Пробовали Короче Не одновременно Ходить Ааа 12 Сколько У вас 16 Да У тебя 12 Да Хорошо Ну конечно На тестовые Боевки Так Выкинули Первая Боевка Укрес 10 Ааа Выходите Наче И всех Это Это Врасплох Нет Для меня Да Хорошо Или нет Сейчас Перечисляем Да Мы здесь И собрались Лорус И Рим Что вы делаете А давайте Мы посмотрим Как это здесь Работает Игроки Игроки Сами Решают Кому Ходить Первым Нельзя Ходить Одновременно Давай Если хочешь Я тебе выступлю Давай Хорошо Тогда Допустим Я Никуда Не двигаюсь Мне Сколько Там У нас Получается Ну Ты видишь Отсюда Одну По-хорошему У меня Одной Достаточно Там уже Меньше 60 Меньше Ну Так Просто Окей Тогда У меня Есть Тричка Действия Все Верно За первое Я начинаю Выслеживать Добычу Это Моя Рейнджерская Способность Я изучу Как это Называется Навык Что такое Вот Что Насколько Я поняла Дает Мне Возможность Обрушивать Шквал Атак На мою Жертву И Получается Что У меня Снижается Штраф Смех Минус Пути На минус Три Нормально И С минус Дести До Минус Шести Прикольная Это Действие Это Да Это Первое Действие Вот На крысу Которую Я вижу Хорошо Крыса Помечена И Мне Там Написано Что Если Я Переношу На Другую То Это Типа Снимается С Предыдущей Но Я Должна ли Каждый Ход Ее Накладывать Или Пока Я Концентрируюсь На одной А ты Концентрируешься Я не помню Кстати Нужно ли Тебе Продолжить Поддерживать Эту Концентрацию Да Ну тут Она Помечена Тегом Концентрация Хорошо Посмотрю Потом Концентрация Здесь Также Работает Нет Несвободным Действием Смешки Надо Осмысленно Снять Концентрацию Свой ход Да Вот И давай Попробуем Мой Охотничий Выстрел Я не очень Пока что Понимаю В чем Его Прикольность Он Предлагает Мне Сделать Два Быстрых Выстрелов Того На Кого Я Хочусь Ну то Есть На Эту Крису И Все Просто Это Одно Действие А Все За Одно Действие Я Делаю Два Выстрела И Еще Он Говорит Что Если Они Попадают По Одному Существу Что И Так Если Обе Атаки Попадают А Все Окей Да То Я Складываю Урон Для Преодоления Сопротивления И Слабости Нет Сопротивления Забегал Ну то То есть Это Будущее Это Типа Ты Поскольку Быстрые Два Выстрела А Я Как Раз Могу Преодолить Окей Ну все Тогда Я Пытаюсь Два Раза Выстрелить В Эту Крису Сейчас Что Я Добавляю Вот Это Отлично 19 19 На Попадание Хорошо Да 19 Попадает Обычный Успех 4 4 Единицы Урона А И Второй Это 21 21 Попадает Обычный Нет Обычный Я буду говорить Если крит Это 5 Еще 5 Два Быстрых Выстрела Крыса Пронзается Стрелами И Застревает Мертвая Мгновенная Минус 1 Давай Можно Ретроспективно Мы вернемся Можно Мы как раз Для этого Здесь Ага Смотри Вот этот Мой Охотничий Выстрел Это Получается Было Уже Второе Действие Да Все верно И Я должна Была Кидать Его Со Штраф Минус 3 Нет Только Если Атака А Только Атака Именно Окей Я Получается Могу Ее Еще раз Просто Атаковать Она Мертва Она Мертва Я хочу В труп Пострелять Пожалуйста Ты Можешь Протиснуться Между Своими Соппортийцами Но Это Будет Все Твое Передвижение Ну Типа На этом Тебя Действие Ну Нет Я Что Всех Крыс Сейчас Побью Я Им Тоже Оставлю Ну Я Остаюсь Но Мои очки Действия Никуда Не Переносится Нет Они Все У меня 3 И 3 Окей Тогда Я думаю Что Я пока Что Просто Довольна Собой Постою Хорошо Лорос Поворачивается К Рин Хороший Устрель Два Три Четыре Пять Да Бьет Ближайшую Хорошо Они Ближайшую Короче Я понял Так 19 Попадает И Это У нас Кал 7 7 Отлично Типа 10 Урон 10 Меньше Стоит еще Ель живая Наконец Мерс Буквально И я вторым И бью вторую А вторую Хорошо Да Со штрафом Соответственно Минус Да Да Ну я сомневаюсь Сейчас 8 Нет 8 мимо Вторая Так мечом Пролетает Над Ней Он просто В тильте Было что Первая Не добила И вторая Не добила Камилья И тики Давай Не больше Не заклинаний Хорошо Я хочу Попробовать Использовать Фокус Который Называется Иглодротики Так Вот Собственно Я выпускаю Это В Кры Тебе надо бы Пройти Для начала Ты ее не видишь Отсюда За колонной Хорошо Я прохожу Ага Раз действия Сюда Сюда Давай сюда Хорошо И выпускаю Иглодротики Так Вот Это собственно У меня формируются Три иглы Из имеющуюся У меня Металла Так Вот И Что мне нужно кинуть Мне нужно кинуть А так Заклинание По идее На попадание Да Это вот А это то что я Не запомнила У меня ключевая характеристика Это интеллект Круто Блин Вообще Класс Это плюс 2 Что с вами Опять взяла И умение Тоже Плюс 2 Получает Ну плюс 3 Благодаря уровню Да Получается Плюс 5 Тотал И я А какой у тебя бонуский интеллект Плюс 2 Плюс 2 Плюс 2 Плюс 2 Плюс 1 Ага Потому что низкий интеллект Поделываться Кирюз Зачем ты особоешь меня Вы же вроде бы про персонажей А у тебя какая характеристика Самого высокого 17 Плюс 5 22 22 Попадания Прекрасно Таким образом Эта Криса Получает от меня 3 Д 4 4 8 9 У бедолагии 8 хп было Осталось одно Ау Дай это Просто Одна в стрелах Вторая в дротик И что важно Металл из этих чудесных дротиков Возвращается магическим образом Ко мне Блин прикольно Ну то есть ты по сути Как магнета создаешь Да И потом втягиваешь обратно Это серп у тебя так делает Нет Это просто фокус Просто у тебя кусок металла лежит Ну да Типа у меня У меня есть кусок металла Я так Блин Клё 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 Сильный заговор Да Вообще Нормальный 3 до 4 Бесплатно Тема Кики Ну и Камиля Так Я не допекаю до крыс Верно У меня там 25 футов Должно быть 25 футов Ты здесь Раз Два Три Четыре Пять Нет Так Два Действия Передвижения Можете Я использую Отвлекающее Внимание Щипаю Кики за жопу Она вскрикивает И используя ее крик Я прячусь Всего Ну куда-нибудь Туда Где там Монская С передвижением Ну смотри Тут типа Я становлюсь Спрятанной Мне наверное Не нужно Ну типа Двигаться А это Не нужна Типа Да Одиночную проверку Обмана И сравнить КС Восприятие Существ Чье внимание Пытаюсь Отлечь Ага Хорошо Вне зависимости От успеха Существа Внимание Которых Вы пытаетесь Отлечь На одну минуту Получают Бонус Обстоятельства Плюс 4 К их КС Восприятия Что такое КС К Классовой Сложности Ага Ну вот у них Плюс 4 К КС Восприятия Окей Ну потому что Они типа Услышали это И видимо Взбудараживали Сказали Ну давай Кидай обман Это Какой Это Нихуя 11 11 Это Провал Тогда Я просто Ущипнула Как и за Жопа Спасибо Хорошо Давай Я тогда Подвигаюсь Просто Поближе А там Сколько 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 Футов До них 20 Ну До них 30 Тогда Тогда Я двигаюсь На 10 Футов И кидаю В них Легкий молоток Да Это Третье Твое действие Так Это 21 Попадать Это 9 Нет Не 9 7 7 11 Когда нибудь Вы Перестанете Оставлять их На одном Попадать Нет Окей Все на этом Да Все на этом Действия Кончились Адам 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 Да Делаю Обманный Замок Адам Ну смотри Адам Я Я Я вот там Вот стою Да Да Мне дойти до них Ну Очень неудобно Да Раз Два Три Четыре Ты не доходишь За Ну За Два Доходишь Да А я думал Что я встаю Просто перед Камилией И кидаю в них Нож I guess Раз Два Три Четыре Да Или может быть Вот так вот Чтобы ей был Прямой проход Да Ага Да И кидаю нож В единственную Крюсу Которая осталась Ну Там две осталось Того Которая Одну ХП Я правильно Понимаю Все Ну Ну На попадание 17 Да Мертва У меня остается Еще одно действие Что я могу сделать Я могу Спрятаться Наверное Да не особо Угу Прямая видимость Можно Дебудь Пока А если Я использую Этот Ответающий Маневр И он Привалился Я получаю Кураж Я бы сказал Что нет Посмотри в правилах Скажи Там рыба Рядом лежит Я ворую рыбу Не вопрос У меня есть Вонючая Подрезанная рыба Крыса Делает Раз Два Тратит на это Одно Своё действие После чего Бьет тебя Первая атака Челюсть тебе Одиннадцать Нет Двадцать шесть Нихуй Да Не крит Нет Нет Хорошо Ты От этой Атаки Получаешь Пять Одиннадцать Ворон Ауч Большие Звуки Лорус И Рин Я предлагаю Тебе Сначала Ткнуть Первая атака Да Это Двадцать Пять Крит Ну давай Это Ну это Убил Короче Там Типа Двадцать Два Где-то Ну типа Типа Кайф Кайф Хорошо С крысами Мы Разобрались Движемся Дальше Вот это Че у нас такого Это не боевая Вот это Ставим Вот Ой как плохо Черный Моргер Стирается Ужас А вот Мой лежит Красный Спасибо Блев Дальше Тренироваться Ну ебучий Получается Так Что у нас Происходит Дальше Дальше Вы такие Блин Хороши Хороши Всех Всех Загасили Всем питью Не даю Я кладу рыбак Может так Мы в компанию Вести Прям Блин Крысы Мертвые Вы такие Блин Это же не могли Все они Только съесть И рыба Пропала Они просто Погружены Начинают Спускаться Дальше Все Не душите Значит Что у нас Происходит Вы спускаетесь Вот сюда Таким Дам Треш Спуск Начнем с того Что здесь Полная темнота Что вы с этим Делаете Я вижу Полная темнота Собиралась У него ночное зрение Он взял Ночное Я что-то взял У меня есть факел Мы поджигаем У меня факел Хорошо Теперь светло Вы видите Что перед вами Спуск Десять Двадцать Сколько-то футов Десять футов Поверхность скалы Очень влажная И скользкая Надо спуститься Как будете делать Сразу же Сразу же Подходит веревка У кого еще есть веревка Я не брал пока Я не меняю Я не записала Что в этом Отлично У нас есть сто футов веревка Отлично У вас есть Вообще у вас по-моему Двести пятьдесят футов веревки Хорошо Вы закрепляете веревку На одном из Сталагнитов Рядом Завязывайте ее Достаточно крепко И можете спуститься Мне нужно по очереди В последовательности В которой вы спускаетесь Проверки атлетики По очереди Что давайте Ну просто Так что сделаем Атлетика Да О это Халп У вас нет сильных персонажей Да? Да О 21 21 Ты спускаешься легко Даже критически Ты очень легко Спускаешься Элегантно Я еще прокручиваюсь Вы поняли Вот так вот 12 12 Ты спустился на пять футов Давай еще раз Серьезно? Восемь Восемь Ты Мертва Ну мы отдадим себе записание Нет Ты Остаешься там же Где была Еще раз Это один скуба Это один скуба Ты падаешь Ты не получаешь урона Ты распластываешься Не получаешь урон Так а Семь Семь Ты Не можешь Спуститься ниже Еще раз Кидай Что значит не больше Десять Десять Ты Чуть-чуть спускаешься Дальше Да Восемь Расстояние Типа Десять футов Да? Шесть Шесть Ты знаешь Там же Где была Еще раз Семнадцать Семнадцать Ты спускаешься Отлично Спускаешься на ноги Дальше Двенадцать Двенадцать Ты спускаешься на пять футов Шестнадцать Ты спускаешься до конца Хорошо В чем пойнт медленного спускания? Типа Это для боевки как-то важно Или просто Мы тут Мы верим Да Мы просто Ну Типа Идем по очереди А есть какой-то вариант Сделать это через ловкость Нет А не через Вот вопрос, Кирилл Семь Семь Я даже за веревку не могу взяться А как вы это Вы беретесь как-то Двадцать куба Двадцать куба Идеально спрыгиваешь Так как Вопрос, Кирилл На меня Это Типа Десять футов Это не очень большое расстояние Если бы я сказал, что я спрыгиваю просто Ты бы получил Ну, типа Ты бы совершил мне проверку Ты бы совершил мне спас ловкость Давай попробуем Я совершаю спас ловкость Реакции Реакции Девятнадцать Девятнадцать Я бы сказал, что ты получил какой-то урон Окей Там был урон И не вот так Классно Я хочу такую компанию Я сейчас А, нет Ты не можешь ничего кидать Ты просто получаешь урон Равно половине расстояния по день Ты получаешь пять единиц Дребящего урона И все А, жесть Это неприятно Ну, типа В ДНД же Там, по-моему Один до шесть Да Да, тут пять Ну, типа Половина отправили По-моему Просто пролетел Это гораздо больше урона Да Тогда фули Имеет смысл кидать кубики Что, спускаться Пять единиц Все так Хорошо Все темно Блин, трэш Но вы спустились Ну, у нас факел горит нормально Да, у вас факел Все с кайфем Вы спустились Дальше перед вами Спуск Дальше Благодаря святу факела Вы видите, что дальше Там паутина Я начинаю прятаться Туннель уходит вглубь И приводит вас В большую пещеру На потолке растут Синие светящиеся грибы Освещающие тусклым светом Все вокруг В полумраке Вы едва можете Разглядеть толстые нити Паутины Покрывающие полости Стены пещеры И протянутые между Сталактитами Как мерцающий замыс Вот Смотри, я хочу краситься Хорошо Пытаться скрыться от того, чего я еще не вижу даже Я поджигаю паутину факел Ну, как мы знаем, паутина actually хорошо горит Окей Тебе просто паутина Телки не скрытность Семь Это один скуба Возможно, как-то мешает горящей паутинке Возможно Тебе надо никогда не узнать Значит, вот так вот как-то ты Где здесь вообще? Ты вот Ты спрятался вот тут вот Я думаю Я уже значайше спрятался Вот вы поджигаете паутину Она начинает гореть Отсюда вылезает гигантский паук Мы еще раз кидаем инициативу Я был спрятан Я кидаю такую инициативу Такую же Ты не был спрятан Не так приятно Ой 20 выше 22 20-15 16 20-10 11 13 13 Извините Извините 13? 13 13, да 11 11 6 У меня 11 было Да, да А, все Просто после падения еще не оправилась Это веревка, блин Это веревка, блин Ее за жопу ущипнули, потом она просто упала Что за денечек такой Денечек очень тяжелый Хорошо Камиля, что ты делаешь? Паутина, я скажу, прогорает весьма быстро Хорошо Вот у меня есть три опции, чтобы высрать себе кураж Но есть еще выебывание Как считаются выебывания? Типа, мне нужно основываться на каких-то навыках или... На действиях, которые ты можешь совершить для выебывания Хорошо, я хочу угрожающе пройти вперед с факелом, поджигая паутину на ее пути Окей, let's go Что, ты кидаешь против чего? Я не знаю, я просто выебываюсь Ну, это звучит так, как будто ты кидаешь устрашение Запунивание Запунивание, да Типа, я просто кидаю как, ну, стрейтом, раз у меня нет... Дааа, ну класс, харизма А дай большую книгу, пожалуйста Не 19, нет, не 19, а 17 Хорошо, но давай я за него кину волю Вообще, я просто базу могу взять, как будто бы Или основу 19? 17 17, а он не выглядит испуганно Тогда я просто иду вперед Насколько он далеко там будет, 20 футов, чтобы я снова в него кинула этот... Топорик, значит, молот 20 фут Кидаю молот Давай Ладно, это нервный кокот 19 19, попадает 7 Ага, хорошо Падай Сколько до него? Ну до хера же Больше 40 Больше 40 Больше 40 Ну, больше 30 точно, так скажу Ну, давай я пройду на какое-то расстояние и кину в него нож Хорошо Раз, два, три Раз, два, три Между вами Футов 20 Как работают откладываемые действия? Как это работает? Расскажи, пожалуйста Ну, смотри, ты тратишь два действия, чтобы подготовить себе действие Это ты выбираешь одиночное или свободное действие в качестве ответного действия на действие другого врага Да То есть, допустим, я вот сейчас бы нашел сюда Да Могу подойти еще на, получается, 5 футов На 10 футов И сказать, что я откладываю действие На момент, пока он подойдет к нам, чтобы его ударить Да Давай Давай Я так не буду делать, таки даю в него нож Хорошо Да Двадцать три Двадцать три Попадает Кинжал Четыре урона Четыре урона Отлично Выглядит среднее Ээээ Да, у меня еще осталось действие, похер я ничего не делаю Не могу придумать, что делать в третьем действии пока Это важно Так, хорошо Я просто не в ближнем бою, ну, типа, не могу дойти. Есть такое. Хорошо. Паук. Плюнется в тебя паутиной. Ой. Всё так, да? Мне что-то кидает там спас. Нет, 18. А я могу использовать ответное что-то там и уклониться. У меня будет 19. Ответ на что-то. Ловкое уклонение — это черта от... Добавляйте плюс 2 к КД. Да. Отлично, да. 19 уклоняешься и успеваешь вовремя вернуться, и там к паутиле влетает в стену. А после чего сколько у него перемещение, у этой падлы? 25. Раз, два, три, четыре. Подходит к тебе, Адам. Делает по тебе кусь. Саша, штраф, соответственно. Что это у нас? 21. Не имеет смысла ловко упаляться. Получается так. Получается так. Принимай. Принимай. 6 единиц колющего урона. Ау. И мне нужно от тебя испытание стойкости. Испытание стойкости. 16. Ровно. Ты не получаешь 1D12 урона яду. Лорус. Лорус. Бежит к этому павуку. 1, 2, 3, 4. Наносит удар. Так, так, так. Мимо. Обидно. Наносит тароу, да. Угу. Он верит в себя. Значит, это у нас 22 минус 18. Попихуров. 10 единиц урона. Отлично. Мертв. Размазал? Уничтожил буквально. Пауков. Ну вот, вы победили тварь. Паутина догорает. Что будете делать дальше? Рыбы нет. Здесь нет. Давайте 10 минут посидим. Я пообмазываю себя бинтами. Пообмазываешь? У кого-то есть снять бинты. У меня есть набор лекаря. Давайте попробуем. Я могу жестко тебя попробовать вылечить. Давай попробуем. Я использую медицину для этого. Сложность проверки обычно равна 15. Я нашел в правилах ДТР в данный момент. Да, на точноязычном уровне. Так. И я, получается, кидаю медицину. Угу. И это 18. Да, значит, ты прошла. Восстановлю мы 2 до 8. Что такое состояние ранения? А просто если бы оно у меня было, его бы тоже излечили, но, интересно, знаешь, что... Ты восстанавливаешь себе 9 пунктов. Без понятия, Глеб. Без нашибись. В конце книги есть блок состояния, можно там посмотреть. А, Лорус просит, что вы тоже поселите. Я делаю медицину на Лорусе. Хорошо. 20 минут вы на это тратите. Это 2-ой еще. Это... 14. 14. Не получается. А ему больше нельзя хилить или какой-то другой можно? А, он все получает медицин. Какая способность? Да, после чего целесообразно не устраняю. Я получаю действие лечения ран, ранений на 1 час. Я вообще... Ну, допустим, я не могу сейчас попробовать его полечить. Закинание медицин, да. Хорошо. Ага. Закинание будешь. А нужно ли это? Мне кажется, не нужно, потому что у нас дальше еще что-то. Ну, что там, ты как? Нормально, нормально, у меня 16-х вы. А кому нам полезнее всего лечить на медицин? У кого больше медицин, ты спрашиваешь? Не, у меня. У меня 4. Да, 4. Угу. А вот вы у нас лечите. Да. Ну что, товарищи, идем дальше. Да, идем. Хорошо. Идете дальше. Проходите еще пару комнат. Ну, еще пару комнат. Ну, не целиком бы мы это все дело проходили. Разумеется. Нет, бывай. Нет, бывай. Чем, чем? Ну, парком ты, парком ты еще. Еще-то там прошлись, что-то там вот здесь, блин, вот вы сюда спустились. Была баррикада, вы ее сломали. Здесь была нежица, вы такие, блядь, нежица заебашили ее. Ну, мы. Потом, значит, вот так вот сюда подходите. Нормально, нормально прошлись. Видите, что здесь стоит 4 кобальда? Я не шла первая. Хорошо. Я шел первая. Я шла вторая. Я не шла первая тоже. Да че, мы их победили уже. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Вы выходите, видите, что они жестко ломают баррикаду. И не замечают, что вы подходите. Что вы делаете? Я прячусь. Скрытно. Да. Скрытно, короче, в крысу подходим и тыны. Да. Хорошо, кидайте мне все скрытые. Все скрываемся. Блядь. Это сука, что ли, блядь. Нем, нем, нем. А, у тебя есть... Я использую... ...приход героизма. ...приход героизма. Как это называется? Приход героизма. Наконец-то. Сука. Нет, а я... У меня с трех на шесть перекинул. У меня с трех на шесть три кинул. Я ему буду этот кубик кидать. Ну вот, у меня двадцать с куба. Плюс семь, двадцать семь. Двадцать семь, отлично. Двадцать семь. Девять. Восемь, один с куба. Ага. А вот двенадцать. Ага. А, а восемнадцать. Хорошо. Ну, давайте так. Вот вы делаете, получается... А, ты первый, Адам, да? Вот так ты делаешь, вот так. Ты делаешь у вас, Адам. Вот вы начинаете тихо подкладываться. Ты оказываешься в десяти футах, а они рычат, разворачиваются, начинают на вас нападать. Руина на Адаме, блин. Но! Аден. Аден. Адам. Говорим. Да-да-да, слышите. Аден. 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 Да-да-да, они просто на вас нападают. А вот это что у нас? Спрятаться. Движуха. Инициатива. Снова обычная инициатива, а не скрытная инициатива. Нельзя скрытную инициативу. Что же это? Я хочу скрытную инициативу кидать. Тогда бы ты ее уже кинул. Да. Это инициатива. Мама. Двадцать выше. Двадцать пятнадцать. Восемнадцать. Окей, восемнадцать? Да. Пятьдесять. Десять. И у меня десять. Ребята, реально можно разные значения вахитывать. Восемь. Отлично. Пришел по 15, другое значение взял у всех. Прости. Отмокить. Давай. Да, я подхожу к ближайшей этой штуке. Трачу одно действие, получается. Все так. Вот трачу, стою здесь. Делаю финт. Так. Я пытаюсь ударить его одной рукой, раняю кинжал, подхватываю другое бью его. Хорошо, что для этого кинжал? Ну, финт, это я кидаю обман, получается, да? Обман против внимания. Ага, хорошо. Девятнадцать. Успех? Он застан в раз плохо. Хорошо. Я его бью после этого. Давай. Коротким мечом, да? Да. Красиво. Тринадцать. Угу. Урона? Нет, попадания. Попадания мимо. Охуенно. А, подожди, он застан в раз плохо. Он застан в раз плохо. Мимо. Постой, постой. Подожди, там просто был успех. Мне удалось его сбить. Следующая атака, ближний бой. А, все, да. Окей. Все, он больше не застан в раз плохо. Кайф кик. Ну, я сперва, наверное, протиснусь. Там есть такой варик? Да, я бы считаю, что да. Делаю раз, два, три, четыре. Вот так, да. Так, смотри, я кидаю на попадание. Ага. Так, вот эти перцы стоят в линию, да? Да. Ну, условно, в линию, да. Ага. Ну, они стоят в фигурке для тетерса. Да. А что ты хочешь делать? Я хочу вот на этих использовать мрачные щупальца. Ага, а они, ну, от тебя по линии? Сейчас, я вот пытаюсь это понять. Ну, из... А, ну да, из кончиков моих пальцев, если. А, тогда ты можешь сделать вот так и задеть троих. Да, кайф. Так, пара-па-па-па-па-па-па-па-пам. Пам. Восемь. Это по всем? Или как это работает? Да, это я, типа, выпускаю по всем. Там линия выпускается. Так, ну, тогда это, наверное, зона эффекта им надо четки дать, разве нет? Темные щупальца. Вы наносите живым существам в линии. Бла-бла-бла. Существо получает. Но при этом существа. Чувать. Вот, смотри. Он на еще пульс врывается. Спас-бросок, стойкость. А. Коблит рядом с Адамом. Шесть. Провал. Чего смотреть? Сложность твоего спас-броска от заклинаний. А вот это? Нет. Ну, и это тоже подходит, да. Но вообще на странице заклинаний у тебя написано в правом левом экране у сложность спаз-броска. Ээээ... Пять. Плюс пять. Плюс пять. Это ты... Это значит... Нет, подожди, сейчас. Десять плюс два плюс два. Десять плюс два плюс два плюс уровень. Пятнадцать. Пятнадцать. Он выкинул шесть. Это провал. Провал, причем критичный. Нет. Следующий двенадцать. В основном провал. Провал. Ииии... Четырнадцать. Провал. Все, все три провалили. Сколько урона они получают? Они получают... Каждый. Мне кажется, три единицы урона приняты. Есть. А почему три? А, плюс уровень. Там написано плюс уровень? Нет. Просто два Д четыре. А, да. Понял, тогда. Два, да. Мне показалось, что это три кубика кину. Нет, нет. Тут два кубика. Два Д четыре. Хорошо. Вот. Ну, вали. Еще пальцы остаются или пропадают? Они после этого уходят. А, это фокус или это спел? Это спел. Пал. Кажется, я не буду больше его использовать. Кобальда. О, нет. Ну, хотя каждый из них получил. Тоже были. Примещение. Раз, два, три, четыре. Примещение. Раз, перемещение. Раз, два, три, четыре. Сюда, каленый. Вы посчитаетесь застанными в расслаб для их атак, потому что они взяли у вас бутерброд. Вопрос можно? Да. Нет вопроса. Хорошо. То есть тут есть бутерброды. Просто не работают. Да, а это дает состояние застанных в расслаб. Так, по Адаму. Первая атака. Адам. А, сори. Сень. Сосать, Кобальд. Даже с штрафа минус два? Сосать, Кобальд. Хорошо. Вторая атака от него же со штрафа минус пять. 17. У меня сейчас минус два. Да. Сходил. Хорошо, плюс два мне еще не даст толк. Рог? Ты получаешь... Ты получаешь девять единиц кончевого урона, у тебя проходит атака из-под тяжка. Что застан. Они Роги! Нам мимо! Его первая атака второго мимо, и вторая тоже мимо. Так, Кики, первая атака у тебя. Мимо. Сосать, Кики, первая атака. У тебя минус два, а вот того, что ты заснул врасплох. Ровно, ровно. Ага, попадает. Может, нет. Ага, может быть. Дальше. Десять единиц кончевого урона. Что, сколько, у меня десять? Папааа. Все это без сознания? У меня один хп. Одно хп, хорошо. Это была первая атака. Вторая атака со штрафом мимо. Третья атака того челика. Двенадцать попадает. Минус два у тебя все еще? Да. Ага, попадает. Он еще это не делал. Еще пять один кончевого урона. Ты при смерти один. Я бы рекомендовал вам состояние, которое действует на вас, выделить себе какой-нибудь листочек и записывать на него. А тут написано в этом. Тут написано. Ну, можно там. Можно там. Вот. Я бы рекомендовал тут листочек и вычеркивать, когда они перестают на вас действовать. Ты без сознания следует на вторую, ну, точнее, вторую его атаку. Ты падаешь, вторую его атаку. Он совершит по камеле с штрафом минус пять. Мимо. Камелия и Ирин. А, Кики теперь ходит по инициативе 19, потому что она оказалась в состоянии при смерти. Чтобы ходить ровно перед тем, как она ходила. Ну, она специальности просто инициативу подняла. Типа, если... Мне кажется, тебе лучше вначале, потому что я иду сюда к ближайшему челу. Перемещаюсь. А, нет, подожди. Не 19, сейчас становится инициатива. Аж 16, ровно перед ходом Кобальдов. Вообще непонятно, зачем мне. Мне тоже. А, так. Иду к ближайшему к себе Кобальду. Так он буквально рядом с тобой. А, я не вижу. Окей, тогда я не двигаюсь. Я делаю финт. Я роняю меч. Он думает, что я подвинусь, как двигался Адам, но я не двигаюсь. Я просто хуярю. Это важно? Можно сделать проверку обмана против его восприятия. Ага. Мы просто будем... Правильно будем? 21. 17. Успех. Кул. Тогда я просто бью его мечом. Да. Это 18. Хорошо. Попадать. Так, сейчас я пытаюсь понять. Это 7, плюс у меня кураж, плюс 2. А, ну и все. Сколько? 9. 9, это все равно. Хорошо. И тогда, наверное, бью его второй раз. Со штрафом минус 5. Вообще верно. А, подожди. У тебя какое оружие? Меч-трость. Ну, типа... Скрытая. Быстрая, точная, скрытная. Быстрая, штраф минус 4. Надо. Блестер в оружие, последовательная атака, штраф минус 4. И третья минус 8, а не минус 10. 13. 13, мимо. Все. Рин. Так, я никого не вижу, да? Нет, тебя перекрывает только существо, ничего критичного. У него плюс 1 ккб. У ближайшего к тебе кобальда. У ближайшего. Ну, а... Ага, окей. Эти проекты, видишь, можешь понять 13. Хорошо. Ну, давай тогда я начну охотиться на дальнего, поэтому смогу по нему шквалить первым своим действием. Вторым действием я дважды в него пуляю за одно стрелу. Разбук. Это 16. Мимо. Потому что у него плюс 1 из-за укрытия. Сука. Как накрывать? А, все. Так, ну, окей. Ну, я вытянула уже. Так ты же два раза выстреливаешь. Плохо еще не было. Но мне кажется, что это две стрелы за одно, понимаешь? Это как оно написано? Две атаки? Оно написано? Нет, оно написано как то, что... Второй выстрел тоже пусть стреляешь. Мне кажется, два быстрых выстрела в того... Так. Делать два раза быстрого выстрела в втором. Делать два выстрела. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что... Да, ты делаешь два выстрела. Два раза я кидаю на попадание. А, две атаки. Ну, ладно, я все равно выкинула и не попала 15 у меня. Да, мимо. Вот. Но я пробую в него просто хотя бы одной стрелой попасть за свое третье действие. С штрафом минус три. Потому что у меня... Я выслеживаю, я нацелюсь на дальнего. И это, ну, 24, минус три, 21. Попадать? Отлично. Тогда я хочу в него выстрелить. Пять. Пять, отлично. Два кобальда ближайшие ко мне выглядят среть. Ближайшие к тебе? Да. Ложись. Отлично, я беру... Бер... А, о, не буду. Лорус, по-ближайшему, делает удар с захватом. Хорошо. Он просто... Знаете, он совершает атаку с быстрыми движениями. Понимаете? Нет. Вот, ну и тут, короче, если я попадаю... У меня одна свободная рука есть. Если я попадаю, то цель застегнута в раскол до начала моего следующего хода или пока она больше не будет в пределах досягаемости моей руки в зависимости от того, что произойдет дальше. Ну, пятнадцать я не думаю. Нет, мимо. Хорошо, вторая атака. Такая же? Такая же. Со штрафом. А то, что у меня... У оружия дескриптор напористая. Ой, надо почитать, что это делает. Ладно. По-моему, это дает тебе какой-то дополнительный вариант действия, который ты можешь совершать только один раз за ход. Я сейчас поищу. Спасибо. Смотри, пожалуйста. Я не попал. Третья атака. Со штрафом минус 10? Со штрафом минус 10. Let's go. 20 куба, 29. 29 минус 10, 19. Это был бы успех, но из-за того, что 20 куба критический успех. Да? Так, значит, я кидаю в D8. А это урон еще? А почему бы нет? Точнее, тут не написано... Тут не написано, что его нет. Окей, хорошо. Давай все равно. 6, 4, 10. Это крит, получается. Нажим на 2, 20. Да? Держи штук. Напористое. Когда вы в свой ход атакуете более одного раза, вторая атака получает цитативный бонус к урону, равный количеству костей урона, а все последующие атаки цитативный бонус к урону, равные удвоенному количеству костей урона оружия. То есть плюс 1, плюс 2? Ну, ты бил... А, и ты бил ей как раз. Да? Ну, хорошо. Еще больше урона, он... Он натакует. Он очень умер. Ну, по сути, да, ты просто должен делать вот так. Потому что... Потому что такое оружие постепенно набирает скорость каждый удар, что оно все опаснее. Да. Адам. 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 Ну, слушай, я стою между двумя кобальтами. Так. Я замахиваюсь на одного, перехватываю в руке кинжала, бью другого. Я делаю финт сначала. Финт... Это... Это 6... Это 18. Успех. Он застал на расплох. Я его атакую теперь. Это блядство. Это 9. Кайф. Мимо. Вторая атака. Он все еще застал на расплох. Да. А у тебя не быстрое оружие? Быстрое. Значит, только минус 4. Так, так. А Глеб отправился дальше читать, но не ему плохо. Так, финт, значит. Абракайщий, валют. Кто там дальше ходит? Дальше ходит Кики и совершает. Я сделал 3 действия. Я сделал финт и 2 атаки. И он бы въебал. Понятно. Понятно. У меня было 18. Ты кидал? Что? Ну, это против внимания. Да. Что там было у тебя? 15. Да. Так, что я кидаю? Чистую пропирку. Ну, по сложности 11. 20 куба. 20 куба, отлично. У тебя при смерти равно нулю. А ты больше не кидаешь проверки, лежишь без сознания. Лежишь-чинешь. Все. Так. На будущее... Я это лучше кидал цифрой. Кобальда? Бездавняя. Это так. Этот подумает еще. Сначала ходят те 2. Блин, у них по 3 атаки влияют. Все так, да, в этом и проблема. Это попадает. Это типа 19 против тебя за основу расслух. Окей. Они все кидают тоже со штрафами, типа. Первую нет. Ну, дальше, последующая. Да. 7 идиносерона. Допустим. Нормально? Нет, 97. Ну, я стою. Хорошо, вторая со штрафом. Калы с жопы. Типа. 5. Тот сделает первую атаку. У тот. У тот. 13. Не. Окей. Не. Вторую атаку. Хуже. Э, помню, третья атака. Нет? Нет. Все атаки по тебе мажут. А ты прям выглядишь? Ты глаз рубишь? Да. Сейчас скажу, насколько. Ну, да, там в любом случае. Ну, как выгляжу. Ну. 20 куба, 23. 10 из нескольчего урона. Допустим. Ты мертв? Да. Ну, без сознания. А здесь нет такого штрафа? Х2 максимального хп. Типа, если у тебя 22, то получаешь за раз в любом момент 44 из нескольчего урона, ты мертв. При смерти 2. Потому что это было с крита. Так это дохуя критов? Это так. Так, она потратила приступ от героизма. Ага. Так, это было перемещение. Это была одна атака. Прикольно, а если я тут умру, я могу не играть. Он перевестится нам дешевле. Камелия и Лин. Так, у меня все еще кураж. Да. Я бью вот этого челика, который поместился. Хорошо. Кубики. Бля. Это 10. Мимо. Я бью его еще раз. Получается не... Ребят, открыть? Ага. Не открывай. Ломятся. Реально. Стараемся. Минус 4 следующее. Да. Да. 17. 17 попадает. Так, а я должна, типа, когда я говорю, что я хочу сделать это уверенным финишером, типа... Да, просто. Хорошо, тогда я... Хотя вообще никакой разницы нет. Окей, вот я хочу сделать это уверенным финишером. Окей. Значит, у меня 5 плюс 4, 9 плюс 2 до 6. 16. 16 динсерона? Да. Ни хера себе. Что такое? Ну, у меня пропадает кураж. Да, он был full of love, он мертв. Все, хорошо. И я тогда... Ну, просто подвинусь, типа, через вон того, ему куда-нибудь. За спинку. Там есть место? Туда? Да. Ты не можешь проходить через его просторонность? Могу, я делаю... Проскочить. Проскочить. А тебе надо цепляйку еще вкидать? Я перемещаюсь и пытаюсь отрабатывать как против его рефлексов. Давай. Реакция это называется? 16. 16. Где-то, а ты не проходишь через его пространство и остаешься перед ним. Окей. Хватит. Что делать? Сейчас. Ты играешь. Так, все? Да. Да, все. Рин. Так, отлично. Вижу ли я... Не вижу, да? Наверное, вот того дальнего. Нет, тебе надо проходить ближе. Хорошо. Ну, тогда я подхожу ближе, вот в дверях стою. Не очень устойчиво конструкция. Раз, два, три. Вот так можно. Отлично. Блин, ну я... Есть какая-то помеха из-за того, что я слишком близко из лука стреляю? Ну, в пределах пяти фото будет нюанс. Кстати, штраф, блин, из-за... Все, тогда просто без лишних слов я стреляю в него из лука. Кайф. Я не попадаю. И, ну я все равно еще раз пробую. Со штрафом минус 10. Минус 8. По идее. У меня нет. Ага, отлично. Нет, я просто... Я его не вижу. Я такая, что? Куда? Лорус. Ну, Лорус бежит... Раз, два, три, четыре, пять. Опа. И как раз двое рядышком, да? В пяти футах от меня. Все так. Ну, давай сначала ударю по ближнюю, который ближе ко мне. Ага. Значит... First attack. Сука. 12. Да, смею. Значит так, минус 5. Ага. 20 минус 15. Нет. Ты говно из жопы. Все. Да. Две атаки. Я тебя проверял просто. Одну стулочку. Возможно, да. Да-да-да. Да-да-да, все хорошо. Хорошо. Адам ки... Адам. Адам. Че, я лежу мертвый. Ты же кидаешь теперь. Ага. Хорошо. Ты просто лежишь без сознания. Кобаль. Остается здесь. Это движется сюда. Лорос в тисках. Первая атака. Дохерища. 19 против твоего КД минус 2. В КД минус 2? Да, из-за того, что он заснул раз плохо. 5-6 из нискольшего урона. 6? Да. Вторая атака от него же со штрафом. 16 минус 5, 11. Нет. Тодд, первая. 18. Да. Да. Калгов на 3, день с урон. Вторая атака со штрафом. То есть у меня 12, нему 3. Все так. 15. Нет. Нет. Ага. И третья со штрафом минус 10. Нет. Закончили упражнение. Камелия, Ирин. Я могу как-то проскочить за спину того щела, чтобы быть в бутербродике, ну, стоять в бутербродике с... Нет. А с другим челом тоже нет? Нет. Ну, если ты сделаешь здесь себе протискивание мимо него, то там закрытая дверь, ты не можешь стоять в бутерброд. Окей, давай тогда я просто протиснусь, ну, рядом с кем-нибудь из них. Ага. А, чё там, акробатик? Против их реакции. Ага. 20. 21. Да, я пошёл уже. Они жёстко-реактивные, кобальд. Пиздец. Ну, тогда просто бью его. Хорошо. Я протискиваюсь. Он, кстати, кто-то из них может получить по мне порту, потому что я по идее ловлю реакцию. А, ты делаешь манипуляцию, у них нет этого ответного действия. Окей, тогда я просто, ну, я там, я бью его. Да, давай. Так, это первая, так, хорошо. Я здесь. Нет. Нет, я тупая, простите. 13. 13 мимо. Нет. Ага, cool. А, Рин, тебе надо их убить. Я бы хотела, но... Окей, я жёстко злюсь на того кобальда. Я считаю, что он теперь моя добыча, я его выслеживаю. Я использую свой шквал, чтобы, ну, много раз его атаковать. Так, так. Пытаюсь это сделать. Я прям направляю в ВОС, в ЛУК и... 15. Мимо. Я говорю, чёрт, как же так? И ещё раз... 10. Принято. Лорус. А, подожди, у тебя ещё одно действие. Нет, я первым начала его выслеживать, чтобы... А, да, я так и понял. Так, ну, Лорус бьёт, значит, того, который... Ну, вот, ко мне опять же ближе сначала. Значит, это у нас... Ну, это 21. Попадает. Сюда. Опа, это один из этих. Единец урона? Да. Красиво. Мертв. Спасибо. Ну, спасибо. Так, и, значит, по-второму, со штрафом минус 5, этот самый, удушающий его. Удушающий его. И себя потом. Это что, ещё напористый получается? Тёж напористый? Да. Если он попадёт, то это будет плюс один. Не попал. Не попал, ты тебя так. Ага. Ты же не двигаешься, да? Такая же. Такая, напористая. Напор. Пиздец, напористая. Ээээ, это, значит, 23 минус 10, 13, не попал. Закончили упражнение. А почему минус 10-то? А сколько? Потому что третья его атака. А у тебя не быстрый лечит? Нет. Только напористый. Только он напористый, товарный. А типа, если он один раз попал, второй не попал, и типа... Нет, три атаки свершу, в любом случае. А, попадание, атаки. Поняла. Ага. Хорошо. А, не за... А, да, за тех. Несчастный кополь. Это какой-то дескриптор? Будет бить камелия. Несчастный. Давай. Ну, я плохую джинсу. Кал говна. Будет бить лоруса. Кал из жопы. А, снова камелия. О, а, нет. Пять. Нет. Кул. Камелия, Ирин. Я делаю вид, что я хочу протиснуться. Ага. Но бью его. Что это там? Обман. Обман. Обманывай его. Против внимания. Так. Обожаю фунты. Тринадцать. Восемь. Вау. Я его обманула. Обманулся. Блин. И бью его. Хорошо. Врунишка. А, двадцать один. Так, попадает. А, я могу сделать это блеским финишером пиздатным. Давай, хорошо. А, сейчас тогда. Блеским пиздатным финишером. Восемнадцать. Восемнадцать? Это больше, чем его хп. Это урон. Это урон. Ты пронзаешь его мечом. Вау. А что за класс? Это какой-то прокачанный пункт просто. И на этом, пожалуй, все. А, извиняюсь, я нашел дескриптор эльф. Это оружие изготавливается и используется эльфами. Зачем ты хуйта? Это важно. Это важно. Это определенно важно. Вот. Что из всего этого может... Какой вывод можно сделать? Если вы попадаете, вы наносите нормального урона. Вопрос в том, что вы не попадаете. Все, мы закончили тестовые упражнения. А что, мы нашли рыбу-то вот так? Да, там внизу молодой дракон, внизу юный-юный дракон, которому кобальды носили эту рыбу. Вот эта часть. Вы его, блин, жесть победили. Просто уничтожили, вам денег выдали. И вы такие, блин, тут наверняка есть еще больше проблем. И вы, короче, пошли этим заниматься шерстью. Это стартер. Мы не будем это делать. У нас просто весь сюжет был по всей этой карте. Такой пул. Хороший мудрый получился. Вообще. Так, с этим мы все закончили. И нам осталось только обсудить социальный договор и вообще его обновить. Так, во-первых, давайте я пройдусь по тому, что у нас такое. Типа, чуть-чуть можно, но без... Без фанатизма. Без фанатизма. И просто послушаем ее. Если у кого-то есть какие-то комментарии, вы добавляете. Немножко можно, да? Значит, насекомые. Пауки. Клаустрофобия. Геноцид. Карлопытки. Что с пытками? Что с пытками? Мы что-то там выкладываем, да? Мы уже это проговаривали, ребята. Став. Мы на ктулку это говорили. Да, я помню. На ктулку было хуже. Какие-то дополнения, нюансы? Что-то из этого, что точно нет? Или что-то, что вы такие для поебательней вообще? Нет. Вероятно, то, что вы такие, точно нет. Мы не хотим это участвовать или что-то. Нет, нет, нет. Очень сильно не сексуальное насилие. Да, оно у нас в отмене. Прям в ноте теневущий банд. В отмене у нас фуля в бане. У нас издевательство над животными. Такое, типа, маленький щеночек. Мне кажется, так можно. Издевательство над животными, издевательство над детьми, любого возраста, сексуальное насилие, голодание, жажда, терроризм. Любой пати-хоррор без деталей. Есть ли что-то, что хочется добавить? Точно нет. Ой, мать. Не смей говорить. Было такое. Кул. Тогда, ну, глобально, на мой взгляд, на этом мы нулевку закончили. Есть ли у нас еще какие-то вопросы, которые мы не проговорили? И ты хотел еще поделиться впечатлениями от заполнения листа персонала. Да, было. Было. Вы вообще будете обсуждать, как вам? Ну да, я думаю, что мы сейчас с тобой обсудим. Да. А можно с вами? Можно. Только в микрофон чей-нибудь пойди. Я подсял. А мне нужно, а мне нельзя. Просто здесь было. Я бы подсял к тебе, честно. Федь, честно. Соня, честно. Вот смотри, вот можно сделать вот так вот было? Хорошо, Вася, поменяемся мы с нами? Зачем? Видал? Видал? Я-то ладно, я-то уеду. А вы останетесь вдвоем. Если хочешь, давай. Давай. Федя-то уедет, вы-то останешься. До встречи. Я с удовольствием с вами, где бы с Дашей. Бля, девчонки, последний раз. Так, сейчас я... Чтобы не сосать. Че, как вам? Рассказывайте. По листу персонажа, значит... О, можно посмотреть на это дерьмо? Я... Ух! Ребята, знают, что я огромный хейтер создания персонажей. Ну, создание... Ну, заполнение листа, в принципе, в Дэнде тоже. Но тут совсем какая-то адская дрочилиня была. Ну, я говорю, я представляю вот эту попу боль. Каждый ёбаный уровень, потому что тут ко всему уровень добавляется, ну вот, в навыки. И каждый ёбаный раз нужно будет, ну вот, прям, практически, там, больше половины листа переделывать. Мне не кажется, что это, короче, жесткий напряг. Если там полтора часа особенно... Если полтора часа особенно еще въебать, там можно, короче, в джава-скрипте там покопаться, и там, короче, себе все нахуй. Это так, есть штуки, которые считают это автоматом. Уже покопались на тебя. Хз, короче, я не знаю. Лист какой-то неприятный был. Ну, лист выглядит, как жопа. Да, лист выглядит, знаешь, короче, угрожающе зло. Да, да, зло. Сможешь на него и такой... Я хочу с вами не согласиться. Так. Мне кажется, лист очень секси. Ну, типа, просто я обожаю, когда все по полочкам, а он прям максимально такой, вот тут вот эта циферка, тут вот это. И вот все оно поделено, и ты прям, ну, все вот это можно заполнить, очень удобно, вообще невозможно запутаться. Но то, что нужно добавлять цифры своего уровня, это кринж. Это, ну, вот я только что буквально занималась тем, чем нужно, получается, заниматься каждый уровень. И ты просто почти все навыки, когда ты знаешь их, типа, больше, чем один. Ну, например, 7. Да. Ну, типа, да, вот у меня очень много их изучено, и, ну, в целом оно тут почти везде. И вот тебе каждый раз просто надо добавлять эту единичку. Это... Какой кринж? Это дизлайк, а все остальное мне очень нравится. Просто как будто много квадратиков, слишком много маленьких штучек, которые можно что-то записать. Ну, типа, в ДНД ты тоже не запутаешься особо, если ты нормально себе все сделал, сразу посчитал. Ну, в ДНД просто этих штук меньше. Ну, да, я к этому, я к этому же. Да, здесь... Просто их много. Я не совсем понимаю, для чего все-таки пригодится нам или не пригодится дескриптор, вот, потому что... Пока, да, ну, типа, мы пойдем до уровня хотя бы не первого, и в этом будет какая-то... Ну, это гениально, что у оружия дескриптор эльфийское. Что это значит? Что оно сделано эльфами. Оно сделано эльфами. Спасибо! Но тут есть нормальные дескрипторы, типа, у меня там быстрое, точное, оно дает тебе какие-то плюшки. Да, эльфийское, да, непонятно, нахрен написано. Не, ну это, знаешь, это, типа, мне кажется, на будущее, что вы расследуете какую-то хуйню, и у него есть эльфийское, и ты такой... Нет, понимаешь метагейму, а что значит. Ну, как будто бы, короче, у каждого дескриптора должна бы по-хорошему быть какая-то привязанная к нему геймплейная митрая. Да, игромеханическая какая-то подоплека. Эльфийское не похоже, что что-то привязано, хотя, всей правды мы не знаем, там 700 страниц... Там одна строчка все еще про эльфийское, там про все остальные дескрипторы оружия, ну, типа, текстик, а там вот одна строчка. Я когда ее нашел, я ее не мог найти изначально, потому что я искал в конце, ну, потому что, э, довольно в конце находится алфавит, и я открывался, и просто я не вижу, потому что это одна строчка на фоне вот текстов, и я такой, а, вот оно, а. Так, а что, хорошо, лист я понял, лист выглядит злостно. Меня по листу, вот, кажется, абсолютно довольно бессмысленной вся вот эта вот история на задней стороне, с тем, что нужно просто вписать название особенностей, вписать название черт, вписать название всего, потому что здесь нельзя отметить, что оно делает, и это тебе нужно записать куда-то еще. Это охуенно, кстати, да, это удобно, блядь. Да, это, ну, типа, вот я на... Знаешь, я тебе так скажу, я понимаю, почему это здесь, потому что, типа, если ты играешь в долгую компанию на 11 уровне, такой, блядь, а что я конкретно брал, там, на третьем или... На четвертом ты всегда можешь на это посмотреть и найти. Но если ты нормально делаешь эти заметки и делаешь это все все скринами в Google Doc и печатаешь, или, ну, типа, онлайн держишь и листаешь... Ну, типа, мы же так же делали, когда вот у тебя есть D&D лист, да, и вот справа снизу там большая просто пустая хуйня, куда ты просто все прилагательные, нахуй, просто вот этот вот, вот такой уж шматок текста из книги превращаешь в одно предложение, чтобы понимать самому, что это за способность. Оно просто здесь выглядит вот так вот. Я перевернул, да. Для того, чтобы... Для того, чтобы ты записывал все названия. Особенность один. Только названия. Черта два. Особенность три. Просто, да, в D&D ты можешь, ну, всю информацию, если не кастер, ну, вот, ты все, что тебе нужно, вписываешь в вот эти пустые окошечки на листе персонажа, и тебе, ну, никакие дополнительные заметки не нужны, если ты с умом это все прописал. Вот, здесь хуй ты так сделаешь, в моем понимании, потому что тебе все равно нужна какая-то отдельная, отдельная хранилища. И странно, что, короче, настолько, типа, вот Даша говорит, продуманный лист, и для всего есть окошечки, но при этом нельзя развернуто описать свое умение, что для этого нужно еще. Их просто дохуя. Я думаю, что просто прикол в том, что, ну, типа, пиши четвертым шрифтом, типа, чтобы все поместилось. Ну, да, потому что у тебя по итогу, ты здесь, ну, с хуищей минимума, ты посмотришь на это на все, у тебя здесь, ну, дохуя, дохуя здесь, дохуя здесь, дохуя, здесь, дохуя, ну, типа, ты при всем желании это все не спишь. То есть у тебя 20 черт, 19 особенностей, еще есть? Не, это уровни. А, это уровни? Ну, блин, ты тоже не предполагаешь, что ты в огромном плашку предыстории будешь записывать на его жестовый канал, а? Это правда, да, 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 и в какие-нибудь там эти, изъян, у тебя уже не помещается, ты сносишь нахуй свой изъян, и да. Конечно, лист просто две стороны, ну, если мы заклинания не берем. Ну, и у тебя хотя бы один лист по персонажу, и еще один лист. Опять же, если ты любой заклинатель, то тебе нужна папка заклинатель. Ну, как я с папкой приходил, блядь, на этом, на бандитуале играть с животными. И ушей, да, были папки. Короче, окей, по листу понятно. Че, как вам вообще ощущается игра? Прикольно, я что-то зашел, увидел миниатюры, блядь. Карту какую-то в этих, с гексами, или как это называется, ну, с квадратиками. С квадратиками, гексы, это что-то другое, да? Да, это что-то другое. Сори. Вот, с квадратиками, и такой, типа, блядь, запахло домом, нахуй, чуем мы дома. Как вам? Да? Так, а почему, вот, у меня один вопрос. Почему вот я на кастере? Зачем мы это сделали? Это мы сделали? Ты последняя просто. Ну, сами не понимаете, но вы створили монстра. Вроде нормально собралась. Я начала же первого, вы могли выбирать все, что хотите. Как я? Я нормально собралась бы, если бы у меня не один из ХП был. А, во, у меня вопрос был, кстати. Что у тебя по характеристикам? Ну, на, посмотри сам. Подожди, дай, пожалуйста. Озвучьте, озвучьте, да. Мы же все равно это будем прописывать, ты же будешь вот это собирать. Вот, у меня вопрос, нахуя тебе харизма 17? Вместо интеллекта 17, харизма 14. Если у тебя интеллект, кастовая характеристика. Он у меня от китсуна такой. Харизма, ты имеешь в виду, Иоанна, давала бонус исключительно к харизме? Да, да. Ну, подожди. Тогда можно дампать харизму, типа, и поднимать интеллекта. Ты можешь перераспределить, и все очки, которые, ну, сколько тебе, то было харизмой. Плюс сколько? Две, по идее. Плюс два. Ты два очка, которые ты туда распределил, и в харизму убираешь в интеллект. Но это не работает так по этим правилам, потому что здесь не очками, здесь конкретное повышение характеристик. Но, к примеру, ты можешь перекинуть эти 15, которые у тебя, по идее, в харизме, выносливость, и иметь ХП. А харизму оставить просто с плюс два от Китсуна. Ну, это вариант. И это будет, типа, 11 харизмы хотя бы. Подожди, что мне сделать? Перекинуть? Я бы записан, сколько у тебя было изначально. Сейчас. Я думаю, это можно сделать потом с кем-то из вас. Ну, да, с Кириллом. Ну, вот, да, у меня изначально... Мы сейчас не запутались, нахуй. 15. Блядь, мудрость 5. Харизма 18. У нас ублюдки. Так, а у тебя что? Да, я норм. Норм? Что, а мозг, посмотри. Да. Ну, типа, не могу ничем поквастаться. Сила 8, харизма 9. Нормально. А у тебя опять какие-то статы перебафанные. Это что такое? Ну, просто первый уровень, ловкость 18, и самая нижняя это 11. Максим то же самое. Да? Даже чуть лучше. Это нормально вообще? Ну, я просто выкинул охуяно. У меня самая нижняя сила. А, вы кидали. Мы нараливали, у меня сначала был блок, где, блядь, все было, типа, 10-13, и потом я сразу кидаю следующий. Там первая характеристика 5, вторая 16, и я такой, а, блядь, это остается. Нет, ну, первая, это первая, сила 5. Нет. У меня, по-моему, у меня что-то такое было, у меня что-то какое-то очень... Сила 4 была изначально. Хрен. Да, точно, сила 4 была. Да, это было до недели. Сила 4 была у шей. Или, а, да. У тебя все нормально, по-моему, было. Ничего. У тебя все стабильно было. Да, да, да. Сила просто действует. Хорошо, а так, а как вы, что, вы просто проходили, что и что, заполняли лист? Да, по сути, смотрели какие-то новые правила, какие здесь конкретные изменения и так далее, и тому подобное. Кирпичих. Вы записали знакомых неписей из города, в котором вы... Как? Кирпичих? Кирпичих. Нет, дальше. Да, фамилия, пожалуйста. Я, если что, сейчас меняю... Короче, харизма у меня 15 плюс 2 была. Вносливость 9. Я делаю харизму 9 плюс 2, а вносливость 15 была. Окей. Это вэлью. Это прям вэлью. И не то стерла. Что показала боевка. А боевка как? Ну смотри, я откинулась. Какая-то она мощная, на самом деле. Ну, есть ощущение, что в пфе на первом уровне персонажи сильнее, чем... Это так, Дензил. Это абсолютно так. Во-первых, типа, у нас хп на первом уровне, у меня 18. Ебать. У меня 21. Ебать. У меня сейчас поймем. Ну, то есть она как будто бы в обе стороны. Ты бьешься и получаешь сильнее. Короче, ну, у меня сейчас была вот эта история, что вроде первый уровень, но цифры урона там, которые выпадают... Непривычно, типа. Ребята еще кританули пару раз, и там что-то с крита 24, и мы такие... Окей. Да, это урон в Анатоле на 20-м уровне. Блядь, нет, я помню, что я на каком-то эпическом 7 нанес. Причем, по-моему, что-то типа третьей ячейкой заклинаний. Было, было, было. Я помню, конс-холдер, я помню, конс-холдер на 16. Да, 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 что-то... Нет, а там как-то было, что он преуспел, и еще у него... И потом он еще в два раза порезался. Это, блядь, сказка. А тут есть у противников, типа, на 5-6 какому-то презрежающемуся штуку? Нет, я не видел пока что-то такой механики, но во всем приключениях, что я смотрел... У них, возможно, есть типа раз в день что-то вот такого вот формата, но так нет. У них, короче, у них есть штуки, которые, типа, стоят, например, просто три действия, и это все, что он может сделать. А есть ли Леги? Типа отдельные. Леги, не знаю, не дошел еще до них. Ну, так я думаю, что вы не будете на ваших уровнях сталкиваться с кем-то, у кого Леги есть просто. Ну, типа, можно было бы сделать одну Легу кому-нибудь. В самом конце, разве что там финальный был. Чё с этим? Подскажи, пожалуйста, как мне сейчас посчитать свои новые ХП? Да, давай и займемся. Просто модификатор добавь, у тебя еще 6 плюс 6. И модификатор в выносливости. Я думаю, что у нее 6 от Ведьмы и 6 от Народа, по-моему. 8 от Народа. 8 от Народа, ну тогда 8 плюс 6 плюс 2, модификатор плюс 2. Ты герой от Народа? 16? Это вообще, ну как, чего? Что произошло в 18-18? Ну, после 11-16 это более приятная цифра. А, у тебя же минус вообще был. Да, да, да. Это Крис. Так, а тебе как, Даша? Вообще сидеть, заниматься? Да, нет, интервью. Да нет, все супер. Ну типа, я не вижу какой-то прям критич... Ладно, я сейчас очень плохо скажу, если скажу, что я не вижу критичной разницы между ДНД, но очень сильно видно, что они такие братишки. В целом, как будто бы если ты играл в ДНД, то очень легко войти в Pathfinder. Ну вот меня пока здесь смущает огромное количество просто действий, которые... Ну да, но намного более нюансные, как будто бы... Да, потому что в ДНД у тебя все еще есть атака, какое-нибудь условное действие класса и бонусное действие тоже класса. Ну, очень условное. А здесь у меня вот есть финт, есть отвлекающий маневр, который, по-моему, я тоже взял. Есть действия спрятаться, которые тоже действия... Понятно, что в ДНД оно тоже есть. Ну, короче, здесь к каждой характеристике еще привязаны на самом деле какие-то действия каждому навыку. И их можно делать и в боевке, и не в боевке. И их нужно посмотреть в книге. Я так понимаю, что вот эти действия, которые к навыку, они у тебя есть только если у тебя есть какой-то там... Нет, не обязательно. Ну вот смотри, атлетика. Базовая атлетика дает тебе действия захват, лазание, ломание, плавание, прыжок в высоту, прыжок в длину, сбивание с ног, толчок. Если ты изучаешь атлетику, ты получаешь действия разоружения. То есть и базовые, и плюс. Да. Ну вот, вот в таком формате. Нормально. Потому что в какой-то момент я читаю своего плута, у него там более прокачанный финт, и я такой... А финт это нахуй что? Мне его нужно выучить еще. Или а как мне его выучить, если тут не написано, что я изучаю финт? А это просто действие, которое есть от обмана. Господи. Ага. А изучение это как профишнси добавляешь. То есть точечка. Ну, здесь профишнси по-другому работает. Я понимаю, да. Блядь, ну клево. А поменяется вот эта вот херня с атаками и штрафами? А, Миш, ты имеешь в виду, будет ли на пятом уровне условно, что ты можешь две атаки делать нормально? Да. А надо смотреть черты. Надо смотреть черты в прокачке. Может, она и раньше поменяется. Просто сейчас это, ну, такая история веселая, блядь. То есть я могу, я на первом уровне могу три раза жахнуть. Так. Вот, но второй раз, когда я жахаю, у меня минус пять к попаданию. А на третий минус десять? Минус десять, да. Ну, то есть, получается... Блядь, интересно. Это что надо делать на хуй? Ну, то есть, три раза, три раза вообще не вылью. А какой у тебя бонус на попадание сейчас? Плюс девять. Ебать, ну, минус пять тоже как-то по яйцам бьет знатно. Да, да, плюс четыре. Да, ну, просто на первом уровне в ДНД у тебя бонус на попадание, как правило, ну, максимум. Ты плюс шесть. Плюс шесть, плюс четыре. Да, и ты не бьешь три раза на первом уровне в ДНД. Ты просто один раз бьешь. Подходишь, бьешь, такой, ну, я не помню. Блин, ну, да, короче, вот ДНД это мак, а этот это на андроиде, блядь. Это люнукс, нахуй, какой-то, линукс, люнукс, нахуй, линукс, линукс, макс, как он, как он, как он, как он, линукс, линукс, вот. Типа просто, блядь, что-то, что хочешь себе ставишь там, что-то, блядь, разбираешь, собираешь. Это с инициативой обидненько немного, конечно. Че, она не так считается? В внимание кидается. Ну, сколько ты внимаешь? Не от ловкости, а от внимания? От мудрости, да. Ну, это все еще имеет смысл, по-моему, нет. Бля, и у тебя плут, у тебя плут с минус шесть, а она и... Плюс два к инициативе. А ты же убрал себе какую-то инициативу, нет, какую-то черту? Я посмотрел, она бессмысленная. Ну, типа, ее можно взять, она будет давать всегда плюс два. Ну, это как-то невыгодно. Черту надо тратить. Вот, либо я быстрее хилюсь вне этого. Но я посмотрю насчет этой черты еще, может быть, я ее поменяю. Ну, кстати, мы вроде нормальную хил, типа, выживаем. Ну да, если тут можно... Когда три человека владеют медициной, да, нормально. Нужно просто всем набрать эти... Ну, вот именно в боевке у нас. В боевке, да. В боевке есть Сонина. Ну, вот, да, те, кто это, кто это, Соня. Ну, пока что, да, дальше будет побольше. Нет, вот самое мемное из того, что здесь пока что было, тоже в процессе выяснили, на ответственном отдыхе не лечится все хп. Лечится модификатор телосложения, умноженный на уровень. То есть на первом уровне с модификатором один, ты поспал, блядь, жестко, вылечил два хп. Блядь. Почему два? Один, но хп. Да, все так. Это прям пиздец, да. Охуительно. А подожди, а она вообще не хилила? Нет, один. А без... И вы без хила, да? Ну, у нее есть одно заклинание. Здесь через навык медицины... Слушай, тут, да, через навык медицины хилиться 2D8. Ебать. То есть ты типа, а-ля, перебинтовываешь себе рану... Да, и в течение 10 минут перебинтовываешь рану, хилишь 2D8, и потом час не можешь этим еще делать, заниматься. Нормально. Да, и здесь нет короткого отдыха. Ну, то есть только вот эти перебинтовки. То есть ты, по сути, если ты идешь в Dungeon Crawl, ты можешь раз в час кидать медицину и идти дальше, и потом опять расческивать медицину. Да, да, да. И это лучше, чем длительный отдых, правильно? Да. Буква L, крапая, да. Да. С заклинанием нет. Найс. Есть какая-то маза на портаче с медицины, если ты проваливаешь проверку? Надо почитать. Блядь, если нет, это идеальная для меня система. Какая стрижка? 248. Почти близко. Я знала, что смотреть просто. Я еще должен отметить откровенно удобную ширму. Здесь, ну вот, все, что actually нужно вот в моменте, типа все состояния, общие действия, действия навыков, вот какие-то мелкие приколы, которые можно сделать, как работают все эти штуки, как ослаблять и усилять монстров, и у всего есть ссылка на страницу. То есть там, типа, действия навыков, страница 233. Если тебе здесь не хватает, ты такой... А можно потом ее посмотреть? Я все это время думала, что у тебя там книжка опертая на нее, потому что ты постоянно у нее смотришь, и я такая, что не можешь прямо на ней быть текстом. При критическом провале медицины цель получает 1 до 8 урона. God damn it! Но это только при крите, так? Да, да, да. Просто при крите. Здесь крит тоже теперь единица 20, или что? Нет, здесь по-другому. Здесь, ну, базовый крит у тебя, когда ты превышаешь сложность на 10. А сложность 15-го у тебя со всеми медификаторами 25, это критический успех. У тебя 5, это критический провал. А, то есть плюс-минус 10. Да, но 20 скуба, да, и повышает степень успеха на одну, то есть провал превращает успех в критический успех. 11 скуба то же самое, но вниз. Бля, прикол. Так, хорошо, а если ты стабилизирован, но, типа, в отключке, и кто-то делает проверку медицины, проваливает, получаешь урон, ты начинаешь откисать. Ты находишься на состоянии при смерти 1. И можно, типа, тебя пытаться хилить еще 3 раза, пока ты не сдохнешь. 2, получается. Или ты всего иммунитет может не можешь? Бежим иммунитет этим не, да. А тот чел, который тебя хилит, может кого-то другого похитить? Он может делать тебе первую помощь, потому что это другой эффект, чем лечение ран. Да-да-да, я вот хотел его найти как раз, потому что я видел, что есть такое действие. Хуеть. Первая помощь, а тут несколько вариантов. Ну да, потому что там есть лечение. Остановка кровотечения и стабилизация. Хуеть. Бля, прикол. То есть можно попробовать полегчить, но не получилось, вернулся в стабилизацию. Да. Нормально. Если вы стабилизируете, он теряет, скажите, при критическом провале... А, вопрос, цель в начале смерти увеличивается на плюс один. Если вы пытались остановить кровотечение, существо немедленно получает урон, равный продолжительному урону кровотечения. Ну, до кровотечения мы еще не дошли. Это состояние, которое накладывают определенные враги. Также будет считаться, типа, кровотечение 2, кровотечение 3, тогда. Офигеть. Прикольно. Так что, как тебе-то вообще в кадре? Не знаю, ну, довольно странно, пока непонятно. Ну, понятно, да. Ну, да. Это база. Ну, типа, понятно, что намного комфортнее, потому что я всех уже знаю, и это не абсолютно новые... Ну, да, блядь, в метро едешь, привет. Не хочешь поиграть в Panfinder? Да, ну, нет, типа, я могла бы быть там условно подружкой одного человека. Ну, да, да, да. Я не знаю всех здесь, и достаточно комфортно в этом плане, конечно. Но я не знаю, сейчас включу, видео через неделю, кринжану, и так, ой, все, я больше не играю. Ну, здорово. Главное, чтобы это решила я, а не все комфортные. О, коментар... О, коментар... Блядь, я вам запрещаю уважать Дашу. Я вам запрещаю. Или... Или вы. Как... Как камеры? Хорошо. Они делают... Они делают... Когда заканчиваются... О, мы сейчас послушаем. Ну, это... Плюс деньги. Так делают деньги. Плюс деньги. Я сегодня сказала твой текст. А, это было невероятно. Мы думаем, что они всегда теперь... А, про соцсети? Да. Да, да, да. Кто-то должен был. Я еще задумался о том, что... Ну, типа, ты настолько часто его говорил, что ты почти слово в слово все повторила. Да, 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 да. Была это... Я это делал много лет, да. По факту. Ну, несколько лет. Ну, круто, круто. Когда это выходит? 13-го. 13-го, по-моему. Да, 13-го. Ну, вот я сегодня и выезжаю. Ладно, ну, здорово, бля. Прикольно. Удачи вам тут, блядь, с этими чертами. А до какого уровня? Пятый, шестой, ты говорил? Пятый, шестой. Блядь. Получается, каждую партию, по идее, или... Каждуйте, да. Каждуйте вторую. Посмотрим. Опять же. Так, каждую партию у меня сегодня есть. Охуенно, да, каждую неделю это переделывать. Клево? Да нет, там же... Там еще фишка в том, что есть черты, которые нужно выбирать постоянно, а их, блядь, миллион, да, я помню, вы рассказывали. Какое интересное после партии будет после каждой партии. и мы будем 2 часа выбирать черты. Вау, блядь, не хотелось. И переписывать циферки вот эти. Просто хуяр. Вообще, посмотрим, потому что будет зависеть от того, сколько мы вообще будем играть. Потому что, ну вот сейчас у нас боевка с кобальдами, типа час шла. Около того, может, типа, несколько десяток было. Сколько с кобальдами? С кобальдами? Четыре. Ну, не попадай. Не так долго шло. Не может быть такого. Хорошо, я могу пиздеть. Она вбелила, я откажешься. Нет, 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 Кирилл нас никогда не обманывает. Кирилл известный пиздобол. Он никогда не обманывает. Добро пожаловать за стол. Никогда. Какая сторона стала. Кирилл не рад. У нас другая сторона всегда говорит правду, другая сторона стала всегда в радость. И надо угадать, какая. Я твой муж. Сама делаю выводы. Охуенно. Вот, я, ну, слушай, например, я не знаю, там, будем ли мы вообще его целиком проходить, потому что он модульный. Типа, если смотреть, то, ну, условно, вот я открываю, типа, это же все данжены. Каждое, тут четыре главы, каждая глава, это, по сути, свои данж. Небольшой. Или большой. В зависимости от. Ну, вот, я смотрю на один, здесь может быть пять боевок. А может быть ноль. А может быть, ну, типа, одна, две. Бля, попробовали договариваться, пожалуйста, нахуй. И всех на корабль, нахуй. Я буду обманываться. Это, типа, данж прям подземелья? Ну, я широко трактурую. Чего, закукловодим? А дальше все в данжах. Дальше вы просто такие, мы идем под землю. Просто копаем вниз. Да, 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 я говорю, это модуль, мы копаем вниз. Охуительно. Охуительно. За все, за всю хуйню вообще. Да, да. Мы идем там, где копали вниз. Вот так вот. За всю хуйню. Они попробовали. Я, кстати, заметил, что тут нет навыка убеждения. Это дипломатия. Дипломатия. Дипломатия, да. А, ну, бэп. А вот он. Я тоже сначала его не увидел, а потом как увидел. Как охуел. Прикольно. А тебе как, Кирилл? Мне на самом деле больше удобно. Ну, типа, потому что ДНД, я понимаю, что, ну, безусловно, влияет вторая компания и всякое такое, но ДНД как будто бы больше про вайбы. А здесь ты такой, ты смотришь, у тебя приходит в голову, как это делает такой... А, вот буквально описано, как это делать, какие бонусы это дает. А вот здесь у меня буквально написано, типа, если какие-то непонятные действия, ну, вы посмотрите, сколько это должно стоить очков действия, как это должно вообще выглядеть. Если неплохо, чтобы он делал, чтобы человек это делал три раза за ход, или два, давайте этому два действия. Ну, стоим, два действия. Если это прям что-то жесткое, мощное, три действия. Если в целом похер, что человек делает, это три раза за ход, можно одно. Вот. Если это, ну, вот, большая часть штрафов, плюс два, минус два, и головы синие бить. Ну, то есть, и при этом все это все равно в цифрах. То есть, здесь есть какой-то простор для импровизации в моменте, когда вы говорите, а я хочу собрать на талии островы, если островы, сделать финт. Да, но при этом у этого все равно будет какая-то внутренняя логика, которую можно при желании проследить. Это прикольно. На дескрипторе ребята ругаются, мне нравится, то, что, ну, типа, я могу посмотреть, что, ну, там, вот мы сейчас с коблинами дрались. Где они здесь? Маленькие суки. Я думаю, дескрипторы нам пока непонятны, потому что, ну, Потому что мы нормально с ними не сталкивались. Ну, да, я, типа, смотрю, и такой, вот, кобальт-боец, внимание, плюс 3, ночное зрение, ага, значит, он видит в темноте, оружие, так, вот, нет дескрипторов, все, отлично, значит, он, типа, не напористый, ничего, никаких нюансов. А если я смотрю, например, на, где это был, у крыс это было, по-моему, да, я смотрю на крыс, у крыс, оружие быстрое, фехтовальное, я такой, значит, если наделал 3 атаки, то там минус 4, минус 8, а не минус 5, минус 10. Ну, короче, это быстрое, это шпажки, это как у оружия в ДНД, когда ты смотришь, оно фехтовальное, или универсальное, или двуручное, и сразу понятно, что это, и как это работает, но только, расштабированное на все. Блять, ну, короче, да, ну, понятно, это вот реально, типа, андроид и эпл, условно, прикольно, прикольно. Ну, и глядя на тех же врагов, врагов можно собирать по деталькам, я помню, тебе и Вася об этом рассказывал, как раз, что ты смотришь на каких-нибудь зомби, и там, типа, 10 черт, по сути, которые можно на зомби засунуть, и он будет вот такой, наверное, А со временем у челов больше действий? Ну, у игроков? Нет, действий не больше, точка. А, реально всегда 3? Да. Прикол. Действий остается 3, а они просто становятся эффективнее, в моем понимании. Слушай, Кирюх, на кой хрен нам классовая сложность? Вот, вот, я... Потому что, ну, дальше у тебя будут, например, возможно, черты, которые будут просить противника что-нибудь кидать. В ДНД та же самая штука, на самом деле, есть. Типа, дай заклинание. С заклинателями это понятнее, но, например, с варварами. Тебе на первой странице, когда ты читаешь, пишут, что есть некоторые особенности, которые будут просить, заставлять противников кидать, спас-бросок против вашей сложности. Ваша сложность варвара определяется 8 плюс телосложение, плюс модификатор телосложения, плюс бонус мастерства. Здесь все то же самое, мы просто пока не дошли до этих способностей. Угу. До этих чарт. Ну, это, в общем-то, такая же, КД, ну, есть КД заклинание, есть КД скиллов, на самом деле, даже в ДНД у монахов, например, Да, которые тоже на мудрости. Да, 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 да. А что в итоге? Ты плут. Ты кто? А ты? Своя баааа. А что же плут? А я ведьма. А ты? Воин. Это что, блядь, команда молодости нашей, блядь, вообще просто, команда, без которой нам не жить. Великолепная пятерка и вратарь, нахуй. Ну да, следопыт без заклинания здесь. Ага. А следопыт здесь не так сосет, как до старшей, до старшей. Я видел, Даша нормальная сейчас раздала. Ну, если попадать, вообще... Ну, тут все, если попадает. Так всегда, да, а если одни двадцатки на кубах, то вообще, слушай, шутрая. В целом, нормально по урону у всех. Ты что-то, ты что-то дала в рот. Я ни разу не попал. Мне как будто бы кнопок маловато, но я подумала, может быть, я пересоберу. Ну, может быть, первый уровень. Ну, я пока не понял, что мне делать, если я не дохожу до цели. Потому что я два раза выебал просто действие никуда. Я краду рыбу нахуй. Ну, типа тебе бы какой-нибудь дальнострел хотелось бы сказать. вообще у меня лук есть, и просто мне кинжалом больше понравилось кидаться. Ну, да, как будто ты можешь докупить просто кинжалов и носить их на пояс. Посмотрим. Кидать кинжалы, можно, кстати, через лук. Тут еще прикольная херня, что тебе вначале дается 15 золотых. 15 золотых, почти что-то хочешь. Вот, но ребята смотрят, ну, там есть наборы класса, чтобы вот все для класса, чтобы у тебя все было нормально. Они смотрят, он стоит типа 3 золотых, 8 серебрых. Они такие, и что мне, блядь, с остальным делать? Зачем мне эти деньги? Почему это так? Где бы шо? Пусть не больше. Блядь, купи 3 набора. Чтобы у тебя у одного было 150 футов пеньковой веревки и 30 белых мелков. Блядь, как мы охуенно по веревке спускаемся? Я упала. Это очень, все еще непонятно, типа, почему ты, ну, в общем, если ты спускаешься по веревке и проваливаешься, ты просто не спускаешься. Типа, остаешься на месте и нужно еще раз кинуть кубик, чтобы продолжить спуститься. Ну, типа, описание стартового набора, чтобы вы поняли, как работают степени успеха в навыках, на самом деле. Потому что весь та, вся стартовая эта штука, это просто обучение. Инструкция, типа. Это театр. Да, ну, все по очереди. Это комната, которая учит каким-то аспектам. Достаточно хорошо, на самом деле. Его за 2, типа, 4-5-часовые сессии можно пройти, и это тебя по очереди внимательно обучает каждым механикам, решению загадок, ловушкам, вот этому вот всему. Я просто остановился на том, что было, на мой взгляд, более полезно. То есть, мы разобрались, как работает снегка, тиски, от паука бывающие испытания должны были по-хорошему кидать, ребята решили сжечь паутину, что валидно. Это, кстати, не прописано здесь, и я такой, очень странно. Как мы, блядь, переиграли. Переиграли, переиграли. Волдовский геет, можно паутины сжигать, можно заказываться с пауками. Да, они все, если что, на корабле, думаю, кажется. На самом деле, немного тильтово, что вот эти вот черты, не черты, навыки, которые мы берем, у всех классов, ну, по-разному. То есть, типа, я как воин могу 3 взять, плюс, вообще, вернуть плюсу, а у Глеба было, по-моему, 7 плюс. И я смотрю, думаю, нихуя себе, сказал я себе. Вот, но прибавляешь модификатор интеллекта. То есть, чтобы... Чтобы интеллект у всех не был дамстатум. Ну да, но при этом, типа, как бы, я воин, которому интеллект, в принципе, не нужен. Ну да, это очень странно. Если ты какой-нибудь волшебник на интеллекте, у тебя по умолчанию получается все навыки лучше. У тебя больше навыков. А Максим говорит про количество навыков, которыми ты можешь владеть. А Плут просто с нулевой владеть семью навыками. Ну слушай, в ДНД то же самое. В ДНД Плут базово 6 навыков имеет. Плуты в ДНД в этом случае. Типа, это же все, это типа что у монахи. В ДНД, по крайней мере. Разве? У них тоже половина это. В шикторе у них навыков у монахов. Да. У них экспертиза, по-моему, тоже есть. ты в полдов и бардов. Ты что-то, ты в другую какую-то игру играешь. Возможно. Не, монахи просто с уровнем, они становятся такие, ну, типа, имбовыми, потому что у них начинается прикол, что у тебя все спассы есть. Ну да, там вот это фига. Актиза у монахов нет. Точно нет. Тысяча и одна владение каким-то навыком, просто потому что они у тебя со временем накапливаются и у тебя по итогу ну, херово тучи этих навыков есть. А, ну вот, здесь есть, типа, комната, на которой мы закончили, обучает вас тому, что вас могут заставать врасплох и брать в тиски. Тут есть комната, которая обучает тебя, как можно ломать вещи, как... Это баррикада, которую мы сломали? Да, которую мы сломали. Да, да, потом с нежити подрались. Вот, собственно, с нежити можно драться, потому что у нежити есть нюансы, как с ними, соответственно, драться. Ни одного нюанса не знаю. А мы не знаем, а мы не в курсе, мы их, как раз, победили. Потом вам нахуй. Чувствуешь пальчик? Мы, кстати, еще, а, ну, вы слышали, дракона расхерачивали. Да. Да, и рыбу там чьи-то вернули, вообще пиздец. Да, да, да. Жестко, плюс-мужба. Просто под таверной дракон сидел, пиздец. Как они выживали нахуй. Дракончик. Не дракон. Дракончик. Ну вот, да, коридор с ловушкой, золотая головоломка. Спасибо, Кирилл. Да, пожалуйста. Если это был маленький дракончик, зачем мы его убили? Мы могли бы его воспитать. Не, он нападает просто на вас. Перевоспитать? Я бы взяла что-то, типа, из серии приручения. И мы приручили дракончиков. Это тебе нужно знание дракона, скорее. Ты знаешь, как приучить дракона? Ты знаешь дракона? Да, моё второе имя Икинг, блядь. Икинг? Икинг. Ну да, ещё это приключение пытается обучить вас. А, да, я вам просто по-человечески скажу, лутайте, вы убили монстр в комнате, лутайте комнату. Потому что, в отличие от моих компаний, здесь обычно есть что-то. Ладно. Ну вот так. Это тут есть типа investigation? Давайте хуй забьём просто. Ну всё. Я что-то нашёл, но я положу на место. Я предлагаю ни в один дашь не заходить. Чисто в городе, это всё. Давайте чисто социальную, чисто социальную моду. Это всё проверка внимания. Реально, дед в башне, всё-таки туда нужно стопроцентно сходить. Блядь, любого деда видите на горизонте? Я тебе говорю, тут дед в башне, к которому никто не ходит, у которого на башне сидят горгульи, и он старый. То есть, да, туда, просто на дабы, на дабы. Просто, просто, просто на рывках туда, блядь. Дверь закрыта, блядь, взлом. Я могу. Бросло, что там, да, наверное, он нормально. Нам ещё, короче, горгулий, надо горгулий, подкупить горгулий, чтобы они вас в окна занесли. Камены. Балкон есть? Ищем балкон. Блядь, охуенно. Не туда, 150 метров пеньковый. Опа! Просто закинули. Просто закинули. Да, не попадаешь, задобрить, задобрить, крючка. Задобрить. Просто червячка заморить, так сказать. Да, крючка есть. У меня тоже, кстати, да. У нас, если что, ещё мелкие есть, блядь. Запускай, 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 дедуль. Мы чё так в классике. Мы не съебем отцу, моего. Мы тебе, а мы тебе не пустишь, мы тебе всю башню хуями зарисуем. Будет кастом. А ты едешь, ты едешь. Охуенно. Ну как-то так. Да, так живём. Не дать, не взять. Выйди подошь. Ладно, тогда как будто бы на этом всё. Чё, скажешь последний раз? О! Да, ребят, вы там не теряйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, долбите колокольчик, вступайте во все наши соцсети, и, пожалуйста, берегите себя и своих близких. Увидимся с вами на первой сессии модуля Короны Короля Кобалюта. И пока-пока. Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok